вот возможно таким образом найдутся человеки которые приобщаться к истинному положению вещей в общем не будем больше с моей стороны дальше рассусоливать просто запускаем эфир да и все потом желающий сможет качать скачать и залить куда пожелает правду миру быть добры сейчас узнал что это за объект то есть строится дорога автомобильная санкт-петербург пекин то есть она будет вот соединять вот эти два города там протяженность что-то 10000 километров здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами числа к для ру харькове 15 часов 0 2 минуты 0 9 0 8 21 год представляю вашему вниманию фрагмент из эфира с площадки для уфм мои собеседники илья и лейла сообщат нам интересные мысли интересные наблюдения и я хочу чтобы вы тоже про это знали приятного прослушивания быть добры ну вопрос такой для чего оккупантам вкладываться в развитие вообще всей инфраструктуры нашей то есть я тут по работе я вообще связан со строительством и вот сейчас я был на таком объекте очень интересно но был уже много раз в этом году мы в прошлом году и вот я просто есть только сейчас узнал что это за объект то есть строится дорога автомобильная москва санкт-петербург пекин то есть она будет вот соединять вот эти два города там протяженность что-то 10000 километров она будет идти там в обход всех городов обособлено ну рядом с городами там развязки чтобы заезд был вот то есть масштаб строительства вообще какой-то нереальный то есть там какие-то денежные суммы фигурируют я там цифры таких не знаю там по моему треть дороги будет идти по россии остальное там как-то казахстан по моему цепляет и весь китай поперек просекает причем китай как говорят уже построили свою часть у нас все это очень плохо идет несколько участков там построено сдану в частности дорога м11 санкт-петербург москва она уже сдана эксплуатируется я вот конкретно было на строительстве моста через реку волгу там какой-то вообще нереальный мост строится 4 километра там от берега до берега масштабы конечно колоссальные вот и я как бы на это все смотрел и вот у меня вопрос такой ну для чего вот это вот все как бы если вы ну вот я я смотрю что вообще происходит в мире то есть смысл какой там всех опустить ниже плинтуса чтоб все были нищими и больными там хромыми то есть мы логично было бы вообще ничего не делать ничего не вкладывать там а тут такие вложения просто капитальные они лают ну какие-то задумки может быть там я понимаю что он всех раскладов то мы не знаем у каждого действия есть причина да вот почему они вот это делают я как бы не могу сказать но одно я вижу точно что это огромные вложения финансовые чтобы вот эту дорогу просто по карте посмотрите пекин санкт-петербург соединить и это все с нуля они не используют там какие-то уже существующие дороги то есть то есть все строится отдельно лес рубится целиком мосты и туннели вот клуб это уму непостижимо вот об этом речь передаю слово всем доброго здравия что я хотела сказать вот ростове-на-дону живу да и у нас тоже у нас чинят все мосты они делают сильно прямо капитально они делают эту трассу м4 я уже не знаю лет десять они и делают делают все переделывают никак не сделают для чего-то делают они какие-то развязки вот из ростова когда выезжаете по ворошилов скому мосту они в батайск сторону батайска делают какие-то круги и повороты она вообще лишнее она не нужно было никогда потому что ездили одна дорога была и было прекрасно зачем они делают они еще и расширяют эти дороги вот правда если они хотят извести человечество да ведь будет там ну на 1 3 населения не будет для кого они делают они что ждут каких-то великанов что они будут на огромных машинах ездить или они что хотят чтобы сюда из пекина приехал весь китай быстро чтобы было по четыре по пять полос я не знаю по шесть вместо двух что это такое не вообще выдумали но вот то что дороги делают уже много лет вот это вот я заметила это что-то странное не может же быть такого что для нас вот любимых людей они делают нам все это вот мосты а тут же нас хотят уничтожить в общем что-то странное что-то не сходится что есть пока не могу никак понять тоже передаю слово отвечу шоцабуды значит смотрите самый верх я не осилю я не скажу почему но скажу для чего эти дороги лет 200 плюс минус 250 лет назад построили великий шелковый путь который соединял современный лондон и нью-йорк для нас это известно как великая китайская стена хотя она проходила полностью эта стена и потом разрушали на определенном рубеже из лондона нашла да там часть уцелела в индии во вьетнаме и сейчас уничтожают часть скорее всего сохранена в ираке иране но мы с вами этого не увидим мы только можем найти на ютубе свежие ролики канал за люди как города ирана по-моему рано или раком для нас шо иран швы рак да сейчас стирают в труху если вы помните дрезден свое время вот этой античной архитектурой сравнялись с землей сейчас на ютубе есть ролики которых показано как города ирана там вот эти мечети минореты вот эти все вот эти тоже античные здания с куполами гигантские площади город стирают в труху вот поэтому для переделки мира у них оккупантов верховный ну относительно верховных прослойка есть свой пультик и дорога это как бы для жителей наших регионов сообщается что она будет от пекина до нью-йорка но это в одну сторону а в другую будет а хорошо я говорился да от пекина до санкт-петербурга с другой стороны будет от пекина до нью-йорка это будет такой же аналогичный шелковый путь чтобы снабжать ресурсами не знаю провиантом на той и другой стороне вы знаете они видно будут строить новый порядок и чтобы все-таки они опасаются людей чтобы не произошел перехват власти они будут определенные производственные мощности располагать в одном регионе а ресурсы в другом для этих мощностей хотя они могли бы рядом их расположить это по аналогу советского союза пока советский союз жил то там допустим на урале добывали и плавили примеру на украине собирали точнее стукали делали детали а в беларусь и к примеру уже собирали это короткую схему этот грузовоз грузовик беларусь да то есть много было у нас а белос да то есть поняли пока советский союз жил 20-30 комбинатов работали на один какой-нибудь изделие которое выходило в конце а когда это все отсоединилось то и изделие перестала выходить на выходе поэтому эта дорога это аналог будет китайской стены почему может быть докопаюсь но для чего я уже в принципе объяснил она будет связывать санкт-петербург и нью-йорк но это штука сатарчане понимают о чем речь а представляете простому прохожему это санкт-петербург и нью-йорк соединить они не поймут пускай для них будет пекин чтобы не волноваться не волновались волноваться не надо нью-йорк и пекин смотрите как я оговариваюсь я хочу сказать санкт-петербург а все равно это истина прорывается на будут скорее всего только крупные города жить как я сегодня в эфире говорил или вчера или сегодня уже не помню крупные города ставят мелкие населенные пункты скорее всего особо будут не нужны пока все передаю словом да вот для вы его еще такая информация то что вот в ростове строится я тоже это все знаю и просто это ну на самом деле у нас в россии несколько компаний буквально способны которые такие масштабные объекты строить и вот то что через волгу мост строит и в ростове вот это строительство развязок это одна и та же фирма строит она раньше называлась мостотрест сейчас называются дороги и мосты и в ростове тоже на строительстве объектов этих я тоже был то есть там глобальный глобальная задумка то в чем построить объездную дорогу вокруг ростова то есть трасса м4 дон вот она она в город не будет заходить где-то не доезжая оксая там будет развязка и дорога вот если как бы мы смотрим да мы едем с севера на юг она будет уходить влево и там как-то полями лесами огородами вокруг вот всего от этого населенного пункта огромного и там километров за сто дальше будет уходить то есть масштаб масштаб тоже очень серьезный по поводу вот санкт-петербург пекин трассы я вот на днях как да это все узнал у меня был реально у меня волосы дыло встали то есть если вдуматься вот в это 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 просто вообще от ас полный при том что как китайцы утверждают они уже свою часть проекта этого завершили практически видишь а так получается что вот мы простые обыватели мы узнаем это уже там но когда на стадии завершения потому что вот такую дорогу за спроектировать там построить это это много лет надо то есть она была задумана только лишь там лет двадцать назад может быть 30 там надо было изучить всю всю территорию где сколько мостов где какие дороги какие но все это пройти пешком не знаю пролететь на вертолете то есть это тоже много лет такой таких работ и изыскание это все на бумаге потом выложить ну для строителей на я я вот сейчас вот уже смело могу сказать что полпути пройдено вот повод пол дороги построена санкт-петербург пекин вот реально пол дороги уже построена и то есть осталось там два три четыре года когда она будет окончательно запущена ну это вообще конечно колоссально еще не только на бензин они тратят там и и масло и масло и детали научим это ставка при монтаже там к сожалению оригинальная запись покрашилась но и в двух словах скажу что лейла сообщила за кадром что дорога большая серьезная амортизация сейчас сразу добавлю там наверно нет смысла по финалу добавлять что колеса будут скорее всего из цельной резины и еще кое-что я дальше скажу и вот час илья будет сообщать другие моменты связаны с тем что он вот большие затраты на бензин на поломку точечно ремонт и так далее все это было вставка прям при монтаже слушаем эфир дальше что они делают это для машин для фур вот здесь я кстати немножко могу тебе прояснить вообще ситуацию смотри алики перевозки они очень сильно ограничены в грузоподъемности то есть даже очень большой самолет у него грузоподъемность но на самом деле не очень большая он ну мало какой самолет там допустим сможет перевести экскаватор вот в прямом смысле экскаватор там будет весить там 30 тонн вообще в мире найдется мало самолетов которые смогут перевести мы просто вот по работе тоже сталкиваемся с такими вещами то есть груз весом тонна куда-нибудь вот из санкт-петербурга на дальний восток перевести самолетом это просто золотой груз получается там перевозка бешеная получается что весь самолет будет вести только твой один груз весом одну тонну и тебе нужно по сути дела арендовать самолет заплатить все расходы там по топливу пилот зарплата там в аэропорту за стоянку за уборку там стюардессом это очень дорого все-таки автомобильные перевозки они более экономичные в этом плане там фура может там взять на себя там 40 тонн вообще смело до маршрут большой до долго да там водитель будет как бы ему нужно ехать какое-то время нужно спать для этого фура приспособлена и в итоге автоперевозки они очень выгодны получаются по сравнению с авиаперевозкой но здесь есть другой еще конкурент железнодорожные перевозки железнодорожные перевозки это вообще самые дешевые перевозки то есть там же зараженного гону него грузоподъемность 100 тонн да можно загрузить его там три это бульдозера экскаватора кинуть и он повезет но здесь прикол в другом что все железнодорожные перевозки это у нас монополисты то есть всеми железными дорогами владеет одна компания и они цену лупят просто вообще неадекватные вот я могу наглядный пример из моей практике там трудовой рассказать у нас была задача перевести буровую остановку с острова сахалин в город санкт-петербург то есть мы начали там продумывать как это все сделать ж.д. р.ж.д. компания рж.д. которая владеет всеми нашими железными дорогами выставила ценник я буду говорить в рублях я не знаю там с других государств поймут не поймут то есть на данный момент курса 1 доллар стоит семьдесят там пять рублей примерно то есть ценник был что-то 8 миллионов рублей то есть это чуть чуть больше ста тысяч долларов чтобы перевести поездом установку с острова сахалин ну там они сахалина там на пароме переедут на машине куда-то там какой-то городок до рядом с владивостоком и оттуда уже грубо говоря с дальнего востока через всю страну там 8 миллионов будет за стоить если автомобилем ехать автомобильная перевозка обошлась там 6 миллионов то есть притом при всем что это дольше там и дороже но автомобильная перевозка дешевле стоило то есть вот расклад сил такой пару слов да скажу смотрите тут картина такая вырисовывается безусловно там паровозы вездеходы они скорее всего от них откажутся водитель будет ехать до дальнобойщик спать поломки водителей скорее всего не будет эти дороги будут предназначены скорее всего для электромобилей типа аля тесла слушай да да подожди секунду эти перебью про я просто вот до этого не дошел и просто по той части дороги которые я ездил вот реально там засыпаешь она идеально прямая и ну наличие водителя там ну вообще как бы не требуется и даже сейчас уже есть вот машины с автопилотами вот они они спокойно тебя довезут там по этой дороге то есть у меня тоже смысл такой что все эти грузоперевозки это вот с легковых автомобилей она все перейдет на грузовые автомобили они сами будут просто есть вот так вот передаю слово извини что перевел не как раз отличное дополнение вот и скорее всего будет идти техника таким образом делаться до что максимальный выход из строя будет в плане поломок ну там оговорился минимальный выход из строя 8 минимальный вариант поломок вообще там получается 16 часов был в эфире уже это была ночь я уже засыпал и при этом уже сонный говорил ну это дополню скорее все будут шины и чистой резины вот им нужно а-ля шелковый путь воссоздать опять в очередной раз ну в будущем я думаю если будем собираться эту тему чаще муссировать может отгадаем полные масштабы для чего это они хотят сделать для чего для чего они опять хотят сделать это в очередной раз уважаемые слушатели и зрители отгадаем пишите комменты оказывается что мы все супер исследователи ну а с вами был вячеслав котляров только на моем канале супер эксклюзивная информация но ведь объективно больше нигде в мире не говорят те вещи которые сообщают на моем канале для новичков а не может быть ну один из миллион примеров континента северной америки не существует все города так называемые сэшаки находятся на юго-восточном побережье юго-восточном побережье азии спасибо что слушаете меня слышите меня всем вам доброго и до новых встреч прямом эфире пока не надо трондец какой-то ну стоит что-то начать писать тишина тишина думаю выберу паузу нет прибегают здравствуйте уважаемый слушатель и зритель с вами число котляров харькове около 3 07 08 21 год около трех дня немножко не в тему мы конечно вернемся и закупанным заводом и городам и пароходом сейчас просто параллельно виду тему и вам задам вопрос который задаю на площадке копировым в эфире на каком языке пушкин писал вот на каком языке писал аз пушкин а то же не все так просто но так как я решил свой основной канал бомбить роликами почти каждый день даже если 2000 человек посмотрят этот ролик уже хорошо потому что видите на 100 тысячном канале youtube разрешает только 2000 просмотров бог с ним я эти закладки делаю по определенным причинам чтобы потом развивать темы возвращаться к ним а сейчас речь пойдет о морском шельфе нужно чтобы человеке эти мысли обязательно узнали и понимали что такое на самом деле морской шельф ну давайте послушаем что я там говорю небольшом фрагменте быть добро так ну давайте несколько зайцев поймаем вот тут тема обсуждается на канале швето дни по про морской шельф ну не только вообще это избитая тема я давно хотел прокомментировать понимаете вот великий могучий советский язык он настолько неточный что как законно дышло куда повернешь туда и вышло так вот шельф почему-то ассоциирует всегда с глубиной вот как вот здесь допустим показано часть между не знаю как правильно завернуть ну тут кокос ну да это берег до береговой линии часть началом океаном то что находится посередине это шельф но это с точки зрения геологов до граница шельфа является берег моря или океана да так называемая бровка переход материнскому склону так материковая отмель но отмель это и риф и уступ то есть я подвожу к тому что не обязательно там должна быть вода то есть может быть участок земли где нет воды и он тоже можно называть шельфом уступ риф мель отмель окраина материка то что я говорил миллион раз украина окраина то есть мы все же на украине с точки зрения заведомо ложных знаний конечно вы будете все время искать и этот край моря и не найдете а вот с точки зрения того места где мы живем оккупанты то пишут не для нас законы в первую очередь для себя и с точки зрения своей жилищной юриспруденции они абсолютно правы то есть севера на юг до 4 миллиарда миль сухопутных ну давайте проще скажем 100 тысяч я джин хотя наверно не для всех это будет проще вот на вот этом участке да обратите внимание вот для вот этих масштабов это и есть наш шельф отмель окраина до украина глобус украины имеется ввиду не шар по учитал людей это глобус постоянно шаром ассоциируется глобус это слово глобально вот глобально да мы живем на морском шельфе а он одновременно и отмель может быть и риф и уступ то есть все официальные страны живут грубо говоря на шельфе ну с точки зрения конечно шуточных приколов шу наше место выглядит вот так конечно вы будете долго годами специалисты притягивать за уши словосочетание советской мовы а вот если взять правильную географию тогда все нормально выходит мы вот живем на морском шельфе на морском берегу если бы мы его джили с вами вот допустим видите мы вот здесь живем давайте увеличим чтобы было понятно вот их не правило правильно работает мы живем на отмели а если бы мы жили вот здесь тогда это уже была бы какая-нибудь по их ним законам центральная часть средней земли а мы живем у края до украина на берегу отмели риф уступ но это работает только эти слова в правильной географии и не думайте что оккупанты которые придумали законы они сумасшедшие они знают что они пишут и прекрасно понимают что они пишут вообще исходя из разных соображений я каждый день сейчас стараюсь выкладывать ролики сложился сам лично для себя основной посыл что много моих мыслей так остаются у меня в голове поэтому пускай она будет с точки зрения каких-то там вопросов картинки некачественно но с точки информации пускай она будет понятно и доходчиво а с вами был вячеслав катаров спасибо что слушаете слышите меня всего вам доброго и до новых встреч прямом эфире пока пока не ну серьезно это уже уровень и вообще не знаю так практически ни один блогер не работает ролики в эфирах пилю подсказывают тем кто впервые или не понимают что происходит сейчас идет эфир как правило основное множество блогеров пишут ролик потом монтируют и заливают выкладывают а это уже извините гипер уровень может конечно где-то и пишут эфиры по два-три часа там что-то сообщают неизвестно но вложиться в 15-20 минут без как говорится без купюр не так-то просто так что у нас для начала с вами как всегда ли как обычно вячеслав катаров здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами вячеслав катаров харькове пол 3 06 08 харькове харькове вот любят сша отмечать праздники связанные с харьковом сша отметили традиции чего 30-летие обратимство харькова ну харьков принципе но любой город с кем-то побратим харьков я там знаю польский город познань побратим тайну побратимов городов я еще не раскрыл может быть раскроем так заявленные темы генри форд подписал ссср договор да да было такое дело решили американцы и не только поить кормить одевать и обувать но еще и техникой снабжать и тоже вообще это конечно перевести завода вначале они его спроектировали возвели в завод в америке вы вдумайтесь а затем его частями перевезли я в шоке я в шоке я просто в нокауте там около сотни кораблей а чего около сотни взяли бы один корабль и его 200 лет туда и сюда и туда и сюда и гоняли да так как это так как это эфир ё-моё я шоу превьюшку не это не сменил стыда ба у меня должна была быть там с генри фордом вот вам и первая накладка хотя это нужно было быстренько сделать по ходу пьесы так ну давайте я буду пока тут пытаться настроить настройки в принципе после вчерашнего сообщения под роликом под роликом можно было бы сворачивать цикл лекций как как сша строила тут все и вся так секундочку внимание на экран вот и юрий рахимкулов по сути поставил для нас жирную точку вопросах исследований эти темы как американцы строили заводы до юрий прав основное множество заводов просто откапывали что юрий пишет юзовку англичане откапывали и американцы скорее всего тоже восстанавливали ну тоже откапывали так теперь то мой вопрос нашел ответ помните я задавал вопрос за чего как для чего из-за бугра вот уже накладочки для чего из-за бугра приглашать левых специалистов когда можно было своих взять и своих нельзя было брать растрендят слух перепущать пустят 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 что откупали а там же в процессе откапыванием мы с вами должны понимать что там не только стены заводские были да там же еще процессе откапывания могли удивительные артефактики быть станки необычные высокотехнологичные да так с какой же темы начать там ну первое конечно идет хейт что автор продался переобулся там за америку топит ну начнем там с того что если бы действительно это был бы заказ бы то у ролика который я выпустил про америку для 100000 канала было не 3000 просмотров а минимум 300 тысяч просмотров это как минимум а то по хорошим делам и полмиллиона если бы это был заказ наоборот я нащупал такую нишу которую нельзя чтобы распространяли дальше к особо страдальческим страдальцам извините добрый светлый человек не нужно обратиться если вам что-то не нравится с америкой отказывайтесь от всего что америка производит полностью там программное обеспечение всевозможные гаджеты пользования гуглом ютубом вам же не нравится америка да не нравится тогда от всего отказывайтесь а то они мне пишут типа все автор ты типа это то пишу америка кормит и поет так и сейчас она тоже делает да грубо говоря ну вообще конечно если объективно делаем немножко обстоит не так и давайте я тезисно скажу чтобы было понятно понятно что нету никакой не америки не американцев если есть америка американца покажите их мы сделаем ролик там двадцать первом веке есть просто огромная территория под названием планета земля чем планета это углы почему-то у людей шар возникает овощи планета это план да то есть лист на столе лежит ровно она принадлежит одному хозяину хозяина создал огромное количество бараков и между бараками перекидывают людей средства и ресурсы и так далее поэтому понятно что в общепринятом плане нет никакой америке это грубо говоря начале жителей постсоветского пространства туда перевезли в официально американские города до дали им другую речь и сказали все вы типа американцы кстати еще такой вопрос может кто-то сможет на него ответить надо наверно карту показать просто мне тоже там пишут все и всякие моем понимании непристойности уточни и не совсем не а вот смотрите есть официально такая карта но парадокс этой карты заключается в том что это на карте только территория россия такая волоченька так она не больше казахстана ну если вы хотите меня провернуть предоставьте видео факт что в объектив попадет вот такая территория вот и здесь огромное количество на территории официальной россии городов я задаю хочу задать всем вопрос откуда и когда как жители появились в этих городах ну только-только здравомыслящие чеки там не в гнездах и вылупились из яиц не не там не знаю с луны и свалились а именно вот они что скажем так появились в этих городах но внешне из воздуха материализовались то есть жители вот в с америки мы узнали с америкой да в америке люди появились вот с этой территории ну вот я так ввожу их туда перевезли и заселили она скажем так было земля была печально прекрасно и пуста у их там такой как ладно не хочется уходить комментарии женщина оставила я вообще даже не представляю вот и если бы я определенной категории людей рассказывал бы анекдоты ультра высокого до полета там юмора вообще не понимают а если я еще знать и жесткий юмор ну вот примеру анекдот лежала вилка на столе упал и давай валяться до или двум булавкам захотелось приколоться одна булавка прикололась и зависла а другая прикололась и обломалась людям вообще на на такие анекдоты вообще это но никак не доходят ну давайте генриком шменриком вернемся к америкам ну с генри принципе тут особо рассусоливать я считаю нечего ну говорит ну так и так отец конвейера отец конвейера да сейчас отец конвейера нашли просто инженера точнее хорошего директора и сказали вот тебе схемы вот делай конвейер да сейчас он додумался до этого ну вот договор технической помощи для советского союза не могли не могли американцы спать ночами и днем и ночью плакали думали как же техника это советскому союзу помочь так считал российский рынок самым перспективным но конечно же с генри это так уже в самый финал когда уже собирался заходить в эфир обратил внимание на эту тему особо не хотел бы на ней танцевать ну встроили машины и строили молодцы помогали советскому союзу как-то как-то не знаю получается шоу как свинок начали кормят да а потом их это стригут может из-за этого американцы как у бегу делать не больше с заводами понравилось а что вот это выжимка говорит сталинградский тракторный завод волгограде инженери практиковали в америке а потом пароходами сотнями кораблей вывозили а это значит что планетарно у нас мы с вами знаем была единая цивилизация если допустим люди хрущевки 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 найдут в одном городе в другом они как бы поймут что это был тип определенной цивилизации следовательно на территории официальных американских городов есть заводы которые копия копия по одному проекту кирпичик до кирпичика шелынчика на челыночки такие же как на постсоветском пространстве то есть эти вообще заводы получается правильно юрий нам всем подсказал это же уровень сотовцев вот подсказал что откапывали вот я вам скажу что вы вообще все друзья супер герои и юрий и вообще все слушатели вот нашей славной площадке да вы на уровень и выше в знаниях и познаниях и раз в логике в разбирании огромного множества вещателей в мире в мире вот его слушаете понимаете что он пругу несет и вы слушаете он понимая вы понимаете что он не разбирается вопросах вы из от человеке представители человеческого рода вы каждый из вас уже ну скажем так спец может и не все умеют говорить я тоже не умею говорить мне постоянно пишут и не умеешь говорить вкусноязычный да действительно я не умею говорить но вот этот кто мне пишет что вкусноязычный не сможет зайти вот так вот в эфир на 15-20 минут по теме пробежаться без без причмокивания да и так далее без пауз без допинга я иду без допинга вот у меня только классный синий виноград это овальный обожаю вот этот синий не круглый овальный огромный виноград вот ну что чтобы было легче в записи слушать будем закругляться я же помните говорил что буду выпускать небольшие по 10-15 минут докладики до кладушки наверное все что я хотел сказал ну что мы выяснили а выяснили абсурдность вот этих всех перевозок вот пишут что и магнитка символика индустриализации тоже так металлургический комбинат точная копия американского сталинского завода так и блин меня отвлекают ну почему почему не стоит зайти в эфир просто я слышу там у нас есть это маяки там типа звонки в дверь или что-то просто долбится и долбится сейчас часто спорят о том требуется ли российской экономии участие иностранцев а вот в конце двадцатых начале тридцатых годов в ссср об этом не спорили просто нанимали их строить социализм представляете друзья две тысячи западных фирм 20 тысяч иностранных инженеров и рабочих работала 20000 до привлекали не потому что были шибко грамотные хотя может и поэтому тоже как бы грамотных то всех после первой мировой революции так называемой гражданской войны ну все это было искусственно создана то есть наняли специальных наемников из определенных степей которые принято там называть чина или что-то в этом духе вот и они там быстренько зачистили с 1905 по 1022 потом мало не до зачистили начали 41 но уже по другим там причинам и с другими планами но сейчас мы не будем этого углубляться ну к чему к чему подошли что я сейчас вам предоставляю именно фактаж и в чем вот проблематичность и сложность подобной информации что если допустим в случае с луной да я выпустил ролик и youtube разрешил 43 тысячи просмотров набрать да что вот земля на это на самом деле меньше луны в 13 раз вон маленький глобус и земля крутится грубо говоря вокруг луны проверить невозможно да а то что я сейчас вот в этом ролике получается вам предлагаю так это все в открытом доступе выложены архивы а или вы наверное думаете что вот это официоз да нам скажем так по басенки вкидывает да шо у нас тут сталинградский завод стал первым тракторным заводом советской россии теперь я понял почему три города делали в официальную вторую мировую войну много ошибка оружия точнее были использованы под создание орудий харьковский завод тракторный да и танковый и есть еще ну короче там электротяжмаш ну короче много в харькове заводов связано с тяжелой техники там харьковчанку сделали первый в мире арктический вездехода в харькове вот и в дна в санкт-петербурге на она был танковый завод или тракторный ролик мы начинали сколус баса вчера я просто хотел какой-то факт фактаж до американцы и индустриально индустриализация ссср так тот хлопчик который в метро сейчас будет слушать этот ролик или слушать не надо в метро слушайте сидеть это тебе не это фастфуд он сиди сидел перемотал в предыдущий ролик ничего не понял понятно что ничего не поймешь вот поэтому как известно нам что есть хорошие у меня есть ролик на тему следы гигантской саранчи чем интересен ролик там на каких-то каналах начали появляться тема что луна это там зеркалит нашу землю а я как бы в этом ролике разобрал ну скажем так объяснил людям что сам то то про это я еще сто лет назад рассказывала показывал в ролике собственно я в этом ролике и демонстрирую да вот эту тему что начинал я там объяснять и в девятнадцатом году показал в ролике что луна зеркалит землю потом следующий ролик выпустил двадцатом году что не так с луной вот вот ролик 13 марта 20 года потом 21 первым выпускаю ролик где показывают что у нас это очертание континентов земли вот запрещенная география и не вот день назад выпускать там сон до разума выпустил ролик ну и и и шо у меня постоянная аудитория это уже как говорится в зубах поковырялась и выплюнула еще сто лет назад если для вас это сегодня сенсация то люди уже как говорится и человеке давно это изучили шоу как паралитики вам показали какую-то ахинею ничего не вещи общество общего здесь действительно и вы начинаете сдергаться вам порекламировать канал сон разума пожалуйста идите идите все на канал сон разума идите потом только пеняйте на себя и не жалуйтесь что блин что-то ушко начала гнить и носик отваливаться захотели рекламу сон разума пожалуйста вы никогда не увидите автора никогда потому что его нету это качественная программа понимаете вы никогда не увидите это группа людей которые пишут для робота всякие побосенки чтобы воровать ваше время можете смотреть так ну видите не хотел я обратить внимание на тот комментарий ну значит больше будет комментарии под роликов кстати очень вас прошу друзья но неужели трудно написать спасибо но черканите ну соотношение комментариев 3000 просмотров 20 комментариев но это несерьезно так ну что в завершение оптимистические оптимизмы да говорят заводы перевозили из америки в россию там собирали да это вам не статуя свободы до завод вы вообще вот кто эти статьи писал вы видели когда нибудь завод как он выглядит я работал на нескольких заводах там и плиточный и тракторный завод и стран танкостроительные косвенно на на подшипниковом заводе сейчас я уже все заводы не 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 упомню вы не понимаете что такое перевести завод даже из одного города в другой а вы блин кораблями через океан или вот как на мульку рассказывали про вторую мировую войну то просто наверно были в сибири заводы друзья спасибо игорь гражданин спасибо всем друзья что тратите своем время на изучение моих мыслей я вас не подводил не подведу дальше будет еще интереснее а с вами был вячеслав котляров спасибо что слушаете меня слышите меня всего вам доброго и до новых встреч прямом эфире пока пока опять оповещение как не пришло о значит все таки пришло недолго мудрство и лукаво принимаю волевое решение и по столице нашего мира городу харькову которым сейчас 11 часов 46 минут 05 08 запускаю эфир в эфире эту тему я еще хотел обозначить больше года назад сегодня нашел даже ту папку ся на компьютере где собирал визуалки вот важно это эфир смотрите здесь в эфире не может быть никаких классических оборотов то есть здесь могут быть все что угодно первое самое основное что я даже не знаю что я сейчас вам скажу то есть полный экспромт теоретически наверно там вроде инструменты добавились можно ножницами по чикать ну неколи ножницами чикать эфиры вырезать при смокывание при щелкивание вот это я специально сделал только что чмяканье обяканье надо вещать чисто технически сейчас попробуем восстановить чат и при этом умудряться еще восстанавливать чат не молчат хотим у нас сегодня будет очень важное полезное необходимое так как я в крайнем ролике связаны с америкой задал вопрос топить дальше про америку или перейти к новым темам мнения разошлись все-таки в большинстве изъявляли желание все-таки про америку топить меньшинство новые темы я решил всем постараться уходить то есть и про америку будем говорить и относительно новая тема которую я вообще планирую развивать дальнейшем все больше и больше вообще у меня изначально была мысль зайти на пять минут на youtube сказать вот смотрите у нас это есть кузбасс и есть американцы это кстати превьюшка еще я год назад и создавал это в свое время так планировалось превью на скажем так заглавной страничке да ну сегодня сделал точнее вчера вот такую превьюшку и вот определенную информацию пособирал значит основной посыл будет заключаться в том что американцы упорно создавали советский союз строили все всех одевали обували кормили поили если в случае с кузбассом американская колония его возводила да но 100 случае с юзовкой последние британцы юзовки исчезнут же английская колония юзовки вот англичане строили но я на юзовке сейчас не буду останавливаться благо есть на ю тубе шикарные ролики на эту тему я уже не помню как этот канал называется он там пару пару роликов выпустил да и и все и не выпускает вот но мы немножко потомщимся на юзовки ой оговорки данный таши фир здесь здесь вообще много чего можно в эфире на самом деле но не всем доходит что такое эфир да это то что вот сейчас идет живем потом останется в записи и уже в принципе ничего нельзя делать сделать потом относительно я буду такие небольшие вкрапления в делать но ролики по возможности чтобы в конце по итогу через какое-то время собрать полностью информацию показать что американцы полностью отстроили советский союз то есть сейчас я сразу навалюсь собирать информацию по каждому заводу городу это очень долго поэтому я буду выпускать цикл роликов какая америка создавала советский союз а потом можно будет всех склеить и тогда получится там шикарная информация да и как она будет называться пример примеру завода ссср который построили американцы но американцы на самом деле все построили а там где не могли американцы строить строили англичане и иногда немцы да ну и вот так и я грубо говоря мягко выражаясь не решился на основной канал залить информацию точнее был даже ролик доклад на тему как сша с 1891 года по 1991 кормила советских граждан на вот и но посчитал что ладно будем начали заводами готовить чтобы у зрителей выяснилось что они американцы говорится создали все для местных граждан постсоветского пространства чтобы они в конце концов жили и дожили до наших дней то есть это фактически мама и папа или или воспитатели воспитатели детдома то есть маленькие детки по не бы ну классически маленькие детки сами себе конечно на пропитание бы не добыли бы да и не одели бы себя не обули а так пришли добрые дяди и одели обули вот сейчас постсоветское пространство выращено благодаря добрым дядям вот американцам и вот и живет а если бы не было добрых дядей которые постоянно даже вот с хормежкой но если бы не кормили тупо людей бы здесь не было на постсоветском пространстве верно у с голоду просто умерли все и было бы поле русское поле светит луна то ли падает снег да ну полностью поле все не былинки не травинки друзья всех приветствую чате не буду сейчас отвлекаться с каждым персонально здороваться как в том анекдоте про ежика или бабу 40 разбойников был нужен все-таки конструктив небольшое вкрапление нужно было отдельным роликом делать ну давайте быстро отвечу на вопрос девчина задавала вопрос почему в это грызли не живут в сибири но вообще я могу предложить очень много версий но предложу наверное две версии дело в том что моем понимании грызли и бурый медведь это один и тот же медведь просто в случае с грызли это медведь переросток это аналог как мы берем с вами индийского тигра и амурского тигра это один и тот же тигр но амурский тигр в три раза крупнее потому что на него там приходится радиус 15 километров пищи а для индийского тигра приходится пару километров и с канадским грызли ситуация тождественна то есть он достигает таких крупных размеров потому что на одного грызли большие угодья вот поэтому поэтому в эфире до небольшие могут быть накладки там тишина провисания но я буду тщательно стараться их устранять если конечно получится вот и моем видении даже если мы допустим что какие-то мистические грызли есть то не все внимательно все-таки понимают где находится канада и критикуют что раньше была подача одна сейчас другая главное чтобы она не вернулась той которая была потому что я исследую и иду дальше и многие знают что я сам несколько лет искал местоположение канады и вообще для тех кто не слышит не понимает что происходит вы по 20 раз переслушайте ролик потому что старые слушатели зрители видят в комментариях вопросы которые есть в роликах и если вы их не слышите ответы переслушайте не надо на ходу вообще мои ролики слушать это не фастфуд это не другие каналы где вы проживали информацию проглотили и она у вас не усвоилась мои ролики нужно даже только из-за одного моего голоса слушать так сказать в оздоровительных целях даже если вы ничего не понимаете просто включайте и прикладывайте свое мобильное устройство не знаю там клубику чтобы прыщиков не было и так далее из исцелимы как там банки заговорим да так вот даже если были мистические грызли они находятся в канаде и чтобы дойти до сибирской сибирской сибири им надо проделать очень большой путь а их не пропустят там незабываем огромное количество всевозможных заборов я все-таки может тут надо было сейчас хотел рисануться в следующий раз рисанусь вы знаете есть легендарный блогер украинский блогер алекс брежнев украинский тс ht подказ специально так вот он когда-то вы выложил вы клал ролик а потом испугался собственной работы его убрал хотя если мне как бы немножко не полетнится прям в онлайне найти этот ролик по моему в контакт когда-то заливал чтобы спасти в чем примечательность роликах который сделал александр он по профессии до дальнобойщик и у него как говорится вся америка на ладони он курсирует везде и вся да вот и естественно может отснять для нас очень много важных и интересных видео материалов это я так выдержу паузу чтобы все-таки найти этот ролик алекса брежнева где он показывает многочисленные а вот 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 кстати не знаю в контакте вам будут доступны мои ролики там очень хитро сделано не все могут в контакте а это только реклама всего лишь вот где алекс брежнев америк есть вообще полномасштабный ролик америка типа вся в заборах да вот алекс брежнев все его узнали и в оригинальном ролике который он удалил почему в сша везде забор с колючей проволокой он сообщает что вся сша к заборах ну да там придумали тему что типа чтобы лоси на дорогу не выбегали там частная собственность но мы же не не глупые да мы что понимаем для чего забор это забор это сделано счет то я не могу вот этот ролик теперь найти а вот он не знаю саня ты же не будешь страйки дать блин но мы от юзовки от кузбасса в их уходим выходим ну короче устно это я пересказал что здесь происходит а письменно иншим раз так ну что еще добавить я не буду на нотационно назойливо перечитывать вам все статьи может когда-нибудь и перечитаем могут могут помогут добрые светлые человеки я хочу просто донести общий посыл да что там какой-то не существующий по факту ленин в том плане как прототип был только ему приписывают те вещи которые никогда не делал писал письмо рабочим да и вот он написал писал американским рабочим люди добрые помогите я вообще как бы не любитель вопросы задавать но у меня огромное количество вопросов возникает а для чего нужно было привлекать и из сша на территорию советской россии и не только советской россии как выясняется российской империи постоянно огромное количество разных иностранцев мексиканцев и и и так далее да это я так пошутил специально увидел для себя скажем так такие моменты которые связаны которые связаны видите небольшие накладки в эфире знаете как думала все в один квартире это спокойно запишу никто не будет текать нет не дают не дают быть одному квартире спокойно записывать и так далее так и видите мысль сбита то есть там это целая была помпа там в этих в газетах нью-йорка писали что на комбо на кузбасс едут супергерои помогать людям людям строить и строить фабрики заводы и пароходы указано что 600 тысяч рублей золотом предоставь советское правительство выделила колонии 600 тысяч рублей золота ну знаете от американцы предприятия дарят мы будем тут огурцы сеять и капусту между прочим и не шучу капусты 25 тысяч единиц было поселенцами засеянам дальше он же на паузу поставите все прочитайте зачем мне все читать это да ну нудно ну нудно я сейчас как бы по факту а дрыбнете уже уже потим вот 600 тысяч рублей золотом большая часть эти деньги пошли на закупку оборудования а оборудование вот и получается кстати по одним данным из сша из кемерово 50 60 дней шли оборудование или люди шли я уже не помню кто там шел а по другим вот здесь указано и где что-то было указано кеновина кузбасс багажа ну там что-то короче две-три недели я помню тут где-то было написано видите помимо личного бога шашек завод это ну на ну ладно вы наверно в кадре так восемнадцатом году наверно кадре увидите ткните ткните мне пожалуйста где написано наследие колонистов а может на другом скриншоте ну ладно не принципиально важно я вообще думаю что перевозить колонистов из америки самолетами это проходами напрасная трата времени и денег а вдруг у самолет упадет или корабль тут лучше посоху да вот причем смотрите еще огромное количество продуктов колонистом везли да там чтобы засеять 15 как как окров картофеля до сена 50 тысяч пудов но это же так понимаю это все привозили с америки но там такая была грусть тоска на сердце камень там получалось следующее что вы в эти годы в америке на началась эта великая депрессия кушать было нечего новый год наступил кушать стало нечего ты меня пригласил и сказал до вечера до вечера доверчиво то есть там и скажем так голодными сделали причем мы же должны понимать друзья что это все искусственно все что происходит катаклизмы инфляции и стагнации стагнация значит на древнее алиутском языке не знаю вот все это происходит искусственно и естественно великую депрессию сделали искусственно вот и людям нужно было нужно было как-то выживать ну тут я пооставлял закладки сейчас узнать вот что значит выбить человека на две минуты из колеи то есть видят знают что я веду в эфир и надо обязательно сказать там круто не помидоры узнать этот легендарный ролик зачем ну зачем я же не сам собой разговаривание но смотрите как и со стороны сидит человек и сам собой разговаривает этому пусть причем же знают что я даже могу просто на микрофон писать и не в эфире вот ну давайте чтобы легче заходило мы вложимся вкладемся в 20 минут информации на миллионы часов это учитывая что я должен рассказать как вообще весь советский союз американцы построили начали одели на були накормили вырастили всех советских граждан американцы да и благодаря американцам советские граждане есть если бы американцев не было то их помощи не было то бы и не было советских граждан никак никак и почему да не задействовали собственных граждан а приглашали из-за бугра не из-за океана из-за бугра это помощник эта ситуация интересная а и вот кстати огромная шикарная до тема я так понимаю это 17 миллионов человек осталось без работы в начало великой депрессии а где работает ну конечно в советской россии а там что людей нету люди есть но они это не хотят есть наверно едьте вы работаете до американцы и индустриальная индустриализация ссср в последующих роликах если вам это будет интересно и если мне самому будет продал интересно если эту тему не отпущу то мы выясним огромный фактаж информации знаний данных что американцы отстроили советский союз вот ну собственно наверно пока все до носим разрешите откланяться с вами как всегда или как обычно был вячеслав котляров вкрапить про медведей работаю как выглядит рабочий стол исследователя вот сегодня исследую вот сразу параллельно несколько и следствий веду ведь и даже хотела продемонстрировать что и с медведями и с ягуаром и леопардом ситуация тождественна но быстро не смог найти скриншот ладно давайте по новой дубль номер два ну а с вами как всегда ли как обычно вы был вячеслав котляров огромное спасибо что слушаете меня слышите меня всего вам доброго и до новых встреч прямом эфире пока пока уже все ради и я трошки здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами вячеслав котляров ухты смотрите внизу справа в харькове ровно 1700 03 08 ох 21 год ну что продолжаем разбираться где мы живем и кто с нами рядом но без предисловий невозможно как же что за один раз объясните почему очкам что к чему и сейчас у меня да на ю тубе выходят в основном прямые эфиры кстати надо чат быстренько починить точнее но на ю тубе на основном канале просто есть категория зрителей которые недоумевают по их нему мнению вячеслав котляров ничего не говорит да кефир и вообще-то принципе рассчитан совсем на другой формат то есть как происходит вообще у меня создание роликов полноценных где куча информации нет воды собирается определенное время скажем так визуализация вот примеру сейчас вот с америкой работают собирается в голове пишется сценарий ухты смотрите какой шкриншот великолепный когда-то создал ему вернемся вот и потом озвучивается лишнее эко не бэканье чмяканье бяканье вырезается и получается как бы плюс-минус добротный ролик да есть другой формат у меня то есть многие из вас знают что на ю тубе есть еще один мой канал эфирный но сейчас там эфира нету так как я сейчас с вами до в котором я могу два три четыре часа рассказывать какие-то интересные вещи а потом из четырех часов сделать выжимку что от вас прячут сейчас эфир идет до выжимку и получается полноценный ролик поэтому кто сталкивается с таким форматом впервые точнее не так кого не устраивает эфирный формат можете не смотреть я всегда говорю здесь будет молчание то есть чем отличается классический ролик от эфирного вот эфирный видите прямой эфир закончился а если мы смотрим на залитый ролик вот пример вот такой да то дата ага но это премьера было ну вот можно сказать это залитый ролик дата премьеры правильно что мы еще заливали я любитель премьеры проводить ну короче дата опубликации или премьера вот как выясняется оповещение вам не приходит youtube и играется в игрушки ну я тоже хочу поиграться вот видите выхожу в эфир общаюсь а вдруг кому-то одному двум трем пяти зайдет информация знание данные вот видите человек ждал вот ради одного человека хотят каких человек на самом деле больше десятки тысяч почему бы не выходить в эфир просто вот я выпустил крайний ролик и немножко от крайнего ролика относительно опешил то есть это же получается у меня добавились новые слушатели зрителей и если вы обратили внимание они мне завалили теми вопросами которыми меня заваливали пять лет назад это впервые озвучил что континента северная америка не существует и он нарисовали и он нам нарисовали а города территориально находятся на юго-восточном побережье азии да когда-то вот такой скриншот я делал что подчеркивал видите от сша изображено как выми оригинальный как бы рисунок да и я этого выми прилепил в подбрюще азии вот и вообще скажем так много вот вопросов есть на эту тему наверно самый лучший вариант это найти ролик самая большая тайна америки там вот как раз собрано все как самолеты летают как часовые пояса как солнце ходит тут в этом ролике все в деталях рассказано и показано да вот поэтому это будет тридцатиминутное может 45 минут на общение я не знаю как пойдет дальше мне кстати даже я смотрю на телефон оповещение не пришло впервые на мой собственный телефон не пришло оповещение да так наш проект а иду или я в эфир мне кстати даже интересно стало то подозрительная тишина а мы люди разве не захватчики всего хорошая тема но я попробую ответить на этот вопрос давайте его скопируем мне подсказали что дмитрий не про концерты спара спрашивала про континенты как можно попасть на другие континенты но знаете вы мы с вами на собственной территории не всегда можем попасть куда захотим а есть те кто изъявляет желание попасть на вот эти континенты которые находятся рядом асгарт и агарта да но это очень коротко вообще вот давайте посмотрим крайне у нас ролик и был крайний вопрос сейчас может добавился о пользователь google под ником пользователь google спрашивает а что у нас с южной америкой ну уже давно все рассказано и показано так вот я выпускал двадцатом году ролик южной америки не существует ну вначале я делаю как бы название для захвата внимания да а потом объясняю о чем идет речь вот и в этом ролике очень интересная вещь кстати я тогда не объяснял наверное в голосе что или объяснял ну давайте еще раз объясню в голосе что на старых картах на некоторых восток австралии не был отображен и не был отображен запад южной америки и я в ролике сообщаю что вот вам австралия вот южная америка и она отделена между собой кальдерьерами поэтому в австралии заборы и просто визуально да демонстрирую ничего не говоря как обстоит дело то есть то есть допустим есть старая карта внизу она неволоченько вот на ней я показываю что не знаю как как увеличить надо было старую карту найти но может продемонстрирую видите вот здесь как мне видится австралия на старых картах верху официально северная америка внизу австралия и южная америка цельный материк ну тут кстати чтобы не нужно а вот видите вот официально у нас право азия и африка слева мы видим северную америка а внизу такой симбиоз между южной америкой и австралии это я отвечаю на вопрос что у нас с южной америкой подозрительная тишина подозрительная тишина надо было писать на компьютер на всякий случай ну ладно вот и что у нас тут в ролике а я музыкой музыку включаю то есть я ставлю карту вот одну вторую и запускаю как бы фонограмму южной америки не существует ее нам нарисовали не существует а это и не 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так на глаз, поэтому с Южной Америкой все предельно ясно и понятно Вот еще демонстрация, то есть на западе у Америки и южной есть горная гряда и на востоке Австралии И это один ценный континент Вот я демонстрирую, вот горный хребет и вот большой водораздельный, они его так и назвали Но в случае с Америки, с Австралией, со стороны Австралии это хребет, обалдеть А у нас еще эфир называется за бугром, но мы сейчас к этому вернемся И хребет есть у Южной Америки И на одном скриншоте в этом ролике я демонстрирую, что ситуация тождественна из Азии и Северной Америки То есть за бугром, да, то есть вот я показываю, что вот этот участок земли Бугор Это у нас Азия вверху Хорошо на объемных рельефных картах это показывать, да, когда оно выпукло И ниже уже находится за бугром, за Тибетом Уже США Пересказывать сто раз я не буду, наверное, именно сейчас про самолеты, солнце Вы знаете, за пять лет беспрерывной онлайн-трансляции мне в полном объеме не удалось до всех достучаться А новички все прибывают и прибывают Поэтому просто ищите на ютубе Ролик «Самая большая тайна Америки» Там собрана самая популярная тема, да, точнее самые популярные вопросы Так вот давайте мы Видите, вот я написал на ютубе «Самая большая тайна Америки» Вот, заходим и все И здесь все есть ответы Ну или большинство Вот С этим разобрались Что еще от себя добавить Хорошие, конечно, тут вопросы Их очень много И вот Всегда спрашивали, где еда Самая популярная, где Индия Ну поймите, это все схематически Если вот так, знаете Для новичков сказать, что никакой Индии не существует То это очень долго Объяснять, да Я сейчас не буду на это Тратить время Не, ну если существует, ее покажите У меня всегда такой подход Если Она существует Так Что у нас получается? Я некоторые вопросы сохранил Ну вот Спрашивали, да, это Для чего Америку придумали? Ну вот Дмитрий уже Подсказал И вообще В ролике-то говорил Той Азии Подсказывает Дмитрий Новичкам Что мы живем Не хватало, чтобы покрыть весь глобус Понимаете? Ну было бы не суразиться Одна вода И Десять процентов земли Поэтому Придумали эту Америку С обратной стороны глобуса Ну и глобус тоже придумали Поэтому пришлось на картах Вынести в отдельный континент Северную Америку Просто чтобы Размазать землю Азии По глобусу Ну вот как вот Лиса и журавель Кашу размазали Так И тоже вот кстати Вспомнил ролик Такой Ну Банальный Назвал его Банально За пять минут Убрал плоскоземца И что в этом ролике Примечательное Я тогда взял официальные рейсы Официальные карты Официальные часы И получается Что из официальной Японии Прилететь Чтобы прилететь в Лос-Анджелес Нужно потратить Шестнадцать часов Две минуты А чтобы прилететь в Нью-Йорк Нужно потратить Двенадцать часов Пятьдесят пять минут То есть Вы понимаете Абсурдность Абсурдность Ситуации Причем тут же Еще Надо учитывать Что сам континент Надо пересечь Вот тут я внизу Показываю За восемь часов И В очень в упрощенной форме Да Вот на вот этом Глобусе Мы можем Понять Почему так происходит Ну кто первый Видит этот глобус Да Вот Европа Вот Так называемая Типа Северная и Южная Америка Которая плавно Видите Переходит в Азию Так вот Если мы С вами возьмем Условную точку Полета самолетов Это будет Очень грубо И очень примитивно И Скажем так Из той Японии Которая Допустим Есть Они отправляются В так называемую Северную Америку То Ближнее До чего Они смогут Долететь Быстрее Это естественно До Нью-Йорка Да То есть Если вот таким путем Итеть Лететь И уж только потом И уж только потом Да И уж только потом Если они летят До Лос-Анджелеса С той же точки То это Расстояние В два В три раза По времени И по километрам Да Увеличивается Ну видите Вот Вопросы Человеке Задают Это очень Тонкая грань Под названием Политические Образования Вот человек Человек Бразилии И Аргентины Нет Ну нет Спрашивают Ну нет Ну это если так Коротко и ясно Ну это очень Длинная Должна быть Лекция Растолкование Что к чему И почему Вообще Если так Жирными мозгами Никаких Стран нет Так Так Все Мы вот Если все получится Попытаемся Как в старые Добрые времена Времена С линком Сделать Еще Какой нибудь Ролик На лям Просмотров Помните Мы это Взяли В основу Статью Автора Пули Снегопада И его Коллеги Паши Лобанова И сделали По его Статье Ролик И линок Любезно Согласилась Озвучить Его И миллион Просмотров Вот Поэтому Мы еще Будем Делать Ролик Один Хотя Они сейчас Ютуб Это Довольно Таки Тоже Неплохой Ролик Делал Но Его Ютуб От вас Спрятал Это Для Скептиков Что Когда Тот Мир Который Мы живем Был Единый Да Вот Этот Ролик Смотрите Кому Интересно Архитектура Нашего Мира До Ядерной Войны 1870 Года Так Поэтому Для Более Расширенного Понятия Да Для Более Расширенного Понятия Создают Вопрос В чате Все-таки Онлайн Площадка Нужно Здесь Я буду Тезисно Бежать Ну и Кстати Я Раньше Помню Как бы Основная Аудитория Раньше Помнит Вот Этот Мой Трюк Который Все Время Показывал С огромным Количеством Карт Сейчас Еще раз Покажу Еще раз Вначале Сказал Смотрите Кто Слушает Записи Не понимает Почему Вячеслав Котлеров Молчит Иного Ничего Не рассказывает Я Решил Сделать Упор На Новичков Ну и На Старичков Которым Вообще Интересно Вспомнить Как Это Лет 5 Года 3 Да Смотрит Изучает Мои Труды А Про Южную Америку И не знал Вот так Надо на финал Ролика Сделать Хотел Подарить Роману Кухтенко Кухтенко Извините Неправильно Фамилию Произнес Писал Писал В личку У него Помните Не знаю Как сейчас Это Шапка На ютубе Была Определенная Но Решил Оформить Красиво Подарить Не достучаться Не дописаться Ладно Давайте Трюк Трюк А Не Вот Он еще скажет Что я в фотошопе Нарисовал А Кстати Вот У кого есть возможность Подписывайтесь На Язванный Ксдзень Я когда-то Выпустил Целый Цикл Роликов Эгам Вот Что такое Э Я не помню Но То что География Атласа Мира Это я помню А вот Что Э Вот Я там Перебираю Десятки Сотни Тысяч Атласов Вообще Был официальный Эфир Где я Три часа Три с половиной Часа Перебирал Огромное количество Атласов Карт По датировке Как они Типа Первые появились И до наших дней Вот Ну я понимал Что три часа Не все могут смотреть Поэтому я его порезал Там на 10-15 минут И залил Частями Это я сказал Теперь Вот смотрите Конгресс Это у нас Конгресс Официоз Все поофициально Вот карта На сайте Конгресса Да Вот карта Делаем Принскрим Это я Старый прием Показываю Для Новичков Все же Вроде нормально Слева Мы что видим Вон Канада Да Как надо Как надо Вот Канада Вот Южная Америка Правильно Азия Африка Все на месте Все на месте Ой Нельзя Чтобы белые экраны Были в эфире Давайте Красиво Коробочка Ленточка Все красиво Открывает Коробочку Достает Билетик Закрывает Коробочку Открывает Билетик Тут вообще Конечно Кто впервые Это видит Для них Это всегда Такая Сказка Это Элисон Па-бам Ну вот Собственно Чудеса в решете Да Приблизим Вот почему Северную Корею Нельзя Ходить Потому что Северная Корея Это прямой Переход В Патагонию В Южную Америку Так называемую Хотя Она у нас На самом деле Перевернута Вертормашками Вот Видите Как Чудесно Расчудесно Вот Тоже Шикарная Но это Та же Самая Карта Но только Разрешение Более Гипер Да Гипер Разрешение 1740 Таковый Год Любой Кто разбирается В картографии Не скажет Чушь Такую Что тогда Был Это цельный Континент А потом Он Лопнул И Разошелся За 200 Лет Те Кто разбирается В картографии Имеют Элементарную Логику Что такие Карты Они Не Составляются Таким Образом Чтобы Можно Было Все Соединить Уже На Разорванных Континентах Береговая Линия Даже Если бы Они Разрывались Видите Какая Красота Ну Там Да Конечно С точки Зрения Графики Хороший Вопрос Человек Задает Я Все Думал Как Жж На Нем Ответить Он Грамотный Вопрос Задает Какой Вес Расположение Северной Америки Вы Больше Благосклонны Плавный Переход Европы Азии В Северную Америку В Области Чукотского Моря Или В Южной Части Евразии Полуострова Индостан Вот Тут Второе Более Правильное Но Надо Я не знаю Как Рисовать Друзья Эту Картину Мира Кстати Хорошая Картина Мира Вымышленная Плюс Правильная Так Как На Этот Вопрос Ответить А И Кстати Надо Обязательно К моменту Хребта Буга Буга Вариант Харьков Нью-Йорк Нью-Йорк Был Такой Анигдут До Харькова Довезешь Вон Куда На Салтов Кулина Алексеев Куда В 90-е Годы Было Анигдут Вот Ну Это Так Упрощенной Форум Поэтому Если Ответить Человеку На Вопрос Который Он Задает На Пальцах Невозможно Это Надо Чисто Визуалку Создавать И Давайте Попробую Очень Коряво Ну Возможно Понятно Не Получится Не Получается Мне Проще Это Наверное Взять Где Этот Глобус Глобус Да Вот Видите Тут Северная Америка И Азия Одно Целое Здесь Не Хватает Только Одного Не Поверить Чего Не Хватает Вот Приблизительно В этой Точке Тихого Океана Здесь Должен Быть Тихий Океан Понимаете А Который Кунику Нам Подсказывает Что Можно Переплыть Поэтому Северная Америка Так Назоваемая Плавно Доходит До Берегов Аравийского Полуострова Вот Канада Не граничит Щукоткой А Разделена Между Собой Тихим Океаном Маленький Такой Малысенький Дорнесенький Конюхов На резиновой Лодочке Как Михаил Веллер Говорит Это Конюхов Не Конюхов Конюхов Смотрите Канал Михаила Веллера Не Посмотрите Хороший Канал Я И Книгами Этого Славного Классика Зачитывался В 90 Годы Вот И в Этом Тихом Океане Находится И Япония И Восток Чего То Там У нас Дальний Восток Ой Ну да И Дальний Восток И Владивосток Ну Надо Надо Конечно Как-то Малевать Это Все Причем Сколько Не готовься К ролику Я вам Скажу Никогда К нему Не подготовься В полной Мере Вот Сейчас На скидку Карта 1830 Года Вот Если Она Будет Сейчас На экране Ой Какая Прелесть Будет Давайте Я Нашел Просто Вот Этот Разрыв Они Когда То Сделали Я Уже Эту Карту Наверное В роликах Полтора Миллиона Раз Показывал Но Это Все Друзья Все Для Новичков Как же Без них Когда-то Северная Америка Была Вплотную Приклеена К этому Участку Но Кто-то Решил Вырезать Видите Как они Коряво Вырезали Клапты Кебачи Чини Хотя Да Там Разрешение Я понял Немножко У меня Наверное В этой Трансе Идет К сожалению По-моему На 700 Вот Кто Видит Плохо Видите Приклеили Кусок Тихое море Так Действительно Это Есть Тихое море Вы Что Думаете Там Тихий Океан Там Лужа Переплюйка Видите Вот Они Посклеивали Где Еще Тут Склейки Склейка На Склейки Тут Линии Ровно Не Идут Где У Нас Вот Линия Идет И Что И В Сторон Уходит Видите Вот Желтым Выделять Линия Идет И В Сторон Уходит Вот Видите Все Тут Вот Склеено Конкретно Вырезали Этот Кусок А Как Оно Было Дело Как Ж Оно Было Дело По Факту Было Давайте Так Примитивно Вот Да Вот Индостан Все Правильно Индостан Это И Америка Аравийский Полуостров И Полуостров Калифорния Это Один Да Калифорния Калиф У кого Арабов Калифы Были Верховные Саны И Вот Видите Вьетнам И Филадельфия Как бы Они Где то Что то Рядом Ой Филадельфия Ладно Короче Вы помните Про какой Что Доварю Вот Это Так Наверное А Здесь Надо Как то Я не знаю Мне сейчас Изголиться Голицын Раздайте Патроны Не получается Изголиться Поручик Голицын Корнето Боленский Я Понимаете Что Хочу Сделать Показать Вот Это Тихое Море Ну Ну Может Когда Нибудь Мы Уже Много Создадим Нормально Много Что Создавали Тут Вот Те Кто Расклеивал Эти Карты Сто Лет Назад Теперь Пускай Склеивает Что Это Такое В виде Поналепили Как Сами Того Хотели Неужели Здесь Белорусы Своё Время Основали Камчатку И Аляску Бобровое Море Бобры Добры Вот И Кстати Политическая Обстановка Кстати Действительно Вот Плюс Минус Правильно 200 Лет Назад Там От силы 5 Политических Образований Было Российская Империя Китайская Империя Индостан И Там Что Там В Европе 2-3 Клапты Вот Не смог Я Дожать До конца Именно В том Ракурсе Которым Нужно Было Вообще Самое Идеальное Я говорю Самое Идеальное Чтобы было Понимание Вот Здесь Показано Вот На Вот Этой Карте Вот Тут Получается США Плавно Переходит Плоть До Так Назваемой Африки Ну и мы Все знаем С вами Вот Эту Причу О языцах Ну Схема Почему США Всю жизнь И во Вьетнаме Находится Потому что На территории Вьетнама И в Иран Лезет И в Ирак И Куда там И в Сирию Ой Куда она Только не лезет Потому что Она здесь Находится Вот Спасибо Михаилу Соболю Вчера Мне подсказал Про войны Постоянно Молчишь Потому что Они на континенте У нас Находится Поэтому Уничтожают Тут Вся Икс Я уже не помню Кто там Говорил Там Во Вьетнам Пошли Кто там Фантазировал Это А Сергей Тарасов Фантазировал Говорит Вначале Создали Злых Это Он же Наслушался Ролика Вначале Создали Злых Этих Китайцев Которые Уничтожили Добрых Восточных Славян А потом Армию Этих Китайцев Решили Уничтожить Войной Не так Не уничтожаются У оккупантов Всегда есть Волшебная Жижа И они Ее могут Дать И незачем Кров проливать Архитектуру Скорее всего И границы Там Отделяли Перемещали Ну и Уничтожали Великую Вьетнамскую Стену Что Кто-то Впервые Слышит Что есть Великая Вьетнамская Стена Великая Вьетнамская Стена Так Все Знаете Что Все Про Вьетнамскую Великую Стену Давно Рассказывал Ютуб Может То есть Интернет Может Почистить Так Обнаружена Еще Одна Великая Стена Вьетнамская Конечно Но надо Как бы Тема Не ролика Вьетнамская Стена А есть Еще Великая Это Индийская Стена И вообще Это В принципе Все Одна И та же Стена То есть Которая Проходит От западного Побережья Азии До восточного И по сути Это и есть Великий Шелковый Путь Так Человек Под ником Слава Предкам У меня Прям Как Дежавю Уже Второй Эфир Пишет Напиши Москов Слейф Я бы Уважаемый Человек На твоем Месте Зашел бы В телеграм Скинул бы Ссылку Я уже Показывал Наверное Ничего Уже Не скажет Наши Светлые Вещатели Это Вы знаете Много Блогеров Ушло И Вещателей Вот Они Уже Ничего Нового Не скажут Пока Я с вами Еще Самое Интересное Впереди Как С новичками Быть Вы В курсе Таких Ходите Важные Среди Них Мы Сто Лет Назад Уже Узнали От Вячеслава Что Америки Не Существует А Как С ними Быть После Луны Знаете Сколько Народу Подписалось На Канал Что Там Порядка Тысяч Человек А Они Хорошие Люди Но Ленивые Они Старые Ролики Не Смотрят Ждут Когда Новые Выйдут И тут Выходит Новый Ролик Америки Не Существует Но Я Не Так Жен Назвал Почему Скрывает Местоположение Америки И Вопросы У меня Прям Как Это Назад В Будущее Уважаемый Слава Предков Что Здесь Я Не Знаю В Тайге Я В прошлый раз Уже Показывал В Западной Провинции Альберта Если Москва Он Спасибо Автору Канала Это Юрию Канал История Пи Его Эти Как Они Называются Сценаристы Нашли Тему Под Названием Что Москва Переводится С латыни Как Храм Вот Поэтому Храмов Естественно Было Наверное Здесь Полно Такая Гигантская Электростанция Да Но Это Шучу Хотя Кто Знает Смотрите Друзья Мне Немножко Еще Хочется С вами Повисеть Поболтать Ну Я Не тот Спикер Который Может Тарахтеть Хотя Недавно Да Сколько Я там Полтора Часа Сам Дал Жизни Давайте Вы Не против Мы Немножко Меня В записи Послушаем В ролике Америки Не существует Я сейчас Заварю себе Чайка Почему Вьетнаме Солдаты Летели Не 3 часа А 16 Близко же Да Все правильно Все правильно Вот Летели И И И 16 А А я знаю Допустим Что Солдаты Летели 4 с половиной Года Понимаете Друзья Вот почему Я подкал Что Это всего Лишь Слова То есть Человек Написал Они Летели Не 3 Часа 16 Первое Он мог Это Балды Сейчас На ходу Придумать Второе Он Мог Это Где-то Прочитать Это Как Вот Ладно Не будем Для этого Эфира Улыбает Один Один хлопчик Последнее Время Расстраивается Но Это Блогера Не будем Критиковать Он Много пользы Приносит Он Космос Правильный Показывает Всем Я Доберусь До Эфирного Канала Там Расскажу Так Ну Это Послушаем Меня Наверное Немножко В записи Да Вы же не против Чтоб Был Еще Эфир Хотя бы Сколько Ну 38 Минут Хотя бы Минут 20 Или Уже Закругляемся Или Закругляемся Что я смотрю Там Плакал Плакал Прям Прям У меня Чата Это Стена Плача Ладно Давайте Это Пойду Навстречу Я думаю Нескольким Человекам Все таки Интересно Вживую Живого Слышать Да Давайте Что тут Я рассказываю А Ну Я показываю Что Вот Смотрите Азия Да Вот Бугор И вот Продолжение Этого Бугра Уже Северной Америки Северная Америка Правильно Соединенные Штаты Да Ситуация Тождественна Из Австралии За Хребтом Я там Небольшое Вкрапление Сделал 99% Подстраховки За Хребтом Австралийским Находится Южная Америка Ну Приблизительно Если Очень В упрощенной Форме Чисто Схематически Наверное Это выглядит Так Вот Упрощенная Форма От Анды Это схематически Чтобы было Понимание Справа Южная Америка Слева Австралия Что Что Нам Говорит В пользу Того Что Южная Америка Австралия Это Один Континент Или Южная Америка Вместе с Австралией Находится на Одном Континенте Древние Карты Есть Замечательная Карта На которой Мы С вами Читаем Америка И Австралию Еще Карта Она Одинаковая В принципе Только Раскрашена Здесь Цвета Также Мне Светлый Человек Валдис Если Неправильно Фамилию Произнесу Валдис Извини Валдис Каз Ловиус Или Казловис Казловс Вроде так Он тоже Мне прислал Карту Точнее Он ее Вконтакте Выложил Где На территории Южной Америки Написано Австралия Ну как Я говорил Недавно В эфире Что Не только Есть Карты Где На территории Южной Америки Написано Австралия Но есть Еще И Визуальные Подтверждения В данном Случае Мы ничего Не видим Слева Общего С классическим Вариантом Южной Америки Как по мне Визуально По береговой Линии Этот континент Больше Похож На Австралию Да Больше Похож На Австралию Я думаю Все таки 40 минут Чудовищно Много Для основного Канала Знаете Что я в завершении Скажу Для скептиков Страдальцев И всех Всех Кто Впервые Слышит Что континента Северной Америки Не существует Те кто Верят В наличие Этого Континента Их Миллионы Те кто Знают Что Его Нету Их Десятки Тысяч Десятки Тысяч Человек Ну Точнее Наверное Знают Судя по Статистике Наверное Гдето Полмиллиона Принимают Отсутствие Америки Сто тысяч Человек Да Так вот Вы можете Писать Что угодно Про официальную Историю Вы Никак Не Повлияете На Истинные Знания Вот этих Несколько Десятков Тысяч Человек Доказательства На Советский Язык Переводится Ложь С какого-то Восточного Языка Я знаю С какого Но не буду В эфире Говорить С какого Потому Когда Меня требуют Доказательства Я всегда Улыбаюсь Да Факты Подтверждения Все Факты Подтверждения Приходите На Котлярову ФМ В Дискорд Там Сколько 14 тысяч Человек Подписано Несколько Тысяч Знают Что я Там Прям В эфире Предоставлял Все Необходимые Желающему Факты Доказательства Вот И так Далее Ну Собственно Знаете Вот сегодня Что-то Довольно Такие 43 минуты Урок Довольно Таки Быстро Пролетело Яна Спрашивает Может Поэтому Америка Свободная Независимая Суверенная Страна Это Вы Простым Жителям Скажите Которые Влокутническое Существование Сейчас Плюс Минус В шоколаде В процентном Соотношении Это Житель Постсоветского Пространства Да Будет Со временем Наверное Хуже Но Пока Три Не буду Перечислять Принято К славянским Официально Державам Относить Живут По сравнению С другим Миром В процентном Соотношении Замечательно Вот Ну что Наверное Все Время Тикает 44 минута На 45 минут Дойти Что сказать Я буду Продолжать И Наверное Редко Я так говорю Для скептиков Друзья Пожалуйста Ролик Закончится Этот эфир В комментариях Напишите Пожалуйста Вячеслав Продолжать Тему Америки Ну а Тех Кто От Америки Уже устал Не переживайте Будут Будут Сенсационные Сенсации Обязательно Будут То Вот На чем Я остановился На том Что С вами Как всегда Или как обычно Был Вячеслав Котляров Спасибо Огромное Что Слушаете Слышите Меня Всего Вам Доброго И до новых Встреч В прямом Эфире Пока Пока Здравствуйте Здравствуйте Уважаемые Слушатели Зрители С вами Вячеслав Котляров 2 августа Да 21 год 12 часов 46 минут Так Ну вот Такая Небольшая Пускай Будет Заставочка Которая Нам Откровенно Намекнет Что Тема Пойдет Про Америку Значит Те Кто Впервые Попал На Этот Канал На Данный Канал Вячеслав Котляров Социальный Авторитет Можете Не тратить Время На данный Эфир Лучше Посмотрите Ролики Десятки Сотни На этом Канале А потом Уже Можно Приступать К подобному Формату Потому что Предыдущий Эфир Зрителям В большом Процентном Соотношении Очень сильно Понравился Вот И Я обещаю Естественно Для постоянной Аудитории Вот Сегодня Зашел Настройки Донатию На И там Человек Дмитрий Прислал Прислал вопрос Прислал помощь Дмитрий Спасибо Всем спасибо Кто по мере Своих сил Помогает Вопрос Меня Озадачил Потому что Потому что Давайте Давайте Посмотрим На этот вопрос Кстати тут Косвенно Из-за Дмитрия Пишу Этот Эфир Не Я планировал Про Америку Рассказать Просто Дмитрий Мне немножко Со сроками Со сроками Подстегнул Потому что Там Такая Увесистая Сумма Пришла Дмитрия Вот И Проигнорировать Вопрос С такой Увесистой Суммой Ну это Нехорошо Можно даже Целый эфир На полтора часа Вещать Дмитрий Назаренко Вячеслав У тебя очень Интересный канал И ты один из первых Кто начал Об этом Вещать Ну смотря о чем Если я об Америке То я вообще Первый И там Много моментов Во многих Вопросах Я вообще Первый А то что В нашем мире Что то не так Так это еще Вещают От царя Панька Благодарен тебе За раскрытие Моего мира Раскрыл Мое мирозрение И Ты и другие Только Как на те Концерты Попасть Можно ли Вот смотрите Дилеммчатая Дилемма Я просто Предположил Что Речь идет О концертах Сергея Тарасова Да Ну Не знаю Сережа Дает Сейчас Концерты Или нет Это Записи Старые Семнадцатого Года Если Насчет Меня Я не проводил И не провожу Встречу Со зрителями Я вообще Себе Как-то Не представляю Вот Что Я буду Звонить Обзванивать Приходите Там Пожалуйста Там Помещение Искать Вот эти Организаторские Способности Я это Не умею И не собираюсь Учиться За пять лет Не нашлось Ни одного Человека Который Смог бы Это организовать Более того И хорошо Наверное Что они Организовали Потому что У меня Не концерты У меня Серьезные Вещи И Получается Что Поначалу Да Надо Мы седали До конца И получается Следующее Да Что Опять Надо Поначалу Да Видите Я Немножко Выбит Из колеи Но Будет Такое Живое Общение Сбив Читая Я даже Социальный Авторитет Вначале Не смог Выговорить Да Вот Когда я вышел С первыми роликами Так Давай Там Один Второй Пишет Организуем Приглашаем Там В Индию Куда угодно Потом Начинает По всей видимости Доходить Что это не Игрушки Что подобные Знания Факты Информации Она Раз ее Скрывают Значит Она Очень опасна Вплоть до Людей Могут Не знаю Выпиливать Из этого Мира За Шквальное Такое Распространение Знаний И данных Пока Оно Держится На хихи Ха Благодаря Представители Человеческого Рода Могут От меня Получать Интересную Информацию Знания Данных Поэтому Тоже Загадка Цивилизации Я еще В том Эфире Где Концерты Эти Засветил Я показал Еще Свой Фейс Говорю Давайте Чтобы Не Было Накладок Я Покажу Как Я Выгляжу Вообще В принципе Можно Написать Одноклассники Вконтакте Вячеслав Котляров И Все Увидят Когда Как Я Выгляжу Ну Дмитрий Не знаю Ну Может Есть У нас Общая Серега Не знаю Интеллект У нас Общий Ну В смысле Одинаково Шибко Грамотный Вот Поэтому Концертов Никаких У меня Не было Как На Серегины Концерты Попасть Понятия Не имею Вот Давайте Теперь По Америке Вчера Серега Трошин Выпустил Ролик Америка Это не Азия Рекомендую Я его В сообществе Прорекламировал Буквально На первых Двух Трех Секундах Как только Серега Его Публиковал Вот Ну и Решил Вернуться Опять К теме Америки Вообще Ее надо Постоянно Топить Новичкам Вообще Кто Впервые На этот Эфир Попадает Вообще Не поймет Что К чему И почему А еще Хуже Когда Этот Эфир Будет Где-то Скачен И залит В какую-то Сеть И люди Не понимают Объема Аудитории Официально Более 100 тысяч Человек Которые Изучают То что Я вещаю Но это Официально Неофициально Скорее всего Пять раз Больше Слава Один концерт По городам России Можно сделать Пишет Эльвира Да Выступает Заслуженный Артист Да Можно Бы Но мы Будем Ити В этом Направлении Я Это Реалисты Больше С оптимистичным Закосом Да Так Что у нас По Америке Там Конечно Что то Не то настроение Хныкунов Обсуждать Но Немножко Скажу Когда Я же говорил Буду критиковать Других Блогеров Другие каналы Будут Хныкать Это В комментариях Пугать Отпиской Ну Вы Реально Вот эти Маленькие Добрые Как там Ладно Детки Когда вы Стращаете Что вы Отпишетесь От канала На котором 116 тысяч Подписчиков И Автор Такой Ай Нет Пожалуйста Не Отписывайтесь Я вообще Тут автор Который Теперь Вообще Готов Топить Чуть ли Не Каждый Такой Эфир И Критиковать Других Блогеров Только Ради Того Что Вы Отписывались Вот эти Страдальцы Только Из-за Этого Мне Они Были Не Нужны Но Я Всегда Все Делаю Наоборот Раз Вы Просите Не Критиковать Иначе Буду Критиковать Так Ну Давайте Немножко По Америке Один Из Распространенных Вопросов Почему От нас Это Скрывают Да Ну Давайте Внимание На Экран Я Уже Миллион Раз Показывал Эти Славные Глобусы Вот Представьте Вот Официально На этом Глобусе Нет Америки И Многие Задавались Бо Вопросом А что Ж Находится Здесь В Тихом Океане Да Ну И Наверное С точки Зрения Официальной Ео Центричной Модели Нашего Мира Была Б Несу Разница Если С одной Стороны Была Земля 50% Земли Да Или Сколько Там 40 А с другой Воды Кстати У нас Все Наоборот Нам Сколько Говорят У нас 6% Суши Или Сколько 10 12 А 90 Воды А На самом Деле Все Наоборот Вот Кто Еще Там Я Переживал По поводу Полетов Самолетов И Помните Ролик Где Кристина Говорит Что В некоторых Школах Америки Преподают Что США Находится В Азии Вот Пожалуйста Вот Глобус Скорее Все По Такому Глобусу Они И Учатся Вот Африка Вот Сибирь Вот США Вот Южная Америка Крутим Крутим Один Цельный Континент Ну Это Тоже Немножко Относительно Фальсификация Я бы Хотел Немножко Помуссировать Ту Тему Под Названием Там Мальчик Упрыкнул Это Говорит Вот А у Тебя Америка Постоянно Все Время Скачет Ну Я Вообще Если Бы Вот С Картами Не Демонстрировал Что К чему И почему Наверное Бы Не Трудно Было Бы Людям Донести Информацию Человекам То Оно Все Понятно Сразу Да И Эволюция Карт Кстати Менялась То Есть Я Предпринимал Попытки Исходя Из того Материала Которые Есть В интернете Объяснить Что Америки Нету Просто На словах Сказать Ее Нету Оно Не Всем Доходит А Сразу Ну В принципе Карту Нарисовать Ну Вот Я Вот Такую Нарисовал В данном Луче Где Бирюзовым Подписано Америка Имеется Ввиду Южная Америка Одна Одна Целая С Континентом Австралия Ну А вот Здесь Где-то На Азии Находятся Все Африканские Города Грубо Говоря И Североамериканские Вот так Я бы Нарисовал А еще Наверное Лучше Не то Открываю А еще Наверное Лучше Надо было Вообще Как Я уже Это Демонстрировал Много Раз Кому Там Надо было Сразу Местоположение Америки И того Мира Где мы Живем Ну Вот Взять Вот Вот Ну Вот Собственно И все И Начнут Скептики Так тут же Ничего не понятно Понятно Что ничего не понятно Давайте Более Понятней Вот Так Вот Мир Грубо Говоря Выглядел До Глобальной Катастрофы И так Он Грубо Говоря Выглядит Сейчас Это Максимально Правильное Более Менее Плюс Минус Километр Отображения Географии Нашей Но Я Пошел Другим Путем Я Заведомо Ложные Карты Эти Карты Тоже Заведомо Ложные Но Хотя Б Используя Не Даже Недостоверные Карты Даже На Недостоверных Картах Объяснить Как Обстоит Дело И Мне Вот Самостоятельно То есть Пришлось Докопаться До того Момента Под названием Как же Плюс Минус География Это В нашем Мире С Городами Сочетается Да А Именно Самая Одна из самых Первых Карт Это Кстати Вот А Я Жалко Наверное Удалил А не Не Удалил Вот Отлично Впервые Про Отсутствие Америки Я Вообще Рассказал В ролике Про Отсутствие Австралии Примечательный Момент Ролик Назывался Австралии Не Существует Это Был 17 Год 4 Апреля Ну Видите 142 Тысячи Подписчиков Просмотр В этом Ролике Я Взял Официальную Карту Взял Запад Перенес На Восток Скрестил И Показал Вот Пожалуйста США Под Боком Ну Дальше Действительно Пошла Тема Под Названием А как Жители Канады Точнее Жители США Попадают В Канаду Минуя Россию И Долгий Поиск Понадобился А может И недолгим Может Имитация Долгого Поиска Может Я Изначально Знал Что К чему Это тоже Официальная Карта Такие Были Схемы Они Были В большей Степени Ну Чтобы Привлечь Внимание Да Вот Хорошая Схема Слева Да На которой Спасибо Человеку Оставил Когда-то Комментарий Вы называете Сумасшедших Людей Которые Открывают Вам глаза Которые Открыть Вам глаза Пытаются Человек Пишет Что сам Летал На аэроплане Из Кокманду Боготу Ничего Общего С глобусом Не видел Путь Занял Три часа Богота Или наоборот Кокманду А вот Богота Поэтому Здесь уже Три часа Только Самолетом Можно Долететь Кстати Кто там Плачет Про доказательства Под роликом В описании Дискорд И телеграм Приходите Допустим Есть онлайн Новый канал Котляровым Допустим Зрители этого канала Прекрасно знают Что в эфире Я всем доказываю Всем желающим То что им нужно Вот Очень сильно Помогали Вот такие карты В поисках истины Она Относительно Тождественна С этой Но разница Лишь в том В этой карте Что Здесь больше Удивительных Подробностей А именно Если мы Начинаем Рассматривать Северную Америку То мы видим Что На территории Северной Америки Находится Тибет Находится Чина В данном случае Скорее всего Речь идет О море Да А море 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 Чина Северной Америки Да Китайское море Наверное Речь идет Ну Тибет Это конечно Самый Наверное Бомбасик У меня В принципе По моим Схемам Которые Уже Более Крайние Как раз Америка И находится Где-то За Тибетом Где-то Где-то За Тибета Ну Эти Тибет Они тоже В принципе Отчасти Фейковые Но Более-менее Чтобы Ну Как бы Привлечь Внимание Есть У художников Такой Был Во всяком Случай Сленг Ход Назывался Голубой Щенок То есть Когда Человек Рисовал Картины Узнал Что Он К ней Будут Придираться Он В углу Рисовал Какую-нибудь Голубую Собачку К примеру И люди Приходили Такое Сразу Внимание На Этого Щенка Говорили Ой Не 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 Это Вообще Не в тым Ворота Переделай Перерисуй Они Уходили Он Убирал Этого Щенка Они Приходили Для них Картина Была Великолепна И Вот С этими Картами Схемами Это В принципе Был Тот Вход Чтобы Привлечь Внимание Хотя Они В принципе Ничего Не имеют Общего С Реальной Действительностью Реальная Действительность Сурова Она Грубо говоря Вот так Выглядит Вот Это Суровая Действительность И Как тут В принципе Серега В ролике Серега Привет Если будешь Смотреть этот ролик Это не смешная Карта Это по моей Просьбе Не шуточно Это относительно Серьезная Карта Это по моей Просьбе Александр Да Художник наш Создал Эту схему Я попросил Слыпать Батька Зматорью Чтобы Родить И Вот Такую Истинную Географию Да А хотя В принципе География Мира Немножко Другая То есть В принципе Относительно Это уже Плюс Минус Конечный Вариант Ну Кстати Помню Были Страдальцы Я объяснял Почему Здесь Китай Написано Но Кто Плачет Что У них Китай Возле Амура Да Ну Ладно Вот Специально Для Страдальцев Вот Видите Все Китай 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 Возле Амура Все А это Мы Убираем Чтобы Не плакали Что у них Китай Далеко Отъехал Я целый ролик Делал Объяснял Почему Я так Написал А еще Для Страдальцев В России Написано По-белорусски Вот То есть Здесь В принципе Да Там Интересно Что В Якутии Температура Такая же Как в Канаде Но Дело в том Что На самом Деле На самом Деле Все Таки Якутия Находится У нас И Чукотка Грубо говоря Здесь А Канада Здесь Ну И надо Немножко Под углом Все таки Мир рисовать Где то Вот так Вот Заваливать Карту На бок На несколько градусов Потому что С температурой Не очень Получается Вот Знаете Как оно бывает В процессе Перед тем Как зайти в эфир Ну В уме Накидываешь себе Какие то варианты Что Сообщишь вам Добрый светлый человек И уже потом По ходу пьесы Вещаешь Ну вот еще Такой Более Ну Приближенный Вариант Да Как обстоит Дело с Канадой И с Россией То есть Вот здесь Уже Как Ну Приближенно Вот Ну Еще Наверное Вот на физической Карте Хорошо Такие вещи Показывать Вот этот Грубо говоря Хребет Он то и Находится У нас Не получается Вот Вот это Он и есть Тут видите У меня просто В памяти Я не могу Развернуть В полной Мере Вот То есть Вот этот Хребет Да Вот он Это Он и есть А Грубо говоря Индия Это И есть Америка Это Очень Грубо говоря А там Может В Индии Выделили Индусам Пару Тройку Городов Говорят Вот это Будет Вот так Понимаете Это Жирными Мозгами Вот Он Вообще Как Как Дело Обстоит Вот этот Вариант Здесь Находится То есть За бугром За хребтом Находится Америка Да Тема Уже Сто раз Мною Извучено Но Повторение Мать Учения И Второе Наверное Новичкам Может Будет Интересно Ну На ютубе Конечно Много Роликов Можно Найти Моих Америка Не существует Кстати Вот Оказывается Макс Беляева Специально Сделал Скриншот С Дискорда 19 Июня Я Просто Вчера Чипа Завчера Увидел Привет Заходил Голос Я На Кубе А вот Кстати Я Когда-то Ему Скидывал 10 Февраля Ролик Про Кунгурова Так Ну Я Лайтово Пройдусь По Алексею Кунгурову Я думаю Он будет Рад Ну Не то Чтобы Мне Хочется Особо Критиковать Я Просто Послушал Недавно Знаете Этот Девятичасовой Доклад У На канале Джон Коннор Я послушал Интервью И там В этом интервью Говорит Ну что Говорит Я Говорит Пришел на лекцию Лебашова Посидел А потом Сделал доклад Или на какую-то Лекцию Девятичасовой Я Я Вот Давайте К Блогерам Обращусь Вот Блогеры Вы Смотрели Этот Доклад Вы Для Пяти Десяти Вот Мы С вами Десятиминутного Десятиминутного Ролика Сколько Должны Сидеть Карпеть Чтобы Создать Демонстрацию Экрана Мужчина Девять часов Листает Скрины Разные Вы Понимаете Что Вот Это Я Пришел И спонтанно Дал Доклад Это Может Для Зрителей Ютуба Прокатывать Но для Блогеров Не должно Прокатывать Это Какая Должна Была Быть Мощная Заготовка Скриншотов Чтобы Сидеть И Про Них Эта Песня Петь Ну И Само Объяснение Скорее Всего Тоже Не Принадлежит Алексею То Авторы Этой Подборки Остались В тени А он Просто Выступил Как Такого Не смог Додуматься В силу Объективных Овцетельств Вот По просьбам Страдальцев Видите Я это Покритиковал И буду И дальше Делать Так Раз Вы плачете Под роликами Что там Вам не нравится Рассказывать Занимайся Своими делами Я и занимаюсь Своими делами Вот сколько Не говорит Что есть Допустим Огромное Количество Да Там Разных Страдальцев Мало И большое Что их Работы Большой Вред Приносят На уровне Что люди Выпиливаются По здоровью И вообще Из жизни А я что Должен проходить Мимо преступления Если я вижу Что преступление Совершено Я должен Информировать И первых Наверное Кого я должен Информировать Это своих Добрых Светлых Слушателей И зрителей Так Может я На чат Посмотрю Может что нибудь Это Чати Интересно У меня Кстати Последнее время Чат Мой нравится Что у меня Нет вопросов Следовательно Я Как автор Как вещатель Великолепен А где Аляска Где Ну да Я не буду Ему отвечать Он пишет Давайте Скинемся Ты сам Полетишь Так я Каждый день Летаю И все Вижу Может тебе Скинемся Иди На канал Это Валерий Крымского Он Собирает Это Желающих Увидеть Америку Воочию Или могу Вообще Предложить Вариант Есть Один Мужчина Игорь Сергеевич Путилов Он Тебя За свои Деньги Отведет В Америку Пешком Но Правильно Игорь Сергеевич Путилов Сказал Что В основном Когда Вот Таким Чудиком Предлагают Увидеть Америку Воочию Они Чуть Что-то Обделывается Моментально Когда Доходит Дело До Дела Да Сразу Начинают Плакать Так Царапаться В двери В общем Наверное По Америке То Что Я Хотел Сообщить Наверное Сообщил Сейчас Так Быстренько По Скриншотам Пробегу Вот Поэтому Дмитрию Всем Благодарен Эфир Начался С того Что Я Отвечал На Вопрос Где Можно Увидеть Концерты Концерты Не Даем Да И Чего Я Понимаю Вживую Увидеться Но Некоторые Как бы Немного Но Встречались Со мной Вживую Индивидуально Общались Можно Индивидуальный Формат Возможно Хотя Я Очень Трудный На Подъем Здорово Валентин Пишет Привет Николаевска На Амуре Эх Да Вот Это У меня Мечта Спустя Многие Годы Хотя На Недельку На Месяц Приехать В Нов Николаевска На Амуре Пройтись По тем Улицам И улочкам Где Ходил 90 Годы Ну Артем Я В начале Эфира Говорил Зачем Скрывать Истинное Положение Америки Так Как Территория Где Мы Живем Она На самом Деле Гигантских Размеров И Находится На Ровной Поверности Чтобы Натянуть Географию На Глобус И Как То Придумать Что Вот Здесь Я Демонстрирую Артем Что Здесь Не Одна Вода Они Просто Вот На Вот Этом Участке Где Ни Одна Вода Вот Азия Кстати Азия С Америкой Видите Северная Америка Здесь Они Просто Взяли И Разорвали Рисунок А Вот Это Кстати Остров Япония Между Прочим И Очень Большая Вероятность Что Он Либо Гигантских Размеров Либо Это Полуостров Зепанди Зепанди В Некоторых Версиях Я На Японии То есть Тот Остров Который Мы С вами Знаем Он Либо Больше Во много Раз Либо Это Полуостров Так Вячеслав Москва В Канаде Загугли Ну Спасибо Сейчас Попробуем Загуглить Если Получится Так Лиса Мак Сква Большого Вот Это Что Ли Невольничье Озеро Британская Колумбия Ну Это Слава Предков Надо Не на этом Наверное Канале Разбирать А на Онлайновом Я Стараюсь Щадить Тех Добрых Человек Приветствую Кто Будет Слушать Записи По Времени Все Таки Много Информации В нашем Мире Я Очень Благодарен Что Вы Находите Время Для Моего Канала Для Моих Мыслей Очень Вам Благодарен Я Много Раз Говорил Буду Говорить У Меня Не 100 Тысяч Подписчик У Много Тысяч Друзей Поэтому Хныкуны Которые Там Плачут Я К Увлекается В Разных Часях Мира Сказок Ну Для Кого То Это Версия Для Кого То Это Сказка Но Десятки Тысяч Человек И Я К Ним Принадлежу Знают Что Это Истинное Устройство Того Места Где Мы Живем Так Ну Как Я Говорил Лучше Буду Чаще Выходить Да По Чуть Чуть Люди Умудряются Это Сутки По По 2 По 3 Ролика Пилить По 4 Да Как Им Это Удается Так Ничего Я Не Забыл Ну Если Что Забыл Запустим Эфир И Возобновим Беседы По Америке Ну А С Вами Был Вячеслав Котляров Спасибо Огромное Что Слушаете Слышите Меня Всего Вам Доброго И До Новых Встреч В Прямом Эфире Пока Пока Такие Схематические Вариации Да О том месте Где мы живем Ну Кто С 16 Года Смотрит Ролики Знает Что Такое Есть Да И осталось В эфирах Видите Сейчас Получается Немножко В каком Ключе Сейчас Эфир Идет Получается Я занимаюсь Тем Чем Не люблю Заниматься Разоблачаю Разоблачителей Ну Я всегда Говорил Альтернативщик Это В принципе Персонаж Который Рассказывает Альтернативу От официоза Которая В основном Всегда Является Просто Непохожим Вариантом Но она Не истина Альтернатива Это не равно Истина То же самое Конспирология Вот Поэтому Видите Не в стандарте Не в формате Я это Вещаю Ну Переведу Внимание На чат Что находится Под нами С другой стороны Яйца Наша Другая земля Хороший вопрос Почему Нет Вообще Ильяс А Подождите Это Сергей Руденко Спросил 18 тысяч Миров Есть по Мере Да 18 тысяч Миров Я скажу Вам точную Цифру Сколько Миров Ильяс Только вы Никому Ее не Говорить Настоящая Цифра Миров Их Мири Ады Да что Я потерял Это Ролик А Вот Так Что Находится Под Нами Ну Сами Подумайте Уважаемый Сергей Во первых Вам надо Обязательно Посмотреть ролик Вот этот Где мы живем И с нами рядом Та Е-мое Видите Как Что-то Сегодня Утубчик Баловаться Решил Ну вот В одном Из таких Миров Мы живем Вот На таком Слое Вообще Наша планета Это В принципе Копия Один к одному Ули диких Пчел Видели Как Когда-нибудь Как ули диких Чел Выглядит Вот Посмотрите На экране В каждом Ули есть Соты В каждой Соте Яйцо Ну Не в каждой Пока Вот мир Там Создается Где-то В соседней Соте Вот мы Живем В одном Из таких Яиц Ну Ну И само Вот Это Яйцо У нас Тоже Оно Как бы И райские Миры В самом Яйце Как Самого Гигант Планета Имеет Выше Миры Богов Ниже Адские Миры Так И С нашим Миром 4 миллиарда Миль Северо На юг Да То есть Такая Гигантская Территория Где мы Живем Ну Опять же Возвращаясь Вот Лепит Горбатого Да Где он тут Говорит Зрителям Ну Тут Можно уже Принципе Даже Остановиться На том Что Это Только Одно Яйцо А дальше Ничего Нет Кстати И В этом Кто Думает Что я Ссылаюсь На Веды Ведах Тоже Дальше Ничего Нет Сейчас Я Поясню Относительно Там Получается У них Ведах Это Я Про Сотов Мироустройство Сообщил Ведах Его Нету В Индусских Так Называемых Индусских Так Называемых Нет Вед Нету Просто Определенные Знания Этому Народу Дали На Хранение Что Они Типа Изобретатели Так 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 Либо Либо Не Перевели Либо Утаили Но Если Вы Будете Читать Индусские Виды Узнаете Что Наш Мир Находится В Океане Где Находятся Такие Жи Миры То есть Гигантский Океан Где Плавают Такие Поплавки Это Уже Лично Моя Моего Высшего Я Пояснение Что В свою Очередь Наша Гигантская Планета Находится На такой Жи Крупной Планете То есть У нас Все По принципу Фрактала То есть Даже Наша Вот это Даже Не то Что Яйцо В котором Мы Живем А то Яйцо Которое На Этой Планете Гигантской И Эта Гигантская Планета В свою Очередь Маленькое Яйцо На более Гигантское Фрактал Правильно Его Назвал Вот А в Индусских Ведах Все Одно Яйцо Одно Яйцо И Океан Какое Там Времени В этом Океане Яйца Плавают Все То Что Я Звучу Очень Много Нету В Индусских Ведах Мне Всегда Там Под Роликом Про Луну Ролик Бомбанул Да Я Сам Честно Говоря Не Ожидал Мелочи Приятно Пишут Автор Где Можно Найти Источники Как Людям Объяснить Что Источники Я У Людей Вообще Даже Нету Такого В голове Понятия Что Кто То Может Быть Автором Что Он Может Быть Источник У Них Обязательно Кто То Взял Они Судят По Себе Так Чаки Пишет Человек Раз уж Мы не можем Выбраться Из зоопарка Значит Есть Существа Которые Нас Доят И даже Жрут Да Все верно И В своем Ролике Где мой Ролик Кто Съел Великанов Я Рассказываю И Показываю Кто Нас Доит Кто Ой Нельзя Стоять Какую Страничку Найти Думаю Там Не сильно Страшно В кадр Попало Вот Ссылка На этот Ролик Желательно На моем Канале Смотрите Потому Что Авторы Других Каналов У них Версия Немножко Искаженная Там Мужчина Решил Украсить Ролик Музыкой И Там Тяжелый Heavy Metal Rock Идет На фоне Моих Слов Поэтому Слушать Меня Не так Просто Когда Heavy Metal Играет На моем Канале Нет У меня Heavy Metal Точнее В моем Ролике На моем Большое Мало Мало Большом Ну что Вот это Может так И оставить Конечно Я так Не люблю Для основного Канала Такие Форматы Оставлять Хотя Этот Этот ролик Чем он Интересен В основном Процентном Соотношении Вот этот Что Эфир Сейчас Я выдал Он Всегда Резонируется По Комментариям То есть Вот Относительно Спокойная Информация Она Ну и Очень Интересна Она Спокойно Проходит Стоит Тебя Кого-то Там Начать Разоблачать Сразу Начинается Кипиш Ну Я В принципе Как бы Сделал Внес Свою Лепту Я Объяснил По-моему Нормальным Человеком Что Просто Фейкомёс То есть Уже Как бы Да Ложь То есть Либо Глупец Либо Подлец То есть Тут Выбирайте Сами Если Глупец Что Слушать Если Обыкновенную Фейковую Фейковый Замор Замор Шевский Скрин Выдавать За карту Либо Понимать Что Это Фейк Но Нужны Деньги Сколько Он Накосил Ладно Невально Сколько Он Накосил Все Все Вновь Команда Все Вновь Там Надо Делиться Вот И Тоже Отражение Луны Какое Отражение Луны Может Быть Если У нас Нету Континентов Вы Поймите Друзья Запомните Раз И Навсегда У Нас Один Клаптик У Нас Нет Континентов В Каком 16 17 Году В Ролике Атлантида 100% Найдена Я Поясняю Разъясняю Этот вопрос Тут Видите В чем Минус Я Не Всегда Могу Ссылаться На Свои Собственные Ролики Потому Что Часть Информации Была Озвучена На Площадке Котлярова ФМ Да Вот Эта Площадка А тут Пойди Пойди Найди Да Кстати Рекомендую Сделал клип Вам понравится Аватар Ладно Найдете На основном Канале Ой На основном На Котляров ФМ Посмотрите Кстати Теоретически Я могу Пустить Чуть Чуть И авторские Права По моему Не бомбанут Но Если Чуть Чуть Та 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 Тан Тан Та Заменяй музыку Которые в клипе Живо Авторские Права Это Та Ту 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 люблю хотя вообще хотя где там где где мой фэйс все видели все видели вещателя кто не знает как выглядит вячеслав котлеров запоминайте чтобы потом не было курьезов хотя наверное такие эфиры надо проходить смотрите я вообще в принципе пока за 24 минуты людям помог людям люди как дети малые мы представители человеческого рода просто так как там в объектив люди смотрите не могу смотреть в объектив недобрых покалечит светлых излечит ну со светлыми индивидуально надо зыркаться да вот видите я кстати пять лет не обравляю не обновлял программу bs вот обновил кнопочка добавилась это так ну все лучше 40 раз по разу чем ни разу 40 раз то есть записал я ролик его друзья те кто будет слушать записи я вот просто его выкладываю прямо на основном канале этого делать не люблю не ругайте строго за за визуальную сбитую лишь отвлекся на чат на комплимент и еле допишет приятно лицезрите слова красавчик да хотел завернуть такую это ум и внешность они должны это сочетаться а как это по-другому вот сильно не это не ображайтесь будь ласка визуалка это короче нефти в общем мы все поняли значит как я ролик назвал следы гигантской саранчи так для ютуба специально для модерации у меня канал юмористический это розыгрыш я просто показал на живом примере что можно назвать любое название до ролика и потом лопотать и все что угодно а а и единственное что я хотел бы для в заключении возможно просто вас youtube не информировал очень жалко проведена вот я живу когда делаешь мега работу и она остается в стороне руки опускаются но смотрите на самом деле кто не в курсе может вы среагировали на название там украшение русских царет первая часть и вторая но я вначале хотел сказать написать назвать ролик на наверно надо было так назвать ломоносов был женщина наверно тогда было полмиллиона просмотров но я решил красиво назвать без из этих хайпа или как они называются фликбекерство кликбекерство трудился человек трудился выклал в двух частях в течение часа колоссальное количество грандиозно уникальной информации просмотров нету вот поэтому рекомендую еще хотел еще сказать завершение на ю тубе в принципе вот тут уже там показывал и скажем так это фрика фликов которые это фигни страдают какие-то кратеры выдают за неизвестно что ну они как бы основная масса она не большинство я там предложил несколько блогерам там может еще 10 надо добавить кому бы я порекомендовал бы вот это разряд рент-тв ну рент-тв я сам люблю смотреть потому что иногда у рент-тв можно свои мысли собственные мои уже за последний раз услышать и мне чертовски приятно когда слышишь себя на рент-тв плюс еще рент-тв тайны раскрывает ведь она они берут в бочку дегтя кидают маленькую ложку меда и вот эту жемчужину среди огромной грязи я иногда распознаю и мне очень интересно потом раскрывать те или иные тайны ну давайте друзья чтобы в записях было как в записи да чтобы вот прям сейчас это кто будет записи слушать было комфортно слушать меня да все таки 28 минут это не два с половиной часа я сейчас буду закругляться единственная просьба вот 173 человека пожалуйста очень вас прошу напишите любой какой-нибудь комментарий под роликом спасибо или быть добру напишите пожалуйста я обязательно скоро вернусь может даже этим вечером опять в эфир и выясним вот марика пишет континента северной америка нет она у нас находится евразии правильно правильно все а с вами был вячеслав к для ров спасибо что слушаете слышите меня все вам доброго дорогие добрые светлые человеки и до новых встреч прямом эфире добрые светлые человеки и луна больше в 13 раз чем земля всех автор что ты куришь потому что то что я сейчас я вам буду рассказывать друзья очередной раз вам мозг вынесу напрочь ну все люби друзи приехали новая сенсационная сенсация от вячеслава котлярова да 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 здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами вячеслав котляров харькове 22 часа 48 минут 22 07 21 год а в чем сенсация заключается а в том что наша луна больше нашей земли аж целых тринадцать раз да 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 удивлены и ошарашены но я представляю сейчас новички заходят случайно на этот ролик думают она тут вообще это хихихаха да хихихаха но для новичков и для середнячков кому не трудно вот под роликом именно прям сейчас напишите обращение естественно к сотовчанам пожалуйста напишите чтобы новичкам и середнячкам было понятно что здесь все серьезно напишите любую фразу из разряда вячеслав котляров озвучит достоверную информацию вячеслав озвучит как правило истинные знания истинные данные или максимально приближенные к истине вот ну что еще можно придумать ну фантазия большая если будет хотя бы десятка два таких комментариев уже будет проще я пишу это сейчас прямо на котлярову фэм хотел за кадром писать по старинке как и все блогеры это делают но понял что без аудитории не смогу у нас сейчас порядка 30 человек и вот 30 человек счастливчики они сейчас прямо в эфире получат удивительные знания связанные с тем местом где мы живем знаете вот небольшое предисловие наверное отступление вот когда у тебя есть очень давно крантик истинных знаний и ты его можешь откручивать и постоянно пополнять арсенал уникальными открытиями ты всегда сталкиваешься с вопросом а как человеком это подать ну вот многие помнят с чего все начиналось луна дала ответ 25 апреля 2016 года самый первый ролик я вообще даже не представляю если бы я в самый первый ролик это запихнул все что я знал то что мне ведомо ну там америки нету австралии нету не существует антарктиды не существует но существуют гигантские континенты которые находятся на досягаемой близости с америкой да я где-то озвучку сделал в семнадцатом году пока не нашел дополнительную необходимую информацию хоть чуть-чуть визуализировать потому что на пальцах рассказывать это дело одно а другое дело продемонстрировать вообще сат овчане как бы не раз от меня слышали что луна находится выше солнца и она огромных размеров но то что луна находится выше солнца это я 19 году в одном из роликов запротоколировал структура земли ролик называется лдо луна дал ответ 220 часть и вот я в ролике показываю и рассказываю что луна расположена на 100 тысяч яджин выше солнца но я не рассказывал размеры луны а теперь я вам расскажу размеры луны что и которая над нами сияет диаметр луны 160 миль ну в километрах там наверно чуть чуть больше да смотря вообще какие километры брать но я взял вот счетчик оговорился не километры мили мили бывают разные и показал что в километрах она там уже 250 тысяч километров но это не столь важно вот такие удивительные моменты процентном соотношении к информации которая сообщил уже сам факт что луна это огромный объект по сравнению с тем местом где мы живем а мы живем всего лишь диаметр 12 километров ну 13 но я так просто взял на скидку может там она и больше там в 14 раз луна чем земля но я взял цифру 13 вот так вот захотелось мне художник так видит на всякий случай привожу диаметр солнца но я думаю так как это ведическая модель то могу допустить что здесь идет речь все-таки о другом солнце а кто-то скажет а значит и о другой луне может это другой луне то есть солнце видите она в два раза меньше диаметр солнца является источником тепла вот и она в отличие от луны 80 миль и находится гораздо ниже раз до ниже луны солнце находится знаете вот для сторонников шарообразной земли и для сторонников плоской земли конечно в голове никак не у не уложится не укладется каким образом луна больше земли но вот для сотовчан все предельно просто до на территории где площадь где мы живем на относительно ровной поверхности 4 миллиарда миль объект которые всего лишь диаметре 160 миль то хоть 250 500 километров это все равно небольшой объект и в нашем случае в нашем случае да мы находимся вот здесь на одной из варш которая севера на юг 116 километров получается что луна она как бы захватывает и часть гипербореи многие видели мой старый ролик где в гипербореи очень конкретно видно эту луну она очень низко а на самом деле луна скорее всего не то чтобы низко просто наверно в гипербореи уровень земли гораздо выше чем там где мы живем просто не не луна ниже к земле а земля выше к луне вот поэтому все что сейчас рассказываю это для сотовчан хотя вы вот новые уважаемые слушатели зрители если вы человек адекватный вы тоже можете стать сотовчанином почему так долго не озвучивал нужно было найти нужно было найти хотя бы вот такой глобус от которого можно было плясать думаете безумие думаете современные относительно современные ну пускай 100 200 лет назад изобретатели просто решили посмеяться нет естественно начал искать выдержки в ведических данных много чего интересного по находил раху вообще у нас великая тайна в лунной академии училищу рахту а может я что-то напутал кстати о птичках добро пожаловать в лунную академию и она будет у нас где находиться а именно котлеру fm можете по ссылке зайти в лунную академию можете просто по моему среагирует поисковик на код fm если вы напишите и вот пожалуйста мы по моему сразу выдаемся хотя видите тут котов fm много именно коты 70 человек нас лунной академии но когда будет больше тогда будет именно для этого формата наверно супер секретные знания о нашем мире так ну с лунной академии мы разобрались теперь возвращаемся к нашей гигантской луне которая больше нашей земли что еще и могу подсказать ну косвенно масонские схемы говорят то же самое и более расширено здесь правда до конца не известно что они подразумевают давайте предположим сет это луна и ян это тоже луна то есть лун много не то что там 23 их может быть на площади 4 миллиарда миль 133 луны на такой площади но не знаю там раз два три 4 5 может 5 поместится они каждая луна курирует свой участок это гигантский космический корабль закамуфлированы под планету я специально нашел как вариант как она выглядит без камуфляжа небольшое отступление хотел бы сделать по солнцу официальному и земле мне всегда вот этот момент просто улыбал когда в школе или там несознательные блогеры брали к земле подносили объект которые во сколько раз лампочка меньше земли 10 раз да и демонстрировали вот вот так она солнце работает нет школьный учитель и какой-нибудь несознательный блогер вы пойдите на футбольное поле поставьте глобус к одним воротам потом пойдите к другим воротам возьмите объект светящийся лампочку которая во сколько тут раз больше но ученые официальная наука утверждает что что в 109 раз таким образом радиус солнца превосходит земной аж в 109 раз это выдержка из википедии мне что-то кажется что больше чем 109 раз на чем я становился на футбольных воротах да еще и ночью это надо делать еще и правильно скажем так высоту отладить в случае с нерадивым блогером там тоже он лампочку светит вплотную которая меньше его глобуса это ему нужно опять же лампочку в 109 раз больше врученки взять на ставить и от курска дойти до харькова и от харькова до курска светить на свой глобус и тогда будет эксперимент наверно правильно ну вы согласны добрый светлый человек ешь по моему нормальные вещи говорю что когда они нам лампочкой светят на глобус которая глобуса меньше в 109 раз да все должно быть наоборот ну к солнцем сам обязательно вернемся и может даже в эти минуты вот такие нехитрые модели продолжает ту тему которая затронул в данном случае вот этот объект который кто-то подумает что это солнце я все таки настаивал бы что это луна и она еще как бы маленькая изображена ну и для солнца если брать оригинальное солнце то оно должно быть в 109 раз больше а что что за объекты по периметру а здесь вариантов много эти объекты могут быть солнцем и я рассказывал что даже если солнце над вами с помощью специального забрала черное забрала уходит скажем так на низ солнца и все и у вас темно то есть солнце она вообще может оставаться неподвижным в некоторых случаях здесь мы видим как бы три солнца до чтобы все осветить но есть же модели более развернутые кстати спалярнул астролябии мы теперь с вами еще тайну астролябии возможно разгадаем потому что астролябии можно скорее всего понять на истинной форме нашей гигантской планеты да эти четыре миллиарда разбиты на 7 концентрических островов и наша земля с позиции вет называется сапта двипа сапта двипа двипа означает острова сапта 7 в центре это похоже если сейчас так нарисовать на бумаге это очень сильно похоже на мишень из семи вот этих колец и в центре 7 это полная такая полный как десятка до яблочко то что называется такой заполненный и вот этот наша пхумандала то есть наша мандала отозначает определенный дискообразная плоскость в центре находится остров на котором мы сейчас с вами находимся и он называется джамбудвипа джамбудвипа джамбу это мистическое дерево то есть реально существующее дерево и как раз джамбудвипа называется остров на котором растет это дерево джамбу рядом с нами находится плакшадвипа и мы отделены океаном океаном круглым таким концентрическим океаном если пересечь этот океан будет другой концентрический остров который называется плакшадвипа за ним шалмали двипа кушадвипа краунчара двипа шака двипа пушкара двипа это вот всем островов и все это называется земля и расстояние с севера на юг 4 миллиарда сухопутных миль 4 миллиарда вот здесь уже побольше шариков ну они скорее всего хотят сказать что это планеты да мы к этому потихоньку в будущем думаю подберемся да возможно помимо гигантской луны и маленьких солнц с нами рядышком находятся планетки небольшие ну принято их назвать планеты вообще это может быть что угодно какие базы или космические корабли в любом случае техногенное устройство их принято называть марс юпитер до ведическая тема она тоже затрагивает планеты и большая вероятность что здесь просто на другом языке описано название тех же планет раху ситха ситха лока чара на лока битьярд хара лока якшалока может быть и марса якшалока и надо чтобы яша какой-нибудь открыл путь на марс ракша салока но это предположительно это наши планеты потому что здесь указывается что планета раху находится на расстоянии ну давайте без яджин 80 миль ниже солнца раху располагается ниже солнца и луны но это логично если солнце ниже луны то раху которая ниже солнца автоматически ниже луны она находится между этими двумя планетами землей когда раху закрывает собой солнце и луну происходит затмение ну возможно возможно некая планета раху становится между солнцем и землей и и закрывает потому что кто-то спросит вячеслав но если луна выше то кто же закрывает солнце но вот веды говорят раху закрывает потому что без вот этих ведических краплений выйдя с роликом на youtube и сказать добрые светлые человеки луна больше в 13 раз чем земля всех автор что ты куришь на что ты пьешь вот еще модель модель это выясним будущем на всякий случай оставил тоже приходится наверно будущем здесь все по-простому да луна которая больше земли солнце которое находится между луной и землей так а вот это получается сфотка нас сбоку припевку вот у нас земля он земля вот луна вы знаете очень даже логично потому что на нашем клаптике 12 тысяч километров где бы мы не находились мы луну будем видеть это я много раз говорил и мы обязательно будущем проведем эксперимент когда соберем всех человеков с разных уголков лица земли вот я считаю правильная модель земля солнце не луна вот солнце маленькая ставка ставка при монтаже но солнце маленькое то конечно по отношению к земле которая реальная площадь 4 миллиарда миль но большое по соотношению к площади до диаметр 12 тысяч километров где мы живем как говорят веды нам что луна получается 160 миль солнце в два раза меньше 80 миль но я предположу что то солнце которое было solar возможно у нас стырили накрутили небольших лампочек а может быть и действительно остается то солнце над нами это тоже надо будет вопрос изучать которая 80 миль но опять же 80 миль но луна больше в два раза 160 миль интересно у них все эти цифры устроены вот и луна однозначно находится выше солнца и больше солнца и однозначно луна гигантских размеров здесь вот на схеме слева показано маленький шарик это наша земля планета надеюсь из телефонов будет видно ну а то что гигантский вот этот шар это луна я думаю предельно ясно и понятно ну что идем дальше это да вот опять же нам показывают схему типа официально бы они заявили это луна которая там с одной стороны светит другой темная а это солнце почти один к одному по размеру земли нет она бы должно быть в 109 раз больше вот скептики возьмите свою лампочку 109 раз больше глобуса или наоборот возьмите свою лампочку и возьмите гороховое зернышко не наверно гороховое будет не наверно нормально да берете гороховое зернышко подносите к лампочке и смотрите освещение тогда будет все по чесноку а шо вы постоянно тычете на большой объект маленьким фонариком начиная от школы нерадивых блогеров я считаю это такая хитрая манипуляция как с ведром и водой да когда они говорят вода притягивается потому что когда мы ее над головой раскручиваем она не выливается но вода то находится внутри они сверху объекта возьмите футбольный мяч налейте и учителя и блогеры и ученые современные воду на мяч а потом раскручуете этот мяч над головой и мы посмотрим как будет вода притягиваться то же самое фальсификации здесь на более крупные объекты светят более маленьким объектом ну что друзья ошарашил удивил восхитил есть еще порох пороховницах как я говорил вам самое интересное еще впереди я вас не подводил не подведу вячеслава котлярова еще в запасе и по-прежнему вагоны и маленькие тележки сногсшибательных достоверных фактов и знаний ну а на сим разрешите откланяться жду огромное количество комментариев под роликом ну лайки надеюсь если пожелаете ставьте я вообще если обратили внимание не прошу ни лайков не комментов вот просто напишите спасибо репосты тоже кстати хорошая вещь но смотрите а толку от этих репостов мне есть конечно толк вы представляете человек который не в теме ему сказать что луна больше земли он посмеется пойдет дальше это ж надо учиться это ж надо трудиться в общем так давайте классическом ключе я уже говорил с вами был вячеслав котляров а с вами был вячеслав котляров спасибо что слушаете слышите меня всего вам доброго и до новых встреч прямом и эфире пока-пока очень вам друзья благодарен за все пока здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами вячеслав котляров в харькове 19 часов 18 минут 18 07 2021 год сейчас будет полный экспромт как всегда и как обычно никаких заготовок никаких сценариев просто то что буду видеть то и буду говорить но если так немножко по чесноку действительно делается небольшие такие зарубки в данном случае в виде закладок мысленно по этим зарубкам закладкам пробегает внутренний диалог и потом он начинает уже выходить в инфополе мюнбергский кодекс мюнбергский кодекс тоже интересная тема недавно в эфире на котлеров м я обратил внимание на то что если правильно читать о чем идет тут речь то все не так на самом деле как нам кажется я не буду полностью все десять пунктов зачитывать мы с вами так пробежимся поверхностно значит первый пункт абсолютным необходимым условием проведения эксперимента над человеком является добровольное согласие последнюю второе эксперимент должен приносить обществу положительные результаты и т.д. и т.п. эксперимент должен основываться на данных полученных в лабораторных исследованиях на животных вообще то что на животных проверяют в основном и то что проверяют на человеке это уверяю вас полная чушь яркий пример кошка и собака известная валерьянка на одно и другое животное действует абсолютно по-разному да то есть если кошек она вдохновляет то собак наоборот усыпляет ну вот на таком всего лишь небольшом примере поэтому то что на кошках испытывается или на других животных не подходит к человеку плюс ко всему в основном множество животных шерстистых у них всегда температура тела превышает человеческую температуру и уже понимаете что тоже вот этот один процент приведет неправильным неправильным выводом как и недавно афоризм озвучил Вячеслав Котляров автор афоризма небольшие погрешности локально приводят к огромным погрешностям глобально ну мы можем дальше читать что тут в экспериментах при проведении эксперимента необходимо избегать всех излишних физических психологических страданий и повреждений ну вообще в принципе повреждения если глаз не видит повреждения что происходит внутри это не значит что повреждение не образовалось причем это может быть повреждение замедленного действия сейчас вроде человек хихикает через неделю через две не хихикает что-то там внедрили в организм смотрят да вроде вроде улыбается ну да сейчас тоже вот на злобудня жижу вшандаливает да и не улыбается ну я так понимаю там что-то наверное такое обезболивающее идет да то есть организм становится толерантным в борьбе с разными патогенами а потом когда вот этот эйфорийный обезболиватель улетучивается организм остается на один на один со злом которое было внедрено вместе с вместе с обезболиванием но это как вот своими словами скажу зубную пасту добавляют ну так мягко скажем не буквально аспирин ну давайте ставка при монтаже не мягко скажем а грубо добавляют аналгин вы чистите зубы у вас эйфория как бы обезболивает и патоген он как бы продолжает свой путь то есть зубам вашим не дали шанса ставка при монтаже заболеть в данном случае не чтоб болезнь появилась а чтоб боль появилась то есть не дали зубам чтобы болели зубы заболеть чтоб их лечить то есть они продолжают разрушаться но вы зубной посты потерли зубы у вас все хорошо у вас ничего не болит ну то что ничего не болит это не означает что процессы не продолжаются и вот жижи нечто скорее всего подобное то есть какая-то обезболивал к человек ничего не чувствует у него такой ой какая легкость какая легкость как хорошо как хорошо оно у нас не бесконечно действует обезбол ну еще дальше степень риска связанная с проведением эксперимента никогда не должна превышать гуманитарной важности проблемы ну и так далее так далее так далее то есть вернемся к первому пункту абсолютно необходимым условием эксперимента на человек является добровольное согласие последним абсолютно необходимым пониманием для каждого человека должно быть понимание что любые эксперименты над человеком это неправильно абсолютно любые а как же а как же ученые будут помогать нам как же медики без экспериментов все излечат исцелят но давайте тезисно по факту а там уже как говорится я озвучу истинное положение вы уже каждый волен принимать эту простую истинную или не принимать в чате задается вопрос всем привет прямой эфир или запись да хороший вопрос в общем прямой эфир но для тех кто будет слышать записи будут знать что вячеслав катеров все делает прямом эфире свои открытия делает смотрите технологии как и скажем так металлического характера они уже все давно есть нам просто потихоньку их вкрапляют то есть я не могли и сто лет назад всем раздать компьютеры и придумать какую-нибудь осенку что сбитые тарелки в розвеле нашли гуманоидов которые играли в тетрис они переняли технологии эти да это вообще смешно попробуйте в лесах дикой амазонии какому-нибудь представителю племени предоставить сбитый самолет да и сказать ну делай поэтому даже если вы заполучили эти технологии назовем кавычках инопланетные вы не сможете разобрать что там чему и почему он вам пожалуйста виманика шастра берите разбирайте еще мы там разберем хотя там все описано да в деталях и подробностях вот поэтому с медициной то же самое все необходимое есть и вообще правильное необходимое но оно не нужно очередная ставочка ставочка при монтаже я тут подумал при монтаже и дополню очень важным моментом мало того что все необходимые скажем так лекарства существуют уже давно и можно было бы исцелить от всех недугах в местных жителей но те кто правит этом миром они наоборот создают проблему потом героически с ней борются то есть создают эти недуги а потом для этих недугов изготавливают препараты которые якобы их должны уничтожать эти заболевания но по факту по факту они всего лишь купируют боль заболевания но не исцеляют и человек продолжает дальше жить с этой хворобой его опять скажем так пытаются таблеточками эту боль убрать боль не устраняется до проблема не устраняется то есть человек потихоньку выпиляется из этого мира ну дальше идет уже не вставка при монтаже а то что я говорил в эфире если люди не будут болеть они не будут умирать или будут долго жить а если будут долго жить то население участка того земли где мы с вами живем будет расти геометрической прогрессии она имеет границ поэтому те кто правят этим террариумом аквариум очень скрупулезно следят за популяцию местных граждан то есть понятно что не нужны никакие эксперименты чтобы выяснить как что работает если уже в арсенале есть все необходимое вот там вот эти моменты скажем так с хирургами донтистами и реаниматологами это да это вследствие того что мы таком бешеном темпе живем машины там катастрофы все дела да там хирурги без них никуда и реаниматологи там донтисты из из-за правильной зубной пасты всегда будут нужны а если каждый ребенок бы с детства после приема пищи полоскал рот к с содой то через 50 70 лет у него были бы зубы такие как в юном возрасте у нас это мы не научили нам дали пасту да неприятно вот это хочется иногда после вкусе после еды когда вкусно поела тут вот эту соду и этот остаток остается не собоприятный хочется чтобы вкус ужина оставался на зубах но пакет пяти минут 10 20 30 через 30 минут если пополоскать тоже ничего нормально будет так то есть понятно что эксперименты не нужны ибо все рычаги здорового скафандра есть у правителей мира всего но они не нужны для распространения в массы поэтому терапевтия у нас это фармакология это не исцеление а приглушение очагов болезни обезболивания и вот так мы обезболились причину то не убрали просто все вроде тут отпустила потом опять начинает колоть вот вам таблеточка фух опять отпустила насколько у нас сильный организм на травят 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 а мы все живем и живем до нюрнбергский кодекс эксперименты над человеком вячеслав катеров заявляет все эксперименты над человеком противозаконный противоконный противоканонный противогуманный и нецелесообразны то есть зачем делать эксперименты если все уже давно известно и вообще в принципе даже сейчас вот если бы позволили знахарям озвучивать на массы как исцелять те или иные недуги все бы стало в этом мире намного проще плане здоровья ну самый самый простой способ это защелачивать свой организм существует огромное количество способов не обязательно 5 соды хотя 5 соды это очень быстро и эффективно и так далее с кодексом разобрались ну и хотелось бы завершение рассказать про нюрнбергский процесс понимаете что есть нюрнбергский кодекс а есть нюрнбергский процесс но тут особо я ничего так читать не буду просто скажу что это всего лишь шоу наняли актеров сняли фильму причем нюрн нюрн уж такой нюрн вообще имя анна аня до нюра знаете такой нет это я давно знал мои прабабушки была сестра бабушка аня да и она и нюра называла это не местный диалект это общеизвестный ну даже специально для скептиков открыл анна один из вариантов нюра нюра вася нюраха нюраша нюша нюся нюра нюрн благая нюрн благой верх берск верх но если некоторые языки полопатить это всего лишь айсберг благой лед вот вам пожалуйста благой холодный лед ну собственно и все смотрите мой канал да я решил это наверное вот 15 минут и нормально все что хотел вам сообщить еще не сообщил поэтому скорее всего следующем ролике продолжим беседы обо всем и обо многом а с вами был вячеслав котляров спасибо что слушаете слышите меня всего вам доброго и до новых встреч прямом эфире пока здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами вячеслав котляров в харькове 17 часов 44 минуты 15 07 2021 года пока мои личные ролики находятся еще на стадии создания и разработки хочу предложить вашему вниманию фрагмент с канала журналисты стрима усово полную версию вы уже самостоятельно можете изучить а вот фрагмент который дает нам возможность понять что не все еще потеряно я хочу вашему вниманию предоставить но имеется ввиду что что идет планетарная используем для youtube термина сокращение жителей да вот и даже человеке они но обеспокоены а если хоть какие-то шансы избавиться от лихой годины да давайте не буду затягивать послушаем что вот человеке говорят в своем ролике всем известно откровение и она богослова предсказано появление пагубной системы которая будет отличаться по своим признакам и основной признак там упомянут три шестерки число и не зверя вот это скажем так установка она позволила активизировать научное мышление и добиться уже предвиденно на научном уровне вот скажем есть пророчестве мы как бы там ни было сталкиваясь проблемой чипирование маркирования айди карт мы будем пересекаться вопросах предвидения с религиозными какими-то моментами и очень важно уметь правильно осознавать религиозные источники для того чтобы и научное предвидение было более эффективно так вот ну так вот у нас подмена понятия дело в том что как бы нам религиозные источники поддаются как аллегория а если ну смотрите широко открытыми ушами на регион религиозные источники то мы придем понимание что там описано инструкция либо описано реальные хронологические события которые были или которые будут да ну вообще в принципе хотите узнать будущее изучайте прошлое вот поэтому вот всегда конечно я бы перефразировал два инструмента нужно человеку иметь в своем арсенале чтобы понять что происходит это интуиция и логика я вот сможет с вами потом в будущем обсудю или обсужу вообще возможно ли прокачивать логику интуицию интуитивно и логически предполагаю что можно ну давайте все-таки послушаем что далее вещают человеке к сожалению не помню собеседника игоря советского давайте наверно с помощью монтажа исправим это не неловкая недоразумение выясним кто же собеседник игоря я игорь советский и продолжаем вместе с константином замечательно константин маленький нович ну слушаем дальше еще раз повторюсь у нас есть шансы да у нас есть шансы сейчас человек про это будет рассказывать сообщать вещать изучая откровения 20-30 лет назад я обратил внимание на вот такие эпизоды и дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем и поклонятся ему все живущие на земле которых имена не написаны в книге жизнью отца жакованного от создания мира то есть вот один посыл религиозного предвидения второй посыл и видел я как бы стеклянное море смешанное с огнем и победившие зверя и образ его и начертание его и числа имени его и число имени его стоят на этом стеклянном море держа гусли божии поют песнь моисея раба божия и песня отца говоря великие чудные дела твои господи божий вседержитель вот этот второй посыл религиозного предвидения как раз нас обнадеживает в том плане что решение определенным каким-то кругом лиц будет найдено и эта система будет побеждена скажем так вот это религиозное предвидение она у нас мобилизует и обнадеживает именно в нашей деятельности то чем мы сейчас занимаемся это в сути дела как раз стремление выполнить тот посыл который мы увидели в религиозном источнике и схвачен был зверь и с ним же пророк производящий чудеса перед ним которыми он обольстил принявших начертания зверей поклоняющийся его изображению оба живые брошены в озеро огнанное горячее серое а прочие убиты мечом сидящего на коне исходящим из уст него и все птицы напитались их вот этот посыл тоже интересен тем что обратите внимание а прочие убиты мечом сидящего на коне исходящим из уст него то есть человек обличающий данные скажем так нарушения он тем не менее победит и восстановит справедливость и это нас обнадеживает дверца в заданном направлении вооружаться знаниями и решать проблему замечательно вооружаться знаниями сейчас я вот так кнопочку нажму возможно впервые кто-то увидит подобную схему это упрощенная схема но она достоверно скажем так отображает суровую действительность а именно то что сша всегда территориально находилась на территории официальной азии вот и в моем видении можно конечно очень долго и упорно кричать как все плохо и искать инструменты для выхода из сложившейся ситуации но моем видении уже мощный посыл что сша находится в азии это очень важно ставка ставка при монтаже предвижу комментарии или мысли по поводу услышанного от зрителей мол вячеслав каким-то образом отсутствие америки повлияет на избавление от оккупационного режима я специально на экран вывел вот такие важные моменты то есть двух словах граждане конечно не поймут человек поймет а читать лекцию в чем разница между человеком и гражданином на данный момент ну не то чтобы я не намерен нет возможности приходите на котлеровым я вам прочитаю лекцию кто такой человек и кто такой гражданин ну собственно и все основной посыл был понятен у нас есть все шансы на победу продолжаем общаться продолжаем вещать а с вами был вячеслав котляров спасибо что слушаете слышите меня всего вам доброго и до новых встреч прямом эфире пока-пока ох как замечательно здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами число котляров в харькове 16 часов 42 минуты небольшой рекламный ролик возможно кому-то он пригодится можно кому-то понадобится видите как удачно в чате максим задает вопрос слова здравия это сегодня интервью состоялась и она уже опубликована на канале кто ты автор канала игорь не просто игорь игорь буянович и вячеслав котляров оказывается есть код вымышленной вселенной вымышленный код но довольно таки да получается фамилии говорящий код буян а есть остров буян до мимо острова буяна царство славного салтана или султана помните делал ролик значит кому интересно что будет в ролике я даже вот не знаю как игорь и все-таки наверно монетизацию он обошел но я не рискну ставить видео потому что я уже как это не странно как это не странно потому что я уже опытный до используем термин ютубер и знаю что авторские права серьезная вещь и на свой канал это интервью заливать ним не буду но вы можете пройти по ссылке в описании или просто написать интервью вячеслав котлярова вопросы и ответы вот уже как видите 48 человек посмотрела ну а кому youtube не прислал давление уведомление про то что сша 17 республика ссср рекомендую видите на самом деле какие страшные ролики то делаю это буквально страшные потому что youtube он на определенном этапе как обычно заморозил на 1900 просмотров долго мурыжил потом отпустил ну как видите для моего канала 4000 это вообще ничего а уверяю вас тех кто не смотрел этот ролик информация знания и данные которые в этом ролике мной сообщаются они очень 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 неприятны неприятных для определенных элементов я даже не знаю есть ли смысл делать продолжение ролику ленина наверно нету тут можно в двух словах пересказать человек не скинул под ником по моему чеширский код на все памятники планеты информацию и вот насчет америки я там очень долго искал 5 10 и и выяснилось что в этой статье все предельно просто ясно и понятно конечно далеко не все американские памятники точнее памятники ленина который находится на территории официальной америки указаны здесь и тем не менее очень хорошая раскладка выясняется что есть памятник возле атлантик сити вот он с головой еще да вот он есть тот помните который искал в в арлегоне без головы вот в америке лежит над златом чахнет в далласе есть памятник ленину также в лас-вегасе есть памятник ленину тоже без головы он еще молодой он еще страдает ерундой то есть без головой ну в нью-йорке тоже на здании на крыше большого высотного здания да и естественно легендарный память памятник ленину все это ли вот ну относительно подробно вы можете узнать для чего ленина возводили в разных городах мира в этом ролике вот это опасная информация что я показываю в ролике но относительно ну и сам ленин тоже опасная информация что в сша он натыкан как грибы после дождя но еще важная наверное вернее наверное это важно оставить еще ссылку в телеграм там по вечерам будут скорее всего собираться много блогеров разных площадок которые вы знаете и любой зритель может стать участником этой беседы понимаете вот интересно как игорь автор канала создает уникальные площадки вот эта площадка кто ты да вот и если вы на эту площадку добавитесь это вы не только со мной сможете побеседовать живую ну и с многими блогерами на которые вы подписаны которых вы разделяете мне мнение которых вы уважаете цените и так далее ну все собственно все с вами был вячеслав котляров спасибо что слушаете слышите меня всего вам доброго и до новых встреч в прямом эфире пока пока здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами вячеслав котляров в харькове 9 часов 17 минут 06 07 06 07 2021 года данном ролике мы с вами узнаем не только удивительные факты о том что на территории современных соединенных штатов америки находятся десятки а может быть даже и сотни памятников ленина но мы с вами еще узнаем для чего же вообще для чего же конкретно создавалась во-первых такое огромное количество их и истинную тайну откроем все-таки почему строят памятники ленину ну или возможно ходят а потом их сносят приятного просмотра быть добру тан-тан-тара-тара-тара-тара-та опять что-то вернулся к изучении вопроса ленин сша искал один ролик нашел хорошо девушка сделала копию саму статью представляете он девушка нашла статью в этом википедии про памятники в сша часть статьи она перекопировала вы должны понимать что это не вручную написано вот она и хорошо что она тупо перекопировалась википедии ведь вот эти цифры это чисто википедийный текст статья википедии на называлась памятники сша после того как я на ю тубе в семнадцатом году рассказал про эту статью и показал ее в эфире это до значения не придавал там больше сотни памятников ленина в сша эту статью с википедии убрали остался по моему только памятнику в этом все есть ли статья ну вот она осталась только статья по про памятники ленина вообще в мире я сейчас опять очередной раз этот вопрос изучаю кстати есть математики приблизительно как вы друзья думаете при высоте 5 метров сколько может весить вот этот бронзовый памятник просто есть спецы говорят что это из советского союза привезли в америку ну или не советского союза из советского лагеря словаки или словакии неважно ну короче из европы есть мнение что вот этот памятник который пять мест метров и чисто бронза и тут ведь еще по бокам бронза не только там постамент на все этого крупный город на северо-западе сша вот но это один памятник а вообще в этой статье указано допустим обезглавленная статуя в казино да но я нашел нашел даже оригинал когда она еще была с головой это тоже голову снесли в это в бухаресте и ядру сделали виде роз вот сохранилась благодаря девушке к сожалению не помню вот она часть статьи перекопировала только несколько памятников ну и официальная версия гласит что когда советский союз развалился памятники ленина начали это в огромном друзья количестве это официально перевозить в америку для красоты это очень абсурдно любой капиталист не захочет тратить гигантские деньги на то что не принесет прибыли это огромное количество памятников которые ленина на территории сша просто так чтобы бизнесмены там их больше ста тащили в америку это чушь но кто-то спросит к чему я клоню ну к тому же что их не перевозили через океан максимум где-то в районе казахстана или китая погрузили в товарные вагоны и на поезде отвезли в сша причем сиэтл как раз находится недалеко одна из близких точек грубо говоря к россии китаю вот и когда я начал этого ленина изучать наткнулся на вот эту статью ваваны 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 выдержите станы выдержите вовишки штанишки или данном случае головишки сносят сносят головы ленином даже даже памятником сносят а вы говорите что кто же посадит тот же памятник окажется могут посадить и памятник спасибо автору статьи дмитрий чернышеву который собрал ваванов вот вавана переделали на территории украины начали много ваванов переделывать в аддесской территории да сделали дарквейдера вот в рязанской области из ленина сделали ипатия калабрата тут получается писающего мальчика в кракове сделали писающего ленина так это сша лас-вегаси это у нас друзья черкассы тоже таким образом спасли то у нас в луганской области ленина сделали написано шевченко тарас шевченко но на шевченко похож я к свинья на ёжика ёжик наш там тщательно она сейчас расплачется или не нашим так потом переделали ленина пилипа орлыка потом переделали ленина болгарина переселенцы диакова тут уже качественно сделали да это ленина перерисовали и ничего не написано где стоит секрет выжившего памятника ленина в украине прост памятник стоит чернобыльской зоне отчуждения но у нас харькове тоже хитро поспасали памятники и ленина там их прятали укрывали непонятно зачем вот видите без головы но я нашел все-таки редкую фотографию в слабом разрешении где все-таки голова была фейс конечно не не особо похож на ортодоксального ленина какой-то монгол хотя вот смотрите интересно написано красная площадь это наверно недавно они решили по-русски написать а вот этот скриншот видите вывеска на английском red красная это одно и то же станет то есть раньше вывешка была на английском языке вот red не знаю как площадь по английски как она звучит может май там вот и я вот это изучал этот вопрос спасибо девчине ну памятник нью-йорку я думаю многие про него знают он вообще на крыше гигантского дома расположен вот друзья не дорого ли не дороговато ли из россии из советского союза привести в америку памятник и потом его еще на крышу поставить я думаю этот памятник на крыше давно там стоит еще с тех времен когда америка входила в состав советского союза но потом его конечно начали сносить после того как котлеров начал разоблачать что в америке памятников ленина огромное количество головы отпиливать еще тема интересная виде как бы немножко с вами поделился не структурированный доклад но я просто стараюсь себе так сейчас говорить появилась тема в эфире не довел фразу до логического финала появилась тема сразу ее озвучить просто очень много тем интересных было загублено я их не озвучил пускай вот небольшое множество человек сейчас в эфире услышит эту тему для кого-то она вообще впервые согласитесь что найдется час в эфире хоть один-два человека которые впервые слышат что на территории сша десятки десятки памятников ленина найдется же найдется эту тему давно затрагивал есть ролик на канале сотовая земля и я тогда поленился по этой статье сделать это обширный ролик и сижу и улыбаюсь что я накопал причем особо не стал прилагать усилий думаю раз мне скидывают фотографии ленина в америке то почему бы мне самостоятельно в интернете не найти ленина которые присутствуют в огромном количестве американских городов скульптурное изображение на сша не относящиеся к памятникам выполнять декоративную функцию ну ну ладно памятники привезли да а тут окажется еще есть это декоративная функция вот это статья 6 я считаю обрывок из статьи он уже удален мировым правительством вячеслав котлеров вечно озвучивают неудобные вещи так выражена определенную художественную идею экстравагантные взгляды инициатора установки этих скульптур и название просто статуи так где еще у нас есть памятник ленина в ансамбле парка памятник ленину давайте попробуем найти почему бы и нет нью-йорке я вам уже показал да спи спокойно вождь мирового пролетариата давайте поищем теперь орли кто он нету на фотографии а что такое вообще орлихтон округ то округ в сша желто-блакитный флаг вот тоже украинская территория промпам пара по пара 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 парам что же делать тут понимаете выдала не совсем топа пойди угадай где тут орлихтон может вот это ничего себе памятник наверно с размером этого иисуса в бразилии слушайте ну их столько напилили свое время до кратце объясню смотрите создали оккупанты две сферы джапанцы и наглосаксы одним сказали вы император и другим и дербаньте этот мир джапанцам сказали это вам все принадлежит джапанцы это нарицательно это все как бы эти народы щенайскими ассоциируется вы захватываете эта земля на ваша и наглосаксам сказал так это ваша земля и вот по мере продвижения тех или иных ставятся фишечки на карте вот захватили чинайцы джапанцы территорию и фишки поставили по всей территории что это нам принадлежит сейчас наглосаксы начали территорию расчищать до себе захватывать убирают ленина и ставят свои фишечки в основном у них черные ангелы допустим в харькове я уже показывал как-то в одном из эфиров там где стояли памятники ленина или памятники солдатам второй мировой войны там уже стоят черные ангелы ну есть проект статуи для центральной площади харькова точная копия как в санкт-петербурге только немножко зеркальная другое нашел продемонстрирую вам вот смотрите вот когда-то в харькове на одной из центральных площадей стоял такой памятник ну солдаты а теперь на вот этом месте стоит черный ангел ну собственно этот проект памятника который планирует в харькове сделать там тоже будет ангел наверху ну по-моему не черное золотой его планируют тут на вот этом месте но уже кто-то статую свободу влепил тоже неплохо а только на фотографиях осталось сейчас по моему постамент пустой там ничего нет мне наверно придется все-таки продемонстрировать найти свой ролик который я два ролика делал по статуям их незаслуженно площадка скрыла от вас захейтила так сейчас я продемонстрирую вам все что смогу во первых я мощный ролик делал про александрийские колонны всего жалкие 8000 просмотров хотя работа была проведена просто колоссальная я над этим роликом трудился днями и ночами чтобы собрать во первых фактаж а во вторых это все красиво оформить чтобы продемонстрировать что исакиевских колонн в мире пожалуйста ссылка дофига и больше но здесь я показываю так просто архангельск город и город киев два почти одинаковых ангела город сочи но это что-то аналог питерского памятника но тут он держит меч в питерском вот питерский памятник здесь он меча не держит но держит руку вверх во французской версии на одной из площадей по моему это памятник относится к площади бастилии ай-яй-яй куда что побежала стоять а вот кстати реконструкция как убирали оригинальные памятник когда-то в питере когда там был 91 году был вот такой памятник вот такого плана потом его снесли в питере вот такой такого ангела и поставили ангела с крестом и вот я нашел друзья в харькове планируют поставить точно такой же памятник как и в питере вот он рука вверх золотой правда и зеркалка то есть там где сейчас стоит ленин но это безумно дорого но хотят пометить все таки вот эти памятники если англосаксы захватили значит ставят памятники с с ангелами черные или золотые вот справа если не ошибаюсь это киев видите киевский необычный памятник стела до стела вообще с латыни если не ошибаюсь переводится как звезда незаслуженно мой ролик не незамечен вот я демонстрирую как было вчера и как сегодня черный ангел черный черный так но это где-то европа это в америке так сан-франциско город стили диска тоже интересное строение как хотел сказать возвояние колонна непорочного зачатия тут написано самом деле да их их победишь то youtube такой стал необычный что уже цензуру леплю куда можно куда нельзя в русской википедии в украинской и вообще славянских википедиях невозможно никакой информации найти по поводу этого памятника это я нашел на итальянских ресурсах автоматически перевел страничку на русский благо есть такая возможность хотел тоже более расширена по этому памятнику доклад делать потому что по периметру не необычные сидят персонажи ну вот предлагают что их точили может какие-то точили но некоторые статуи выложены из кирпича красного и залиты жидким мрамором который застыл то есть это утверждение из чего сделаны пирамиды из цельных мегалитов или из бетона тоже неверно из бетона сделано из цельных мегалитов так же самое друзья с нашими колоннами есть колонной которые цельные сделаны выточены возможно на гигантских станках есть колонны которые выложены кирпичом и залиты по периметру сейчас я конечно под рукой ничего нету чтобы показать подтвердить правоту своих слов но уверяю вас это так будапешт площадь героев тоже своя исаакиевская тема вот тоже кстати по питеру прошелся там оказывается этих памятников разных вот прикольно типа из пушек сделан ну что я там в кадре говорю значит что у нас тут интересно памятник был от литва франции но тоже видите в 1825 году до или в каком там 1850 отлили в бразилию перевезли вот так любили в те годы колонны туда и сюда и возить ангел победы сверху а смысл того что они никакой франции его не отливали он просто остался от погибшей цивилизации и это небольшая друзья параллель между памятниками ленина которые остались на территории современных соединенных штатов америки их не перевозили с европы как нас пытаются убедить они там были созданы изначально многие из них некоторые конечно из советского союза привезли который гораздо ближе находился к сша чем мы с вами думали на поезде просто привозили но некоторые там и появлялись изначально тут же шиву отлили недалеко в маленьком гараже у них же все открытие в маленьких гаражах делаются да тут же шиву отлили тут же шоу поставили от сиэтл я думаю что там на месте и делали не удалось мне найти памятник ленина штат виргиния ансамбль парка свободы может вот так написать не ленин писать а наверно его уже снесли ансамбль парке то я нашел а ленина в этом ансамбле уже нету чудом уцелевшие статьи википедии говорят что здесь когда-то ленин лично шастал но вот такая статья осталась википедии памятники ленина это итог по составлению статьи оспаривается оспаривается ну тут небольшой перечень воды гейна памятники амурской области это понятно советский союз то понятно скажет что удивительно их везде ставили но это американские памятники это конечно у нас мозга памятники которые расположены на территории америки так памяти доставлены из санкт-петербурга ну вот они нечего было им делать из санкт-петербурга в американский город штат виргиния доставлять памятник ну понимаете вот это ж дорого стоит люди как правило состоятельные они не не впуливает деньги в то что не обратный выхлоп не получат зачем тратить деньги на на перевозку памятника так что еще атлантик сити в казино тропикана назвали боже тропинка там памятник ленина стоял на середине 13 вот то есть а статуи демонтировали йоккорны бабай мы опять не успеем мы опять не успеем все нету как демонтирует вместе с домом вот этот рандец вами видели это информацию и так по-тихому прошло только блогеры вот саня флорида рассказал еще кто-то где там я уже не помню пожилой с жилыми жильцами так в техасе может тут найдем ну ведь только информация осталась друзья только информация о памятниках подчищается видные фотографии все это сиэтловский все фотографии нету нету только информация что там она стояла стоявшая никогда рядом с небольшим рестораном этот пальм не куплены в девяносто втором году рестораном куплены и все покупают такое шо нам нужно для ресторана а давайте памятник ленина купим так он же далеко находится а вот он и есть этот памятник ленина возле ресторана друзья а в ресторане а в ресторане а там гитара а там цыгане что-то табличка сзади должна быть на нас спереди а может там одинаково и спереди и сзади так ну видите потихоньку продвигаемся все-таки находим некоторые фотографии была помечена табличка америка победила значит тут на табличке написано american победила а я я не хочу не хочу не хочу не хочу не хочу не нет и наверно не америк а серика тут не америка тут а серика вон скажите знатоки английского языка вон это победа ну вот уже лучше то есть купил до купил захотел купить и он пионер выходит молодой и и отдает пионерские то салют салютуют летят самолеты привет мальчишу плывут пароходы привет кибальчишу ну вот уже легче что-то да нашли с вами фотофакты на так так это же девушки то спасибо часть статьи уцелела понимаете я когда ее раскрыл я ахнут она так начала просто скопировала вячеслав здравствуйте посоветите пожалуйста какую-нибудь лекцию про бога видите у вас как бы у вас взгляд на бога один у нас другой частности у меня бог это компьютер бокс посоветовать и если вы укладываете смысл высших иерархов ну мы представители человеческого рода есть вот эти боги высшие иерархи вон выиграла значит она выиграла спасибо большое дмитрий у там самое интересное что мне америка написано но я там не вижу америка написано вы понимаете а все вижу вон америка когда было сбоку не было разборчиво ну ладно с этим памятником мы разобрались какие еще у нас памятники можно найти в америке ага этот памятник привезли из одессы там в одессе стоял так под статуи была помещена табличка на к америка победила дальше ресторан русской кухни красная площадь лас-вегас это я показывал он без головы однако связи с тем что идеология коммунизма часто ставится в один ряд с идеология фашиста наличие статуи вызвало протест ну да ну да свистите вы нам свистите про протесты катеров сказал что памятники ленина в сша стоят и давай их сносить и шатать а потом датировку подгонять в википедии а потом вообще а потом вообще глобально начали сносить эти памятники так нью-йорк я вам показывал да на крыше стоял памятник ну к сожалению крупицы удалось с этой статьи получить нам к сожалению и где-то тоже такая статья забавная была но той же оперы что из-за расизма ленина уничтожали они как бы уничтожали свое время не только символы конфедералов но мэр сиэтла эд мюррей призвал снести мемориал солдата юга у местного кладбища а еще солдат ну солдат который за юг воевал типа юг это шарабы там за рабство было за одно уж призывал избавиться от статуи владимира ленина установленного новость за районов города это прямо сиэтла на оба монумента он причистил к символам несправедливости ненависти насилия и расизма то есть памятник ленину у мэра города сиэтл ассоциируется с насилием и расизмом так слова а ты показывал памятник ленину голова в лос-анджелесе дискорде в общем чате сейчас спасибо маринка а ух ты сейчас я вам продемонстрирую смотрите какое чудо марина нашла нам в лос-анджелес это ленин вылез из тумана вынул ножик из кармана буду резать буду бить с кем он станет содруже и точно такой же ванкувере тут только кипа наверно побольше и такая же значит есть по меньшей мере три четыре варианта и все они рабочие как появился ленин в америке первый вариант так как сша находится недалеко под казахстаном то диваностое годы действительно при развале советского союза закидывали в товарные поезда статуи и везде просто поездом в америке никаких перевозках через океан или по воздуху речь не может идти это очень дорого 5 метровую бронзовую статуи из чехословакии привезти в америку ставка при монтаже при этом нужно нам помнить что этих памятников десятки если не сотни в сша причем мало что а по официальной карте вот смотрите вы привозите в америку статую с восточной официальной американской стороны и вы должны эту всю статую давайте на карте покажу так вам будет более интересней более наглядней и более понятней смотрите официально статуя в сиэтле была сделана там кем-то кем-то когда-то когда-то ну допустим они сделали в сети чехословакии эту статую довезли до ближайшего порта на поезде кораблем я не уверен что самолетом кораблем доставили к восточному побережью америки пускай это будет филадельфия и потом вдумайтесь от филадельфии эту статую швартовали сюда все это ну тоже поездом до или машину а так как сиэтл находится недалеко от россии и и просто поездом сюда привезли значит первый вариант статуи из советского союза в сша после развала советского союза доставлялись поездами те города которые поближе и кстати смотрите мы с вами прошли географию каких городах находится статуи ленина и преимущественно это исключительно выясняется западное побережье хотя логичнее должно было быть восточное то есть смотрите какие города у нас встречались на пути сиэтл лос-анджелес лас-вегас и ряд других городов там даже сан-франциско был до или какой-то в город они ну что-то около того то есть то что по моим схемам находится рядом с россией да вот 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 ванкувер канада тоже западное побережье официальной америки северной то есть тут это россия у нас тут вверху ну грубо говоря и сюда просто ближе на поезде понятно что нелогично что они на западном побережье находится никто из европы вот таким путем на корабле или на самолете не будет доставлять сюда статуи из европы а все они исключительно носят европейский характер будет официальная европа будет а по советское европейское пространство там одесса там другие города но все станции которые находятся в сша почему-то находится на западном побережье другой вариант следующие некоторые статуи были отлиты там же ну возьмем примеру сиэтл она была сделана на той территории для каких целей она была сделана и поставлена не пока неизвестно может быть и сиэтл свое время принадлежал россии может быть до 1953 года часть официальной америки состояла в союзе советского союза и карибский кризис отсек вот это западное побережье сша от советского союза начали уже амариканцев туда перевозить и обучать до третий вариант я могу допустить что в истории перевоза статуи в сша ну может быть хоть один случай был действительно достоверный что действительно из постсоветского пространства свое время ну один памятник может привезли вот из гипса сделаны которые для одесского ресторана стоял но вот гипсовый памятник он сколько там 10 небольшой он там может быть и привезли ставка ставка при монтаже поясню морем доставили то есть мы знаем официально там всякие куки входят в черноморское территориальные воды да ну так как мы знаем что аравийский полуостров и калифорния это один и тот же полуостров то есть корабли сша с легкостью достигают черноморского побережья а цели цель вот валера пишет цель но я говорил ранее создали две группировки чтобы уничтожать местных жителей им нужно было создать две группировки по психологу кока-колу создали джапанцев создали на лосаксов и сказали на глазах сам это вся ваша земля это завоевывайте и джапанцам то же самое сказали это вся ваша земля завоевывать его противостояние на глазах сами на глазах саму с джапанцами уничтожаемся мы но эти памятники они не для красоты та территория которая находится относится монголоидной расе джапанцам они метят своим предварителем монголом немецкого происхождения в реале ленин родился в германии вырос в германии в семье бывших там каких-то там дворян или кого короче неважно которые родом были с российской империи не люблю эти загадки задавать но буду благодарен если кто поставит чат плюсик кто впервые услышал что на территории сша находится большое количество памятников ленина голов ленина статуи ленина даже если человек один поставит плюсик я не зря старался чтобы даже одного человека удивить порадовать и дать задуматься я готов трудиться я в принципе всегда и так и начинал свой путь и не начинал пути с цели разбудить тысячи десятки тысяч и начинал свой путь чтобы меня услышало 35 человек но это первом ролике говорю а потом будет как снежный ком то есть 23 человека услышали тебя все потом 37 и так далее любая горная лавина начинается с маленького камушка ну а с вами был вячеслав котляров спасибо что слушаете меня слышите меня всего вам доброго и до новых встреч прямом эфире пока пока здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами вячеслав котляров здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами число котляров харькове 18 часов 52 минуты так может быть может так сложится что данный эфир только услышать тех кто в эфире находится наша орбитальная скорость вокруг солнца 107 километров в час но это же еще не все тут выясняет что земля проходит в день два с половиной миллиона километров вы чувствуете эту гигантскую скорость день и два с половиной миллиона километров я просто где-то час находился на площадке в дискорде на дружески на дружественной площадке и тема пошла старая как помните в шестнадцатом семнадцатом году были активные споры если жизнь на марсе но сейчас фигурально и вот бывают такие интересные аргументы как это сторонников плоской земли так и сторонников ровной земли а другой то собственно и не туда вот и я решил думаю попробую попробую в эфир пустить наши 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 мысли с дискорда но тут придется мне очень аккуратно потому что здесь могут быть разные вещатели поэтому я буду наверное только в том случае говорить если будут вопросы в чате на ю-тубе чате на ю-тубе а так послушаем аргументы шарафтюхов нет такой орган который позволяет чувствовать скорость относительно кота недвижимого объекта во вселенной а почему бы и нет лет это как миллионов 15 возможно а какой эволюционный механизм должен быть чтобы поддерживать отбор такого если если я еще был как говорится божеством наверное я сказал то есть только божества имеют право рассуждать о механизмах эволюции но боги по их описанию там и по их писанию их них их описание спасибо спасибо за подсказку да пожалуйста привет не буду ошибаться высказывает спасибо пера меня назвали менделей вот поэтому сегодня да а тема уходит видите я пошел на основной канал и начали хитро появляться тролли ну даже не знаю теперь как быть просто было жарко очень дискуссия шароверы кричали что планета летит вот и мы пытались выяснить куда она летит зачем и почему нас не предупредили и вообще у всех ли есть билеты на этот скажем так рейс ну вот даже не знаю сейчас они немножко стихли попробовать их оживить или вы про менделя да вы какой-то хрень если если честно в скорость какой-то нет нет я вот знаете поймал все на мысли смотрите местные жители ну как бы скорость во вселенной земными мерками меряют а мне вот такой вопрос возник а не может быть в космосе за счет того что невесомость другие какие-то скоростя но нет нелогично что во вселенной та же скорость что и на земле лучше скажут сторонники ложный ложного броса что земля шар мне мне так нравятся ваши как бы оценочные суждения вот один говорит какая-то трясня другой вот ложный суждение потрясающе насчет того что во первых мы меряем что земными мерками это не так во вселенной пространство измеряются в световых годах так что не в километрах точно можно перевести измеряется во вселенной тем что нами измеряется пути добры по одному потому что я сделал как у беку я пошел с нашими голосами на 100 тысячный канал и буду беспощадно мутить злодеев поэтому давайте по очереди зрители собираются им интересно все таки земля плоская или ровная здесь это никому не интересна тема мы и обсудили уже сто раз обсосали со всех сторон и не вижу смысла наступать на те же самые грабли мы выслушали вас что скажет другие участники чата нам повезло редкий случай когда из 100 человек один шаровер надо все-таки выслушать это сторону этих людей как они живут в нашем мире а то есть есть только я шаровер планетой ну правильно планета это что с испанского плоскость правильно то есть ты считаешь землю плоской но у меня плоской землей все ровно вот так отвечу но все равно останусь на планете просто не ведите провокации на пищу давать нормальную тему обсуждать не слушать шар я не знаю ну не унижать жалко там подтягиваются чудики шмудики знаете сейчас работаю над роликом про компасы делал год назад или меньше уже ролик переслушал его немножко он мне скажем так не понравился сильно все сильно все размазано надо как-то структурировано в течение 50 минут объяснить чтобы чему и почему ну видите захейтили тему захейтили тему скорее всего этот эфир он так и будет так и будет это для тех кто кто сейчас в эфире по всей видимости ну и немножко понаблюдаю за чатом возможно появятся вопросы ну вообще хорошая тенденция вопросов нету вот вопрос про германикуса максимуса но вы знаете недавно юрий тимовский выпустил про германикуса максимуса необычный ролик он его не стал выкладывать на своей страничке на ю тубе на на своем канале на ю тубе да он выложил в к хотя в принципе если вот кто в чате может помнить название я с радостью подскажу скажем так дам ссылку на назову ролик там что-то по моему мошенники не помните тимовский так вот надо ждать это там про мошенников юра рассказывают ролика обязательно я думаю нужно многим изучить еще расскажу те кто бывает плачет рыдают что ничего в эфире и никакой информации нету в этом эфире не будет никакой информации вообще от слова совсем маринка здравия не помнишь название ролика который юра посвятил германикус максимусу где рассказал те или иные вещи про те или иные моменты знаете с одной стороны хотелось бы сейчас про компас рассказать но еще недостаточно собрано материалом я могу хотите это чуть-чуть сполерну вам как идет работа 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 над проектами ну вот небольшой спойлер от меня то есть сейчас изучаете вопросы всем потихонечку немножко за солнце заинтересовало представляете вы пьющий факт нам-то не сказали что в день земля проходит два с половиной миллиона километров она просто мчится со скоростью сто семь тысяч сто семь тысяч километров и вы представляете такую скорость чудовищную так и вот спасибо маринке по моему есть в чате название ролика так три секунды сразу говорю ничего для определенной контингента ничего ничего не будет ничего не будет ой они выдает знаете скрывает ролик неужели это василия малека его забанили василий малик кстати рекомендую канал василия малека смотрите как хитро сделали вы на ю тубе этот ролик не найдете если я вам его не покажу вот скажите друзья вы смотрите канал юрий тимовского а вы в курсе что на на его канале вы этот ролик не найдете вы только можете найти этот ролик спасибо маринка за ссылки вот здесь это когда я прописал в интернете название ролика юрий тимовский мошенники альтернативном направлении она почему-то не выдала но не знаю стоит ли переключаться вот где я вешу в дискорде в затронул вроде хорошие темы в начале и как бы шаровтюхи это оживились маленько такой было стандартные шестнадцатого года пламенный спич с разных сторон вот что мне пишет трансляция идет только 60 секунд 11 минут ну давайте послушаем может там нормально опять про солнце спорят да не потом но не потому что он газы другие потому что ветра другие газа не более-менее равномерно распределены по атмосфере даже если витрами перемешиваются да если вы конечно не про то что вы прямо над трубой завода правиль пролетели там свином ты платье лачку вот а почему мы не можем дышать водой хотя вода содержит в своем составе кислорода как и атмосфера даже немножко больше чем в атмосфере кислорода в воде специальный орган для этого жабры наши органы приспособлены жабры это все равно что легкие у человека у рыб это жабры да это и хлеб выбирают рыбы дышат кислородом если что не было бы кислорода в воде рыбы погибли бы да вот они там дышат они там живут а мы не можем и в то же время они не могут жить на суше потому что им не позволит плотность того вещества которым они дышат а нам не позволит плотность воды дышать потому что наши легкие развитые для плотности воздуха атмосферы но я не знаю как бы не понимаете но знаете всегда когда вот хочу подобные вещи сказать который сейчас скажу вспоминая слова яраночки как она написала кто молча тонет тут утонет дело в том что так складываются обстоятельства что вот я видите кидаю ссылку на донате он я понимаю что за за данный эфир тут особо нечего донатить но есть многолетний пятилетний труд которые скажем так свободном доступе и есть очень много всевозможных открытий и буквально чтобы дальше открытия продолжали ну обращаюсь за помощью да есть еще ну под роликом вы можете найти реквизиты есть самый удобный вариант это конечно донати он нажимаете неважно какая у вас карточка китая канады россии и украины ну кому принципиально есть человек умеясь и приватбанк многие спрашивают каким образом у меня карточка приватбанка ну вот так вот получилось есть карточка рф вот может кто-то умеет пользоваться яндекс деньгами или киви кошельком а также paypal просто каким образом то получается открытие любой здравомышлящий человек понимает что чуть не в состоянии один человек скажем так выдавать столько на гора в основном по таким роликом как я работают цеха да то есть один пишет сценарий другой звучит 3 монтирует и так далее я все делаю один чтобы это все делать нужны сутки до сутки исследований плюс еще многие знают что у меня есть беспрерывная трансляция которая тоже идет пять лет на площадке как я руфм и там я общаюсь со зрителями тоже уникальный случай то есть не каждый вещатель блогер исследователь может себе позволить на протяжении пяти лет общаться постоянно со зрителями круглосуточно вот поэтому я знаю что нас сейчас немного человек 89 и скорее всего я в записи этот эфир не оставлю но может тот найдется один из вот уже 90 человек тот человек который но действительно желал помочь нам как-то не получалось по ряду причин и я буду очень благодарен за помощь вот поэтому этот эфир скажем так не знаю что с ним пока делать это полностью экспромт я знаете что запустил я вдохновился там начали плоскоземцы это шаровтюхами бодаться это сказка про них утром рано повстречались два барана да вот это про плоскоземца и шаровера и не могли пройти а мы сторонники до истинного устройства на нашей мире стоим стороне и наблюдаем за происходящим давайте послушаем все таки что там солнцем кстати вчера посмотрел ролик на канале джон коннора думаю интересное такое название тайна потопов раскрыта но если я правильно понял статью которая была озвучена в ролике оказывается вы знаете что города у нас закопаны все на планете не потому что это культурный слой а потому что с космоса падает глина это не просто глина вот посмотреть этот ролик там говорится так солнце нагревается а это как бы печка огромная и зала зала от этого солнца падает нам на планету ну чему удивляться вообще как бы на ютубе по пальцам можно перри перечитать правильные каналы где озвучивается либо правда либо максимально приближенной правде в основном все домыслы фантазии вот алексей пишет в общем люди когда-то жили в атмосфере наполненной водой да так оно и было на большей степени дельфины а вот эти все современные животные это уже они были зависимы под эту атмосферу с крыльями с перьями то есть когда здесь была другая атмосфера здесь бы были вообще другие типажи либо рептилии да у них это тоже кожа подходит под воду либо мы представители человеческого рода и сказки про то что придет противостояние постоянно былиных богатырей представители человеческого рода с с рептилиями это не сказки это действительно и сейчас есть это происходит на соседних континентах на соседних ячейках в соседних сотах ну юрий митингуют чате я говорю мы потомки у водных нефилимов шо ж там юрий как ты думаешь можно ли аккуратно включить дискуссию в дискорде где мы с тобой так славно сидели выясняли как же земля летит вокруг солнца ну на самом деле чудовищные скорости или скоростя лишь надо же не забывать что солнце тоже где-то летит поэтому земля она как маленькая собачонка на веревочке хозяин сел на велосипед хозяин это солнце привязал своего маленького отсутствие к отсутствие бежит и пытается успеть за велосипедом вот официально получается наша официальная земля она пытается за бегущим солнцем до с гигантской скоростью там у солнца получается масса определенная следовательно у нее круги определенные скорости определенные наша планета пытается еще вокруг этого солнца крутиться но самое интересное в официальной истории что орбита скажем так площадь орбиты меняется то есть иногда солнце официально подходит близко к солнцу иногда дальше соответственно круг и скорость может меняться кстати тут тоже надо сторонникам плоской земли это чешара важной шара важно это задать вопрос смелость обычно люди утверждают да а ты что да вот там вот так это а здесь вот это вот то никогда не скажут я не знаю найдут тысячу каких-нибудь слов отговорок приговора чтобы себя вытащить из этого чтобы не сказать я не знаю так что я не знаю это очень прямой и полный ответ да что он тебе скажет если он действительно не знает я не знаю как задать вопрос да очень это очень смелое заявление может да там нужно к этому там и не втручись а это знаете я там в гостях ну давайте я пара пара рекламирует площадка свет переводится с латыни пюре светлое пюре вот пожалуйста а даже для вход в эфира на передам даже у меня получается под роликом вот сейчас мы с вами на находимся на площадке вячеслав котляру социальный авторитет и есть ссылка под этим роликом для входа в эфир на пюре то есть любой желающий может это зайти и прокомментировать хотя на этой площадке не так-то просто нужна жесткая модерация золотого бога вот если я может узнать какого цвета бог смотри по поводу машины хороший пример для того чтобы есть машина или нет мне ее надо увидеть вот я не увидел да она есть я 3 спрашиваешь а ты сейчас уверен что она у тебя в гараже стоит может ее украли у меня появилось сомнение я пошел у меня есть возможность увидеть я увидел и говорю да есть я ее увидел до этого ну как бы посомневался в данном случае ты спрашиваешь у него ты веришь ты его побуждаешь к тому чтобы он увидел своими глазами наличие этой веры в сердце ау не может ее увидеть вот машины может а вера это такая мыфта на я вещь он чувствует он не не ощущает он не знает есть она или нет потому что говоришь ты веришь а воно куз moret lattee такие чувства как у тебя или нету поэтому когда человек думает что вера это чувство он не будет говорить я не знаю потому что он знаю какого рода это чувство а к а вера по идее это решение все-таки ты вот в этот момент именно решаешь веришь если ты веришь ты говоришь да я верю вот в том а тот момент когда ты сказал верю ты и значит ты действительно веришь и никто там не разберет не не это значит то под до того как вы ладно пока не про веры говорят давайте посмотрим может быть такое что те добрые светлые чеки которые сейчас находятся в эфире не смотрели мой ролик колумб был неправ или все же прав это почему я сейчас затрагу тему есть человеке которым интересно изучать мои труды и знания да хочется изучать сжато не так как ну где просто не не разговоры ни о чем а просто сухая информация ну вот пожалуйста рекомендую украшение русских царей первую вторую часть это на всякий случай если вдруг кто-то не смотрел смотрите куда эфир ушел то есть эфир у нас получается раз два три 4 5 как интересно youtube показывают те или иные моменты как же шим вопрос то задать и куда наша земля летит и и главное зачем вдруг придет великий кондукатор и андрей георгиевич купцов он же как кондукатор это кондуктор да и будет это спрашивать а если у вас билеты за проезд на этой планете хотел отредактировать чат ничего не получается восприятие мира например вот спрашиваешь ты голоден вверх я не знаю в принципе это значит наверное нет скорее нет чем да будь он голоден он сказал что он голоден до вас спрашивают например ты веришь в бога или ты не веришь в бога он течет я не знаю контексте то в того что он думает о своем о своей вере это легитимный ответ когда действительно там я не знаю ответ на твой вопрос потому что там я я не знаю верю ли я это был бы хороший ответ однако агностики отвечают я не знаю существует ли бог я не знаю что такое бог то что такое то вы так быстро перемещаетесь уже к богу пришли мы со скоростями не разобрались там выясняется что солнце поэтому точнее земля вокруг солнца идет нечетко на определенной ну скажем так от его расстоянии она может то подползать к солнцу то удаляться следовательно не может быть одной скорости либо это средняя скорость написано потому что если солнце отдалилась точнее земля официально отдалилась от солнца радиус до орбита увеличивалась и расстояние естественно увеличили следовательно она не может достигнуть от той точки с которой она начала скажем так свой путь а почему то мнение нигде не написано что это средняя скорость почему вот указано вот четко да сколько там 107 километров в час ну ладно эта скорость а вот 206 200 с половиной миллион миллионов километров земля проходит в день но если увеличивается диаметр до орбита значит уже не 260 они ну она проходит но она же не может же это замкнуться вот это загадка куда замкнуться она все еще проходит 260 миллионов километров там или сколько в день просто по более вытянутой орбите далее вытянута когда да вы когда как вы ездите нам гоночной машине заезжайте на большой круг маленького вас не меняется что-то в скорости вы все еще проезжаете там 200 километров в час только теперь вы круг совершите за большее время во время вот к этому и подводил значит время официально прохождение 365 дней 10 минут и 10 секунд вы вдумайтесь орбита земля проходит вокруг солнца 365 дней 10 минут и 10 секунд а если она уже отклонилась чуть чуть дальше отошла то уже она должна происходить не за 365 дней 10 минут и 10 секунд а может целых 11 секунд вы вообще представляете вот это как они могли высчитать эти вы не поняли как это работал ну просто как бы я в констатирую вы вы не понимаете как это работает орбита земли не меняется со временем то что какие-то участки орбиты вы проходите за разное время больше вы должны указать например если бы был действительно написано что апогелий мы проходим за там 30 дней и передели мы проходим за 30 дней например в градусах по углам расчерченные одинаково ну вы представляете это кривая фигура например яйцо и вы берете из вы выстреливаете как бы двумя линиями делите на четыре части крестом как бы понятно что та часть которых как в которую попала выпуклая часть яйца она больше чем та часть которая попала этот узкая надеюсь все согласны вот если бы говорилось что мы что они одинаковые у вас были бы к этому вопросы однако вы сейчас говорите о том что это земля пробегает по этому яйцу плотно завод год как время которого вычитано и почему вдруг это время не меняется от года к году называемыми яйца меняется в зависимости от того насколько переменчивы его части но это как вот шарик в подшипниках если шарик идеальной формы тогда все идет по кругу железобетонно а если он немножко деформировал то этот шарик подшипники то он начинает колью разбивать так вот официально солнце официальные то есть земля не имеет идеальную форму шара она имеет официально форму эллипса и приплюснута на полюсах на южном и на северном каким образом это разболтано яйцо может выдерживать четко вот эту колью непонятно качество по колье она катится слава так это же были эти видики трое ролики по этому поводу что земля это гироскоп он не меняет своего положения но летает в разных направлениях вращение стабилизирует вращением она стабильная земля и вот так вот она и вокруг солнца и ходит охренеть вот это мы это просидели стали в школе землю можно воспринимать как гироскоп но зачем на нее не действует ни внешней силы я не знаю философски скажу не я не вижу в мире счастливых счастливых жителей что они знают что земля шар но я виду вижу миллионы счастливых жителей которые узнали что земля не шар вот это сейчас а у них цель какого вот какова у тебя сейчас цель какая то вот вычислять скорость там там секунды меньше секунда больше чтобы доказать свою правоту и другим сказать что это неправда либо ну как вот кого-то переубедить какая цель откровенно откровенно я на основном канале и цель прорекламировать свои реквизиты чтобы человеке могли мне помочь привлечь этих соратников то есть подвижников но это так простым языком можно выразить а если максимально откровенно спасти человечество она 2 надвигающего катаклизма будет же защищать планету 80 процентов местных жителей преимущественно шаровтюха выжиж еще откровенит у нас сзади и гляди ради денег просто до ради донатили ну да не знаю я достал когда льди хочется выражаться выражаться зашло чудило из тагила блин и начинает бякоть бякоть душу друзья еще не закругляемся будем висеть и как вы думаете есть у вас еще время желание находиться в эфире таком необычном есть люди это спят в эфире вот я могу вам такие эфиры показать где человек спит в эфире там час-два а зрители сидят и смотрят как он спит а у нас вроде какое-то развлечение да хоть немножко скажем так крупицы 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 радости в нашем таком необычном мире но я так наблюдаю за чатом возможно появятся вопросы и все-таки думаю что вот основная аудитория площадке котлеровым и мы хоть забор зеленый ходе бура малиновый то есть смысл такой мы сейчас дружно сидели 60 человек на площадке котлеровым и слушали эфир а я решил друзья для вас для зрителей основной площадки ну этот эфир переключить на свой основной канал может вам это будет интересно поэтому для скептиков я вас уверяю 100 человек который сейчас находится в онлайн трансляции слушают как слушатели зрители им безусловно это интересно и нужно люди вот есть там площадка известная легендарная я вам рекламирую ру пол называется павел рыжевский там 701 вопрос был заден задан мне 701 ответ то есть 13 эфиров там по два по три часа найдите на ю тубе ру пол так человек эфире пять лет эфиры для двух для трех человек и ничего этого не смеет не смущает и он эфире там сидят там 9 человек и и он говорит и я сегодня в парк не пойду а пойду завтра павел если слышно в записи привет вот но это так это как пример а то представляете вот в вас есть друзья это же вы все мои друзья и 100 человек хотят вас слушай слышать в эти минуты но разве я могу отвернуться отвернуться 100 человек да безусловно конечно я хочу это пойду могу пойти на основной канал но этот канал нужен для новичков вы представляете какая была катастрофа для середняка если бы он пришел бы на этот канал и увидел 12 подписчиков а тут такие бомбовские вещи рассказывается кстати youtube прислал мне уведомление что будет могу даже показать это уведомление смотрите пожалуйста на экран ближайшие несколько дней общее количество подписчиков на нашем канале может уменьшиться дело в том что мы будем удалять список аккаунтов фальшивых подписчиков ну на самом деле будут удалять активных мне к вам большая друзья просьба ну донат и это конечно бы хотелось бы да это желательно но мне к вам пустяковая просьба мне подсказали такой совет это все для 1 новичков вот прежде чем я наверное просьбу свою озвучу она просьба вам только две-три секунды под потратите и и все будет нормально дым смотрите я вот прочитаю вам комментарии комментарии которые вчера под роликом увидел ролик кстати называется кто вдруг не видел где мы живем и кто с нами рядом да вот и вот пишет этот славный человек николай следующий комментарий он для себя этот канал открыл день назад причем он его открыл получается самого важного ролика попробую внятно и грамотно прочитать комментарий николай я уже много лет интересуюсь устройством мироздания пишет николай догадывался что наша планета не шарообразная что купол и вода сверху но я там немножко искривил он пишет что плоская наша планета не плоская наша планета ровная ну ладно но такая информация которая ну имеется ввиду моем ролике вывела меня на новый уровень просто золотой слиток сейчас он очень ред извините сейчас очень редко можно найти такие драгоценные знания которые вы вещаете вячеслав катеров надеюсь вы прочитаете мой комментарий прошу вас не останавливайтесь пока есть такие люди как вы таким людям как мы есть у кого учиться с уважением николай так вот вот ради радио таких человек радио таких человек не к вам огромная просьба вот в эти секунды отпишитесь все кто сейчас меня слышит от моего вот этого канала от моего канала вячеслав котляров и подпишитесь заново и под крайним роликом крепостное право напишите любой комментарий какой пожелаете вроде 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 есть такая тема я не знаю навредю я или сделаю лучше ну вот или сделаю хуже я даже вот продемонстрирую с вами в эфире как я буду отписываться от своего канала и что вы и что мы будем делать смотрите вот вы подписаны на мой канал вячеслав котляров социальный авторитет вы отказываетесь от подписки отказались кстати рекомендую канал дмитрия долгобородова там вы найдете огромное количество информации знаний данных там где я вещаю смотрите отписались теперь подписываемся все уведомления заходим под крайний ролик непридуманная история и пишем спасибо за спасибо да спасибо вот и написали пожалуйста отпишитесь от моего канала вячеслав котляров социальный авторитет отписались подпишитесь обратно зайдите на крайний ролик а еще лучше нет крайний ролик потому что эта трансляция может быть недоступна значит есть много на ю тубе каналов которые спасают знания и данные которые про которые вы не знаете дело о том что на площадке котлеров м я делаю иногда открытие в прямом эфире но они к сожалению не доходят на основной канал есть несколько человек которые спасают ситуации это канал василия малика пишите канал василий малик находите его на ю тубе а также пишите дмитрий долгобородов то есть я сейчас продемонстрирую там же шедевральные шедевры многие даже и не слой не знают что есть такой к примеру ролик который идет 10 часов я 10 часов постоянно говорю представляете вячеслав котляров ответы на вопросы интервью два часа интервью 2 это вторая часть так что рекомендую канал дмитрия вот вы найдете здесь огромное количество информации которые вы не найдете на площадке вячеслав котлеров социальный авторитет видите сколько информации знания данная это титаническая работа а также канал на ю тубе есть василий малик но я пока знаю только два таких канала есть еще другие каналы наверное на малик ну василия маленько немножко более расширенная он не только меня там вкрапляет и малик ну а сенсационное открытие маленькая помните я сделал что оказывается секвой а если читать на на украинский мови то становится понятно цех воя так а тут правильно блогеры миллионники я кстати выпускал год назад это на канале сотовая земля это предвещал про хованского все рассказывал что будет про юрия хованского то есть я сообщил кстати многие может не знают что мне еще канал есть сотовая земля давайте немножко порекламируем скептики можете не тратить свое время здесь будет вячеслав котляров говорить ни о чем обо всем так во первых здесь на этом канале сотовая земля да есть огромное количество роликов которые их нету на социальном авторитете есть ролики по 9 часов смотрите какое огромное количество роликов и там я говорю это 9 часов а ну и не только я так где же я предсказывал что блогеров миллиончиков будут уничтожать еще задолго до их уничтожения ни о чем пытать не буду не стрельца не козерога я один вопрос задам большой медведицы что youtube удалил этот ролик но е-мое я хотел похвастаться что я предвидел предвидел а вот он вот этот этот ролик где я в восемнадцатом году еще за три года рассказывал что будет с хованским вот в общем прорекламировал все прорекламировал кристофер здравия всем здравия так какая орбитальная скорость земля же плоская а тут получается александр мы в поймали настоящих из мезозойской веры шароверов и так вот они утверждают что земля не плоская хотя и земля на самом деле не плоская земля у нас какая на самом деле ровная до ровная ровная поверхность может быть может быть вот берете яйцо срезаете яйцо до наполовину и вот ровная поверхность и автоматически земля становится не плоская ну давайте вдруг вот сейчас найдется один человек который это я чуть-чуть две минутки вдруг человек пишется земля плоская но мы с вами знаем что земля не плоская давайте вспомним я думаю ради одного человека двух можно пару минут послушать какая же на самом деле земля наша планетарная система называется пхумандала пхумандала на санскрите это земля то что с позиции вет и введическую культуру говорилось о земле имелась ввиду территория пхумандалы и пхумандала имеет размеры с севера на юг 4 миллиарда миль потрясающе для людей это фантастика как это сказка какие 4 миллиарда эти 4 миллиарда разбиты на 7 концентрических островов и наша земля с позиции вет называется сапта двипа сапта двипа 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 означает острова сапта 7 в центре это похоже если сейчас так нарисовать на бумаге это очень сильно похоже на мишень из семи вот этих колец и в центре 7 это полная такая полный как десятка яблочко то что называется такой заполненный и вот этот наша пхумандала то есть наша мандала отозначает определенный дискообразная плоскость в центре находится остров на котором мы сейчас с вами находимся и он называется джамбу двипа джамбу двипа джамбу это мистическое дерево то есть реально существующее дерево и как раз джамбу двипа называется остров на котором растет это дерево джамбу рядом с нами находится плакша двипа и мы отделены океаном океаном круглым таким концентрическим океаном если пересечь этот океан будет другой концентрический остров который называется плакша двипа за ним шалмали двипа куша двипа краунчара двипа шака двипа пушкара двипа это вот 7 островов и все это называется земля и расстояние с севера на юг 4 миллиарда сухопутных миль 4 миллиарда наша джамбу двипа на которой мы сейчас с вами находимся разделена на 9 равных частей которые называются варшами варша это места обитания цивилизации человекоподобных живых существ человеческих живых существ и разного уровня цивилизации я сейчас перечислю вам какие варши существуют и лаврита варша рамьяка варша хиран майя варша куру варша хари варша кимпурша варша бхарата варша это наша варша кетумала варша и бхадрашва варша все варши имеют одинаковую площадь все варши и площадь каждой варши с севера на юг 116 тысяч километров 116 тысяч километров но если мы возьмем учебник допустим современный учебник и посмотрим допустим диаметр земного шара 12800 мы даже собственные варши не видим и не знаем о том что даже на этом кусочке который нам выделен мы занимаем какую-то часть по сравнению 116 тысяч мы занимаем 12800 и полностью воспринимаем только эту область 12800 окружность 42000 радиус 6400 а я ей там надо было остановить есть особо определенные особенности вот мы находимся да вот это в пятачке еле успел вот ну ладушки для скептиков все равно не до этого момента не дослушают в среднем скептики 8 минут слушают ну скажу этот эфир был для слушателей зрителей которые хотят иногда все таки слышать меня живьем до эфир скорее всего завершится вот как урок 44 минут 45 секунд вложусь или не вложусь ладно не вложусь пускай будет 46 на этой площадке но мы с вами продолжим на площадке котляров уфм учитывая что смотрите на площадке пюре подтянулась уже два три десятка чатовцев и возможно там будут жаркие споры не только о какой формы земля но еще какой формы луна ведь никто не видел обратную сторону луны вы знаете но она может быть форме яйца запросто работаю сейчас параллельно над пару роликов не вот надеюсь я их все-таки доделаю про компас все-таки объясню почему компас в северных широтах показывают тудой в южных судой вот носим разрешите откланяться с вами как всегда ли как обычно был вячеслав котляров огромнейшее спасибо что слушаете слышите меня всего вам доброго и до новых встреч прямом эфире уже вот-вот на площадке котляров уфм пока так понять что произошло это не придуманная история это настоящая история всем здравия на площадке вячеславе здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами число котляров город харьков 11 часов 39 минут 20 06 21 год так непридуманную настоящую историю начал изучать отталкиваясь от сообщением оттолкась от сообщения чате от светланы всем привет кто-нибудь слышал о крайних новостях про детей с артека начал гуглить ютубить нашел только информацию на канале девушки с именем екатерина полностью изучил ставить его не буду по ряду причин скрещу екатерина страйк не кинет на мой канал но есть много других ютубовских нюансов из-за которых я не буду ставить полностью ролик можете его найти в интернете если он к тому моменту останется живой и так понимаю копия есть у катерины екатерины телеграм-канале этого ролика или может даже расширенный максимальный репост говорит в ролике екатерина чем смогу помогу ситуация конечно выпиющие если раньше нужно было создавать определенным персонажем пожары и под этим видом вывозить детей в автобусах то сейчас уже в наглую по-тихому под покровом ночи вывозят детей я сверну картинку мне так будет наверно проще говорить и этот ролик делаю не для хайпа не для хайпа однозначно такими вещами наше время особо не нахайпуешь и особенно но не даст никакого прока для хайпующего порой наоборот бывает определенные трудности возникают дам тема ролика но вот действительно я написал из артека узле ребят нашел только ролик вот екатерины своими словами расскажу что в ролике значит такие вариации вы рисуются начали родители стимулировали деньгами всем всякими там кэшбэками чтобы они отправили детей в артек после того как отправили их уже никто не может найти возможно моя информация поможет кому-то ну собственно как и екатерины возможно родители призадумаются и благодаря этому их дети будут целые здоровы собственно я и по этим причинам то и пишу этот ролик чтобы предупредить что еще в ролике говорится 150 человек вывезли но вроде продолжает вывозить и дальше вообще знаете как бы по-тихому раньше всегда вывозили но основном это касалось деток из детдома там никто их не никто им не поможет никто их не услышит но тут видите решили уже крупными жирными мазками идти знаете ужас этой ситуации заключается в том что она будет со временем набирать все больше и больше оборотов если мы сейчас человеке действительно не распространим ролик екатерина из италии и так пропустим мимо ушей то что было сказано до максимальный репост то такие случаи будут учащаться учащаться и не дай боже станет нормы вот ну что тут особо наверное больше нечего говорить все подробности в ролике италия крым летний лагерь артек вот с вами был вячеслав котляров спасибо что слушаете слышите меня всего вам доброго и до новых встреч в прямом эфире пока 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 сколько карт непрочитанных сколько скажи гуглюшка пропой поздравляю поздравляю и снова наша любимая тема география здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами Вячеслав Котляров в Харькове ровно 14.00 16 ой 19 уже 06 21 год ну казалось бы что еще можно рассказать про географию учитывая то что пять лет я уже сообщил все что можно и что нельзя а нет все таки есть в этой теме еще много не исследованного непонятного непроверенного как же записать одним дублем чтобы на основной канал сразу горячими пирожками выложить или выкласть то что я планирую сейчас вам рассказать сообщить поделиться тема у нас будет старая как то притча во языцах да кто же открыл Америку и вообще открывали ее когда бы то ни было может и нет никакой Америки может нет никакой Америки вот сейчас 14 часов а приблизительно с 8 утра может даже раньше я начал готовить визуалки собирать информацию оформлять ее чтобы не только на словах но еще и с визуальным подтверждением продемонстрировать те или иные аспекты нашего бытия ну что давайте друзья попробуем пройти дорогой великого мореплавателя Колумба Христофора тут у нас и первая экспедиция есть и вторая в составе 91 человека первая шла пересекла Атлантический океан и достигла острова Сан-Сальвадор Багамы Багамамама в Багамском архипелаге Кулаге так значит говорите и плейл каком он 1492 году при плейл сразу наваял карту 1492 год ну вообще я думаю просто нашли эту карту не стали цифры править просто подогнали историю под эту дату не стали цифры править то есть исправлять бумажных носителей было много все не отредактировать просто подгоняли под эту дату какая чудесная карта давайте вот скептики знатоки очередной раз пройдем дорогой Колумба Магеллана Дрейка и других отважных исследователей путешественников путешественников так у нас он он стартовал с Испании да вот она Испания у нас знакомые очертания континента я беру специально шар потому что вы знаете с точки зрения вопросов географии не всегда принципиально какая форма используется земли да а даже в данном случае наоборот то есть мы с помощью шарика сферы попробуем понять а может ли быть на сферической земле иная география даже с точки зрения офицоза кто скептически относится к подобным малюнкам уверяю все эти копии были взяты с реальных музеев которые поныне существуют сейчас и музеи и их экспонаты точнее с реальных экспонатов все это было сфоткано и сделано в таком электронном виде то есть никто в фотошопе в 3д максе в пайнте не рисовал их это все зафоткано так ну вот у нас да вот у нас испания и мы должны дойти до кубы давайте пройдем вот мы выплыли из испании идем пересекаем атлантический океан и вот достигаем массива достигаем огромного количества всевозможных островей или островов то есть с точки зрения официальной логики это абсолютно новый континент вы знаете это же не только этот глобус во первых десятки сотни тысячи карт и глобусов есть как на физическом уровне которые в принципе копия этого глобуса да ну и что ну приплыли они сюда видят землю хотя эту землю я не уверен что ее можно увидеть вот эту всю землю даже если вы подойдете вот даже к официальной что у нас здесь находится официально Филадельфия ну вы этих земель не увидите все таки невозможно покинуть взглядом 24 миллиона километров квадратных километров площадь Северной Америки невозможно ладно вернемся к глобусу ну приплыл ну допустим они приплыли такие вау там это новые земли ну как они могли выяснить что это новые земли этот глобус говорит что это старые земли только они подошли с другой стороны да вот вот она Испания вот куда они пришли да это что у нас получается мухи как так пикантнее то деликатнее сказать вылетели из хобота слона пролетели по воздуху и зашли к слону с другой стороны это так получается да то есть опа тут они вылетели облетели и вуаля и прилетели к тому же слону только с другой стороны кто впервые на моем канале конечно однозначно будет скептически относиться к тому что я сообщаю для этого надо изучать десятки десятки роликов которые посвятил этой тематике просто пишите там Вячеслав Котлярова в Америке не существует или Америка и обязательно будут ролики по этой теме в разные времена в разные годы то есть нам приходит понимание что чтобы понять что это отдельный континент его нужно полностью обогнуть причем полностью обогнуть либо с северной точки либо с южной потому что Панамский канал только появился в начале прошлого века 1914 год следовательно отважные путешественники не могли пройти вот тут потому что тут была земля которая только через 500 лет появилась ну не земля через 500 лет появилась а возможность проплыть да канал через 500 лет появилась скажем так возможность пройти здесь и что у нас выходит они должны были зайти либо с севера чтобы посмотреть ту тачки а тут есть вообще океан или нету либо с юга ну с севера знаете ситуация ничуть не лучше с севера ситуация ничуть не лучше а даже значительно хуже там целая история как они штурмовали официальный северо-западный проход но в итоге все таки его удалось покорить с 1903 по 1906 столь ну опять же в начале прошлого века был сделан впервые вдумайтесь впервые полный проход хотя они наверное тоже нашли необычные карты вот такого плана где этот проход еще официально был в 1851 году и решили сделать маленькую приписочку а вот роберт макклур в 1850 годах по 1853 проделал часть пути а часть пути по льду может это летом рисовали льда нету 1851 год кто не понимает что это за артик кост это в данном случае карты говорят что внизу у нас находится канадское побережье вот канада а вверху официальная наука утверждает что это остров чудо остров жить на нем легко и просто где у нас на официальных картах этот остров это кстати не спроста эти скриншоты сделал пустыни горы непроходимые джунгли которые только с мачете можно пройти ужасные топи это получается что обойти они никак не могли с западного побережья континент северно-южная америка потому что ситуация тождественная и с проливом дрейка и с проливом магеллана пролив дрейка был открыт тоже значительно позже тысячу пятьсот семьдесят восьмом году магеллана ну чуть чуть раньше тысячу пятьсот двадцатом году но карты карты уже под ключ идеальными западными очертаниями были уже созданы 1492 году 1490 году уже знали как выглядит западное побережье при этом север могли только обойти в начале прошлого века через центральную Америку пройти тоже только в начале прошлого века то есть они все таки пошли могли пойти через юг но это по сути ситуация тождественная все равно ничего не сходится а сколько им лет понадобилось чтобы от этой точки достигнуть этой точки то что они как должны были держаться береговой линии ну давайте вот временно отсечем что поставим такую жирную галочку что никак они физически не могли создать карты раньше официальных открытий то есть не может появиться идеальная карта 1492 года когда только спустя 30-40 лет начинают вот здесь скажем так впервые делать смелые проходы ну и в наше время здесь особо там много не нагуляешь потому что официоз настаивает что пройти и в наше время проливом дрейка это страшное страшное испытание для современных судов западный ветер 126 километров в час постоянно долбит или не постоянно периодически а также волны высотой 15 метров там бывают в районе пролива дрейка я даже не могу представить как на деревянных суденышках могли столь серьезные преграды обойти ну что пишется золотая лань у них была да а это уже позднее переименовали а вообще был пеликан было то измещение 150 тонн понимаете вот если они не могли обойти они должны были пешком пройти у них должна быть многимиллионная армия геодезистов быть но этого мало понимаете мало иметь десятки сотни тысяч геодезистов чтобы обойти площадь 24 миллиона квадратных километров тут же на картах только у нас ровно идеально ровная поверхность на схематических а если так посмотрим да то есть уже 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 в объеме тут и азию даже в наше время я смотрю только с самолета можно создать да даже официально там забавно у геодезистов высокие горы они там их не замеряют там в классическом ключе вроде как каким-то звуком меряют но сейчас я не буду эту тему дальше муссировать потому что точно как они эти горы наносят не могу сказать но вот обратите внимание северная Америка да и южная Америка это гигантские гигантские массив массивы на которых находится что папочка идет на помощь в пустыне Невада то есть их надо было эти километры как-то пересечь вот к примеру они вышли и пошли с востока на запад ну на пути там могли быть и всевозможные топи тоже большой площади джунгли ну это если брать Южную Америку ну и официально Северная Америка Юго-Восточное побережье Флорида тут тоже у них по идее джунгли тогда были непроходимые пятьсот лет назад это сейчас уже там выкосили да небоскребов построили массу ну а тогда что там уже джунгли были их же надо было как-то пройти ну и конечно горы горы это и в наше время застав тысячу геодезистов сделать замеры этих гор горей сколько же альпинистов отважных может погибнуть пока эти карты будут составлены сколько отважных географов картографов могут загинуть в непроходимых топях и болотах от жажды сколько могут погибнуть в пустынях народу а он нет глядишь и все и карты по сути да не изменились до наших дней то есть если мы с вами возьмем официальные карты то в принципе картинка тождественна ну за редким исключением что здесь Австралия да у нас плавно переходит официальная Австралия плавно переходит в Антарктиду хотя в принципе раньше Антарктида и называлась Австралия ну что это такое на самом деле я уже много раз говорил в других роликах не будем к этому возвращаться пока и вот видите здесь ну может знаете так художник так видит на современных картах там расстояние значительно больше 11 тысяч километров с этой точки до этой ну может тут были на побережье льды они растаяли да я нашел скажем так увеличенный фрагмент того места искал одно попало мне вот это изображение Австралия но если хотите Антарктида вот потихоньку упирается Южная Америка как видите пролив Дрейка тут настолько был ужён узён вот так на старых картах изображали Антарктиду вот хотя масштабы может здесь и тоже 11 тысяч километров есть но если сравнивать с современными картами Патагония слушайте ну современными картами что-то чудовищное расстояние да чудовищное расстояние на старых картах вот понимаете вот эта точка вот эта точка вот эта точка вот эта точка ну вот как вот тут давайте увеличим видите как вплотную Южная Америка доходит до Терры Австралии ну может тоже 11 тысяч километров к чему мы пришли к чему мы пришли к чему мы пришли потому что ну никак никак не выходит такие великие подвиги совершать чтобы не подняться на определенную высоту да потом у нас кто там забавно тоже в тысячу пятьсот первом году все таки Веспуччи да Америка Веспуччи доказывает что это Америка отправившись в тысячу пятьсот первом тысячу пятьсот втором году плавание к берегам Бразилии и Вест Индии Вест Индии это условно назовем Куба так стало что данная территория является не восточным окраином Азии а отдельным континентом ой какая прелесть какая прелесть приставочка при монтаже то есть вы представляете что получается Америка доказал что восточное побережье Азии это на самом деле Америка а Колумб объяснял что он приплыл к восточному побережью Азии и сейчас получается Вячеслав Котляров делает то же самое объясняет что Колумб был прав там видели на превьюшке хитро было специально так сделано название Колумб не прав Колумб прав то есть Колумб друзья был прав он прибыл к восточному побережью Азии Америка приплыл тем же путем не не там покрутился пару-тройку километров плюс-минус не 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 я доказываю доказываю что это другой континент каким образом каким образом так сказал что данная территория является не восточным окраином Азии а отдельным континентом ну и каким образом ну приехал он приплыл он в Бразилию приплыл он в Индию не если учитывать что слово доказал доказательство дословный перевод на советский язык это ложь брехня ну тогда тогда в принципе логично но так как как он мог так сказать тоже выплыл из Испании или откуда там со старого света поплыл к Бразилии на Кубу приплыл нет это отдельный континент так а зачем надо было доказывать в тысячу пятьсот первом году что это отдельный континент когда уже в тысячу четыреста девяносто втором году скажем так на десять лет на девять лет ранее уже были новенькие карты с отдельным континентом ну кто-то может так пофантазировать сказать ну может карты значительно позже появились а даты потом приписали ранние ну знаете когда бы не появились те или иные карты я вам скажу так даже в наше время если поставить задачу перед определенной экспедицией чтобы они нанесли к примеру своими силами очертания Австралии да возьмем Австралию у них ничего не получится то есть они должны как бы нам предоставить да вот такой континент береговая линия и ну вот как вот здесь изображено и еще и внутри да это там же у них отображались на старых картах не только идеальная ровная поверхность но еще и ландшафт вот взять тысячу моряков со своими подзорными трубами биноклями тысячу геодезистов и провести эксперимент но они даже в наше время не смогут этот континент занести на карты никак единственный способ это высота с определенной высоты ну и второй способ абсолютно придумать очертания материков просто так взять от балды нарисовать а по поводу Колумба знаете даже честно говоря не хочется эту шутку говорить которую я придумал в процессе изучения тех или иных моментов а звучит шутка таким образом видите вот здесь Испания ну новая ну тут вопрос на засыпку а вдруг Испания то новая но нам не сказали что Колумба стартовал из Новой Испании а куда он плыл официально в Индию на запад ну вот вам новая Испания ну то есть современная Мексика жил там себе к примеру шучу да Колумб он отправился он на запад и приплыл вот она Индия да вот из Испании поплыл и приплыл в Индии на запад ну это так просто улыбашки ухахашки тоже глобус интересный он там у него датировка дай бог памяти 1535 год вот ух и к оказе какая выходит антарктиду спустя 300 лет открыли нам да официально она уже на этом глобусе в и красе да еще и прилегающей к антарктиде Австралии ну тоже наверное с датами обманули да как это часто бывает вруч вруч Испания да и волшебная тут кнопочка вспомогательная нажимаем чик и снова всем здравия это если дойдет этот ролик на основной канал я думаю он обязан дойти сейчас все это идет в прямом эфире в прямом эфире на площадке котлеров м 39 человек в живую изучают мои мысли вот Алана пишет приветствую интересовал это колумбиян слушаем ну да это знаете сколько не дергают эти триггеры они все равно будут все равно будут всегда актуальны особенно в наше время конечно через сто лет напишут книгах что был великий исследователь Вячеслав Котляров который закрыл Америку но пока великий есть исследователь Колумб по некоторым версиям колумб переводится как голубь на советский язык можно тут конечно официальную историю нам изучать я некоторые карты так впрок поскидывал посбрасывал это старые помните схемы еще 16 года ну вот где-то у нас новая Испания да колумб поплыл на запад приплыл в Индию ну все в курсе что сейчас уже есть важные корректировки я же здесь не стал изменять и официальные древние карты потому что был такой вопрос и да как это жители сша попадает в канаду до минуя россию но уже все эти схемы есть 100 миллион и 15 раз продемонстрировать вот упрощенная форма как жители сша попадают в канаду минуя россию я не являюсь автором этой карты я всего лишь подписал современные названия чтоб легче было сориентироваться это орден иезуитов спрятал скажем так эту схему в одной из компьютерных игр вот тоже интересно скандинавский полуостров да когда подборку делал визуализации тоже натыкался на такие карты необычные вообще это канадское побережье ну почему-то вот Норвегию напоминает очертания официально это Канада если немножко перевернуть и отзеркалить да чуть-чуть напоминает Норвегию не я не говорю что Норвегия находится в Канаде я сделал ролик карты жугла где показал что весь мир наш искусственно нарисован и 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 есть в принципе что если бы вот так вот хитро развернуть наш мир то получится что вы вылетели на самолете ки из хобота слона да и подлетели к слону только с подветренной стороны вот можно конечно сухую официальную статистику почитать особенно про интересно про запад на северо-западный проход вот он как его там бомбили долбили как его там начали штурмовать официально в 1501 году пытались пройти 27 3 4 7 1534 и так далее и только в наши дни в начале прошлого века смогли 1906 году все-таки пройти мимо сельсовета целяет на картах уже было нанесено что этот северный проход есть начале прошлого века этот северный проход был открыт колумб умудрился уже в 1492 нанести его на карты понимаете такие жалкие суденышки которые что официального севера никак не могли в те годы пройти официальные жалкие суденышки не могли это пройти там кстати и показана эта тема что получается они где-то в 1500 году 501 начали штурмовать и только через 400 лет смогли достигнуть цели то есть обойти эту территорию ну и ну чисто физически мы с вами должны понимать что невозможно было пройти в те годы на тех деревянных суденышках то же самое и пролив дрейка ну он он прошел правил пролив дрейка такой горит я прошел пролив развернулся обратно текать нигде ж не говорится как дрейк пошел 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 на север обогнул полностью южную америку достиг северо американского официального континента и прошел запада на восток свои кругосветки как он сделал кругосвет также официально он этот пролив открывает в своем кругосветном путешествие как он мог без открытия пролива кругосветку начать а наверное они пользовались по старинке магеллановым проливом который был на 10 лет раньше открыт ну что еще интересного добавить в завершение все это очень друзья удивительно поучительно понятно этот ролик исключительно для здравомыслящих человек другим кстати как выясняется и не надо дает где мы живем что происходит нам нужно свою державу строить зачем вам свою державу строить если вы не знаете где вы живете вот вы построили державу а география мира совсем другая и пришли злодеи и начали это у вас державу забирать вы осмотритесь по сторонам где вы живете что происходит а потом уже стройки державы вот эту схему и лепил финальные минуты перед тем как начать свое вещание вот когда уже ее полностью то делал думаю ну все теперь буду беседовать с вами друзья ну что эта схема нам говорит приплыли они с европы в новый свет на кубу как же карты наносить но панамский канал еще только через 400 лет откроют следовательно идти на север чтобы обогнуть и посмотреть какой же этот континент с подветренной стороны ну как выясняется там с 501 года ходили бродили только детство третьем году открыли пролив дрейка пролив магеллана ну получается что уже карты есть 1492 году и как бы это прибытие колумба магеллана пролив в 1520 году ну даже я вам скажу еще раз повторю если не придираться даже по картам и по датировкам то ни одна сверх мощная современная экспедиция там тысячи геодезистов и тысячу не древних мореплавателей а современных не смогут даже нанести очертания австралии не смогут никак для этого нужно определенная высота причем определенные приборы вы же должны понимать что поднимаясь на определенную высоту облака могут просто застилать скажем так площадь и это нужно специальные скажем устройство которые сквозь облака видят то есть это либо серьезной техникой создавались эти карты либо просто чудики чтобы поржать от балды нарисовали местным жителям вот эти рисунки в завершении наверно покажу максимально правильную схему того места где мы живем то есть мы находимся вот уточки вот специально приходилось брать оригинальные черта не узнаваемые африка да вот мы находимся тут ну и так вот наша типа география выглядит ну и нажмем видите верху справа реквизиты не просто обращаться за помощью знаете почему не просто потому что когда я обращаюсь за помощью мне в основном помогают те человеки которые всегда помогают мне уже настолько дико неудобно что они говорится сами из последнего тянутся и пытаются помочь что мне ну уже психологически даже тяжело человеку которые все эти годы помогают и создали принципе этот контент от них принимать помощь то есть по смысл такой вообще принципе зрители моего канала создали все эти открытия то есть они только получились только потому что мне было время сидеть и изучать эти все вопросы вот поэтому те кто еще ни разу не помогал но об этом хотел желал мечтал там еще многие обратились что у меня появился такой момент как вариация биткоина понимаете биткоин есть но на биткоине ничего нету да мне друг это настроил я могу скажем так начать майнить но если я начну майнить то это не будет ни эфиров не работаем то есть он серьезно поджирает ресурсы и да там бы капало бы по меркам украины этом месяц бы ну на самое необходимое бы скорее всего накаля давал бы на коммунальные услуги по скромному продукты питания но не включая майнинг не включаю включаю котлеровым эфир на котором мы с вами сейчас все находимся 46 человек в эфире счастливчики первыми уже услышали те или иные открытия на те или иные темы но с вами по-прежнему как всегда ли как обычно был вячеслав котлеров огромное спасибо что слушаете слышите меня всего вам доброго и до новых встреч прямом эфире пока пока а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас ночью Это в других зонах побольше Ну у кого-то может быть поменьше Но сейчас 125 человек Слушают И практически никто ничего не пишет Никаких комментариев, никаких сообщений Это говорит о чём? Что каждый-каждый призадумался Наши разговоры, они нужные, полезные Абсолютно нужные, полезные И вот знаешь, что, Слава, я ещё тебе хотела сказать? Вот в последнее время я тебе задавала много вопросов Потому что много я не понимала Вообще не понимала О диетях Ты вот так спокойно и отвечаешь Или как оно должно быть Или твоё видение И я сразу же успокаивалась Успокаивалась в каком смысле? Я получала ответ И да, оно так Если пока не знаешь ответа Мучаешься Потому что не знаешь А когда есть ответ Хотя он конкретно для меня положительный Или не совсем положительный Ну или ну ёлки-палки Но тем не менее Есть факт Который ты знаешь Что он такой И жизнь сразу же Ну как Меняется Спокойно Ну я становлюсь спокойной Я знаю, как себя вести Как жить Поэтому Нашли с тобой вот такие разговоры И вообще Ну со всеми на Котлеров ФМ Я считаю, что они абсолютно нужны Ну по крайней мере Для меня они жизненно важны Надеюсь И всем Ой, извини Потому что я говорю И в чат смотрю Но никто Никто не пишет Ну Это у Славы Надо спросить Что там Сны Это Другие жизни Это Слава Лучше ответит Ну если коротко Сны Это другие жизни У высшего Я Есть много Аватаров В разных параллельных Мирах Аватары Между собой Обмениваются В параллельной Жизни В мире Все живы Здоровы Так Небольшое Отступление Для человека Все-таки Наказание Затерянной Игры Иреки В большей степени Для человека Приобретение Опыта Не буду Перечислять Все ужасные Ужасы Многие Проходили Многие Предстоит Пройти В следующих Воплощениях То есть Оператор На экране Я показывал Слышь два сервера Да Играю там Ферму Ну у каждого персонажа Свой путь развития А я один Ими управляю А Я вот на другом В игру Играю 14 серверов 14 миров Для каждого мира Я высшее Я И в каждом мире Определенный путь развития Где-то большие достижения Где-то поражения Где-то беды Где-то победы И вот оператор Он создает Персонажей В параллельных мирах Они могут Эти параллельные миры Быть точная копия нашего Но в одном Давайте я не негатив Буду говорить А там сами додумайте Какой-нибудь негатив Если захотите Один оператор Преуспевающий Бизнес Да Уважаемые слушатели Зрители Приношу свое извинение Да Там аудиодорожка Пошла накладка И к сожалению Еще дальше В ролике На 3 секунды Будет нечто подобное Но Может так оно и нужно было Эту ошибку создать Ее можно устранить Конечно Но это Вы знаете Мне бы пришлось Опять 2 часа Заниматься тем же Чем я занимался 2 часа И за 2-3 секунд 2 часа тратить Я думаю Вы меня Поймете И не будете Болезненно реагировать На такой Незначительный сбой Вот Зато Я могу вам Продемонстрировать Что полную версию Этого эфира Вы можете найти На ютубе Да Площадка Клировым Оператор аватары Там уже все Без купюр Там уже Все в чистом виде Но еще Пользуясь случаем Прорекламирую ролик Который Ютуб Качественно От вас скрывает Несколько тысяч Человек видели Но возможно Вы тот зритель Который Не смогли Посмотреть этот ролик По той причине Что вам Просто не пришло Оповещение Украшение Русских царей Рекомендую На моем канале Вы можете Найти этот ролик Ну Дальше Извините Опять будет Там где-то Накладка На 2-3 секунды В общем Что я могу сказать Слушаем дальше Спасибо За понимание И внимание Один оператор Преуспевающий Бизнес В другом Паралельном Мире Великолепный Художник И так далее То есть В одной жизни У него такой Ну Жизненный путь Семья Ну Имеется ввиду Вопросы личного характера Родители могут Дублироваться Тоже Так же В параллельных Мирах Только События Которые происходят С теми же Иными С теми же Ну Используемые Персонажами Алгоритм Он может Видоизменяться То есть На практике Это выглядит Как Оператор общий Он одним персонажем Пошел Ошибок наделал А тут он Во втором мире Тот же Грубо говоря Путь Но он уже Наткнулся На эти ошибки И уже Отыграет роль Скажем так Более правильно Вот как Опять же Пример В одноклассниках Бац В фермы Вот первым персонажем Начал Дров Наломал Увидел Свои ошибки Думаю Блин Тут надо было Так Здесь Так Здесь Теперь В тупике Здесь Ресурсов Не хватает Создаю новый Аккаунт Я уже Знаю Я уже Опыт Получил И другой персонаж Наш уже Более Преуспевающий Вот Поэтому Для человека По сути Нету Никакого Наказания За предыдущее Воплощение Я подчеркну Для человеков Есть опыт В параллельных Измерениях Где Каждый Отыгрует Разную роль А сны Да Они Фактически Так как Оператор общий Иногда происходит Вот Тут для меня Загадка Либо Несанкционированный Обмен Либо Сознательный Обмен Вот Ну В моей жизни Все таки Пускай Немного Было Значительных Незначительных Случаев Когда Сон Ну Во сне Было Показано Какие то Негативные Моменты Которые В реальной жизни После пробуждения Когда они пришли Я их обошел Ну Да Слушать Записи Речь Сбивчивая В живом Учере Конечно Это слушать Еще более Ненормально К сожалению Пророческие Сны Они Пророческие А бывает Полностью Да наоборот А бывает Просто Используем Термин Кавычках Пустые Сны Вы видите Отыгрыш Персонажа В параллельном Мире С которым Происходили Те или иные События Но вас Находясь В этом мире Они не коснулись Не касаются В основном Бывают по разному И дежавю Тоже Из той же Оперос Снов Тоже Обмен информацией На одном сервере Оператор Ой Аватар Приехал в город Увидел Звуки Слухи Запахи На другом сервере Копия Едет в этот город Она еще не была Но так как первый Аватар Получил уже опыт И передал оператору То Оператор Естественно Это в связке Находится И Человек Не в доумении Он знает Точно никогда Не был Но слышит Знакомые фразы Знакомые Голоса Запахи Что там Звуки Даже тепло Да Или холод Ощущения Запомнить Никто ничего Не запомнит Байка Про Предыдущие Воплощения Она не работает Потому что Каждый из нас Это всего лишь Мобильный телефон Для этой сессии А оператор Он просто Берет этот Телефон Под названием Человек Свои руки И просто Через него Говорит Мы находимся В другом мире То есть Оператор Это и есть Мы Просто Каждый оператор Создает Копию Свою По образу И подобию Ну я знаю Светлане Это не нравится Что она же Сама Создала Себя Маленькую Копию Для этого мира И в этом Маленьком мире Это идет Определенной Дорогой Ставь себе Слава Начинаю Понимать Вот сейчас Слушаю Я миллион раз Слушала И начинаю Понимать А почему Потому что У меня Висел шаблон Что Ну Потому что Я единственная Маленькую Тонкого Маленькую Подрасти Это должна 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 Работать Тот Кто Играл В компьютерные Игры Приблизительно Наглас Знает Как Происходит Связь Оператора И Аватара Ну И Также Отдаленно Тема С мобильным Телефоном Вы только Вот представьте Что Вот Телефон Который Мы с вами Видим Мы сейчас Будем Наш Явный Мир Брать Явный В котором Мы живем Вот Через 10 20 30 лет Появится Назовем Как мы Назовем Огромные Телефоны Не просто Эта программа Сказала Что она Зарендерила Не просто Огромные А с размером Человека И вот Он Вначале Первый Его Образец Это Классический Внешний Металл Как робот И Вы Находитесь Дома И Этот Телефон Огромный С себя Ростом Направляете Там Не знаю В магазин За хлебушком На этом Пошел А там Точно Такие же Телефоны Стоят И вот Там Друг друга Узнают Светлана В Италии И Да Я в Харькове Наши Телефоны Пошли Во французский Магазин И встретились И стоят Между собой Разговаривают А Сами Обладатели Находятся Дистанционно Потом Проходит 50-100 лет Эти Телефоны Приобретают Человеческие Формы Очень Качественная Эластическая Ткань Закос Под кожу Вот Черты Лица То есть Ходят по улицам Мобильные Телефоны А Человеки Программируют Их Голосом Их движение Поведение А теперь Представьте Тех Кто Миллиарды Лет Даже Какие Миллиарды Квинтиллионы Лет Живет Во вселенной Они Создают Мобильные Телефоны Органические И Причем Они Создают Этот Мобильный Телефон Таким Образом Чтобы Не Управлять Определенным Функционалом Чтобы Этот Органический Мобильный Телефон Скафандр Мог Иметь Огромный Арсенал Регенерации Самозаживления Вывода Каких-то Гадостей Из Организма То есть Разработан Уникальный Скафандр Но Сам Оператор Находится Вне Этого Мира Он Управляет Своим Скафандром Дистанционно Иногда Происходит Перехват Скафандра У людей В состоянии Видоизмененного Состояния Наркотики Алкоголь Стресс Когда Джойстик Перехватывает Другой Персонаж Или Не Персонаж Когда Произошел Там Дисконнект Лярва Или Демоническая Сущность Берет Под управление Персонажа И Какое-то Время Управляет Либо Затяжное Либо Оператор Настолько Неловок Или Какой-то Сбой Пошел Что Они Одновременно Управляют А еще и Третий Подселился Отсюда Голоса Отсюда Раздвоение Личности Отсюда Шизофрения Когда Одним Оператором Аватаром Управляет Сразу Несколько Операторов Ну Взломали От аккаунта Пароль Подобрали И он Их Сбросить Не может Никак И Вот так Вот Происходит Управление Поэтому Мы Высшее Я Вы поймите Мы Не можем Быть Вот Во-первых Настолько Разумны Если брать Официоз То Мы не в состоянии Быть Шибко Грамотны А это Означает Что Наша Мысль И наша Речь Выисходит Свыше Социальная Наука Не даст Природу Появления Мысли Не Она может Придумать Что мысли Рождаются В мозгах Это Абсолютная Чушь Мысль Всего Ли Мозг Всего Лишь Приемник Который Принимает Сигнал От своего Оператора И воспроизводит Через этот Скафандр Органический Мобильный Телефон И Вы Что думаете Мы Настолько По факту Ущербные И Беспомощные Что Нас Можно Буквально Раздавить Одним Пальцем Какую То Болезнью Нет Мы В другом Мире Не успевшие Родиться И Что Теперь Это Все Пропало Нет Высшая Сущность Опять Подыскивает Родителей Мы Слишком Совершенные Но Мы Не Безумны Чтобы Подвергать Реальный Свой Скафандр Тот В действительном Мире Опасности И Доставать Горячие Каштаны Из Костра Чему Такие Сложности Легче Создать Кочергу Чтобы Пошередить Угольки В этом Мире Я Тебя Слушала Завороженно Благодарю Шикарный Ответ Очень Мне Понравился И Знаешь Вот Ложиться На душу И Ответ Вот Именно Ответ Но Павел Пишет Не Именно Вселение И Оторжение Души Из Тел Слава Я Душа Ну Я могу Только Посоветовать Создать Персонажа В любой Игре Побегать Им И потом Его Забросить Навсегда Вот Приблизительно Так Причем Надо Не забывать Что Взор Взор Самого Оператора Иногда Может Долгое Время Находиться Уже С рядом С рядом Вышедшим Из строя Мобильным Телефоном Вы уронили Телефон Он разбился Сломался Вы берете На руки Все Ваш телефон Уже не дышит Но вы еще Там Потрясете Его там Подуйте А вдруг Он заработает И Вот эти Легенды Которые Придумают Случаи Возможно Случаи Этот Придуманы Фильмы Художественные Или якобы Реальные События Но Такое Возможно Во вселенной Вот этот Случай Когда На какой-то Там Европейской Дороге Авария Погибает За рулем Две девушки Одна Попадает Все-таки В реанимацию И откачивает А она Это Не узнает Своих родных И близких То есть Оператор Увидев Что Его Аватар Вышел Строя Он взял Под управление Это Другой Аватар То есть Допустим Была Русская Итальянка Русская Быстренько Схватила Аватар Итальянки И попадает В больницу А приходит Ее муж Дети А она На русском И говорит То вы такие На каком Языке Вы говорите А приходит Муж И Слышит Интонацию Да И голос Жены Русский Муж Но видит Перед собой Итальянку И не может понять Как такое может быть Она ему рассказывает Все вот эти там Секретности Которые они могли быть У них Только вдвоем Наедине Вот эти подробности Которые кроме их Никто не знает Ему в шоке Перед ним Итальянка А почему-то Она все знает Про их Личную жизнь Как такое может быть Возможно Эти истории Придуманы Но Эти истории Они действительно Имеют Место быть Слава Эфир Замечательный Вообще Замечательный Я благодарю тебя Я прошу Поговорите Со мной Друзья Я прошу Поговорите Со мной Друзья Здравствуйте Уважаемые слушатели Зрители С вами Вячеслав Котляров Продолжаем Экспериментальные Эксперименты Я знаю Что Многие Человеки Уже Посмотрели Сенсационные Сенсации Другое Множество Возможно Благодаря Эфиру Узнают Что 28 Мая 21 Года Я создал Ролик Украшения Русских Царей Ну Как видите Ютуб Шутит За Подобный Ролик Всего Лишь Дал Такое Количество Просмотров И это Не потому Что Ролик Интереса Не вызывает Это потому Что Вам не приходит Оповещение Вот Ну Сейчас Тема Эфира Необычные Животные Я сейчас Нахожусь В Дискорде Опять На славной Площадке Пюре Видите Площадка Живет Процветает И Там Тема Про животных Скажем так Была Затронута И Я хотел Тоже Прокомментировать Эту Тему Так Как Мне Подобные Вещи Скажем так Самому Интересны И Очень Близки По духу Но Сейчас Я не знаю Сейчас Я попробую Включить То Что Там Идет Тема В Дискорде Да Послушать О чем Они Говорят И Попытаться Для них Прокомментировать Те или иные Вещи Для них Ну Для Человеков Там Технически Сложность Будет Мне Надо Либо Тратить Время Чтобы На Ютуб Выводить Картинку Для вас Ну Это В первую Очередь А потом Еще Надо Как-то Постараться В Дискорд Сбросить Скриншоты Ну Наверное Я Этого Пока Делать Не Буду Сейчас Налажу Чат Видите У нас Чат Завис Еще От Котляров Уф Висит Старый Чат Вот Послушаем О чем Там Венера Говорит То есть Когда Еще Земли В проекте Не Было Уже Появились Планеты Например Такие Как Лизе 3 Б Или 4 Б Я Не Помню Точно Как Планета Называется Она Аналог Земли То есть Она Так же Выглядит Там Есть Кислород Там Есть Океаны Там Есть Предположительно Возможность Разрождения Жизни И Предположим Там Зародились Какие-то Существа Вот Если Существует Господь Бог Всевышний Всевышний То Скорее Всего За Такое Длительное Количество Времени Которое Они Существуют Скорее Всего Они Научились С Ним Общаться Вот То есть Научились Говорить С Ним Объяснять Свои Потребности Вот Того То Чего Мы С Вами Потому что Мы Слишком Молоды Для этого Общаться С Богом Создателем Так вот Задаемся Мы Таким Вопросом Если Предположительно Так Ну все-таки Приношу Извинения Что Там Во-первых Серега Говорил Не Венера Не Горел Что Заглушил Сережу Но Дело в том Что Полную Версию Их Их Него Эфира Кстати Изучил Этот вопрос Именно В языке Русов Есть Их 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 И так Далее Можете Изучить Словарь Далее Других Языков В советском Языке Нету Их Ни Слово И Советские Граждане Постоянно Точнее Люди Знающие Советский Язык Постоянно Нам Плачут Слова Такого Нет Приоритет Конечно К чату Потому что Вообще Подобные Эфиры Они В первую Очередь Создаются Для того Что Если Вдруг Еще Остались Человеки У которых Еще Остались Вопросы Я С радостью Готов На них Ответить И Вот Александр Красно Шлыков Задает Вопрос В чате Вячеслав Не думал Над Тем Кто Вселенную Организовал В Галактике То Я Много Раз Про Это Говорил И Повторю Мы Представители Человеческого Рода Находясь В действительном Мире Создали Это Все Для Кого Это Звучит Фантастически Но Понимаете Мой канал Изначально Необычный И То Что Звучится На моем Канале Ну Грубо говоря Нигде Невозможно Найти Ну Есть Темы Которые Нигде Невозможно Найти То Я Первый Человек На этой Планете Который Сообщил Что Континента Северная Америка Не существует Его Нам Просто Нарисовали И Города Соединенных Штатов Территориально Находятся На юго-восточном Побережье Азии А по поводу Как мы Этот мир Создавали Возможно Я сделаю Для канала Вот этого Основного Вырезку Из котлеров УфМ Выдержку Или как Я не знаю Вырезка Выпустил ролик Точнее Это был эфир Паша Задавал Павел Паша Просто Он не любит Когда его Павел Называет Больше Нарвится Когда Паша Я специально Для него Поправил Себя Паша Начал Задавать Вопросы Про аватаров И операторов И Я Ну Как бы Отвечал На них Как это У меня Принято И Обратил Внимание Что Несмотря На то Что Сотовчане Уже Лет 5 Изучают Мои Труды И Это Я уже Так Озвучивал Но Может Не так Расширенно Это Ну Резонанс Вызвало Комментарии Под роликом Там Вообще Комментарии После ролика В Живом Чате И Если Я не Поленюсь Я сделаю Там Пятидесяти Минутную Вырезку По поводу Того Как Кто Мы Откуда И Зачем И В ней Будет Ответ Ну Всем Кто Интересуется Темой Кто Организовал Вселенную Галактики Но Вообще Рекомендую Ролик Посмотреть Где мы Живем И кто С нами Рядом Поэтому Там Будет Понятно Что К Чему И Почему Ну Мой Ролик Да Просто С таким Названием Может На Ютубе Быть Еще Какой То Ролик И Без Него Дальше Нельзя Идти Потому Что Допустим Вселенная Да Для Местных Жителей Вселенная Это Безвоздушное Пространство В Которое Есть Планеты Для Меня Вселенная Это Наша Гигантская Сота В которой Есть Ячейки Галактики То есть Слова я использую Те же самые Только Говорю о других Вещах Да Вот Гигантская Сота Наше Яйцо Это Вселенная Сюда Нас Вселили Но В этой Вселенной Находятся Галактики То есть Маленькие Ячейки Вот Мы В одной Из Таких Ячейки Живем Вот Это И есть Галактика Где Солнце Ходит У нас Под Куполом Так Я Если Вдруг Вопрос Пропустил Не ображайтесь Будь ласка А правда Что В Антаркеде Есть Порталы На Антарктиды Не существует Ну Ледяной Скажем Так Если Хотите Чтобы Как Как Это Выразиться Была Та Антарктида Которая Действительно По факту Существует Но Давайте Миллион Пятнадцатый Раз Продемонстрирую Старую Схему Вернусь Конечно Географическим Открытием Потому Что Несмотря На То Что Казалось Бы Да В нашем Двадцать Первом Веке Уже Официально Все Географические Вопросы Решены Вдруг Появляется Человек В моем Лице Который Говорит Что А географию Мы не изучили Поэтому Для Человека Под ником Оригинал Я хочу Обратить Внимание Расположение Континентов Так Как Не все Лихо Ориентируются По Схемам Я специально Подписал Расположение Континентов Точнее Ну Название Континентов Расположение Если Не ориентируются Вот Вариант Так Что Вот Видите Здесь Если Вы Высаживаетесь В Африку Не хотите Дети В Африку Гулять Это На подкорку Нам Зашивали В Африке Акулы В Африке Гориллы Здесь 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 Получается Что Вы Просто Будете Углубляться Скажем Так Дальше Здесь Нету Льда По Периметру Это У Плоскоземцев Он Есть Но Есть Лед По Периметру Нашей Гигантской Соты Но Это Извините Меня Диаметр 4 Миллиарда Миль Многие Знают Что Я лет 5 Назад Говорил Не Демонстрировал На тот Момент У меня Была Такая Поговорка В начале Жизни Вышел В начале Жизни Вышел Ну Если Континент Взять Я Пытался Объяснить Что Он Настолько Огромный Что В начале Жизни Вы 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 В В конце Жизни Только Пришли На Другую Сторон Континента Ну Вот Я Сейчас Даже Не Знаю Стоит Ли Мне Активироваться На Дискорд Может Там Темы Ушли Так Я Немножко Подготовился К К Теме Животных И Будет Конец Нонсенс Что Я Не Прокомментирую Нет Для Вас Я Конечно Могу Прокомментировать Но Там Понимаете Дискорд Немножко Такой Плавающий Я Смотрю Они Не С Пальцовкой Сегодня Ведут Эфир А Без Пальцовки Очень Трудно Вещать Особенно На основном Канале Но Про Пальцовку Это Есть Эфир И Серега Хорошо Придумал Лайк Палец Вверх Ставишь Тогда Слово Передают Ну Есть Свободные Конечно Общение Свободные Эфир Мы Послушаем Что Там За Тема И Про Животных Я Прокомментирую Что Я Верю Что Может Быть Там Все Что Угодно За Пределами Нашего Понимания Нашего Познания Темы Время Сейчас Я Выжду Пока Определенный Персонаж Скажет Определенную Тему Давайте Для вас Быстро Тезисно Пробегусь По Животным Значит Кто-то Видел Заставку Да Там Ну Тема Тема Идет Удивительные Животные Да Удивительные Животные И Я Влепил Вот Допустим Такую Заставку Да Извините Плохое Расширение Ну Для Кого-то Это Будет Ну А я Как Человек Который Где-то С 8 Лет Изучаю Зоологию Биологию Ну В частности Зоологию Меня От школы В свое Время Посылали На Олимпиады По Зоологии За школу Да Бороться Мне В этом Плане Повезло Папа Мне Подарил Энциклопедию И В принципе Для Простого Советского Рабочего Купить Семилетнему Или Восьмилетнему Ребенку Книгу Это дорого Но он купил Она у меня до сих пор Есть И я ее С детства Начал изучать Следовательно В вопросах Зоологии Я обошел Не только Своих Одноклассников И сверстников Но и Даже сейчас Мои ровесники Не все Разбираются В этих вопросах И Зачастую Удивительные Вот эти животные Которые я вам Сейчас показываю На самом деле Это никакая Не фантастика Вот Приведу пример Да я вывел На первый взгляд Что то такое страшное Но На самом деле Это детеныш Броненосца Так это не то Это не то Это опять не то Вот Это детеныш Броненосца То есть Если знать Зоологию Ничего такого Из ряда Выходящего Потом Пошла тема Что появляется Эффект Манделы Типа Разные птицы Появляются Удивительно У меня До сих пор Есть Скажем так На всю страницу Фотография В той книге Про панголина Отсасывается Вот Ну такая Небольшая Накладочка Первый раз Вижу этот канал Понятия не имею Ну вот Серега Если вдруг Мне не получится Вклиниться В записи Узнает Тему Которую Он затронул А я Получается Не прокомментировал Ее в дискорде По ряду причин Сейчас обращу внимание На чат Не знаю Есть ли смысл Оставлять этот эфир У меня всегда Знаете Такой вот Из-за Страдальческих Комментариев Под роликом У меня всегда Такая дилемма Что Автор Ни о чем Не рассказал Просто Эти страдальцы Не понимают Что есть Десятки тысяч Человек Которым Вообще Просто Приятно Вживую Слышать Вячеслава Котлярова Причем Не важно О чем Он будет Говорить Академической Гребли Или как Правильно Это Приготовить Каштаны В костре Настоятельно Рекомендую Кто не видел Изучить этот ролик Вот Ссылка на него Будет Прям В стриме Даже Какой-то В мире Рекламирую Ролик То есть Кто В счастливчике Изучил этот ролик Это вторая часть Я вам показываю И первая Прекрасно понимают Сколько Титанического труда Ушло На изучение Материала На подборку И Потом еще Озвучку Ну не могу Не прокомментировать Там В дискорде Один хлопчик Страдал Что я Не знаю Что это Распятие Павла Ну допустим Какого-то Павла Распятия Как говорят Хрен Редки Не слаще Ну про это Распятие Он только узнал Тогда Когда увидел Мой ролик И если бы Не интернет Он полез Начал гуглить Ютубить Нашел Скажем так Информацию Ну допустим Павла Распяли Ну не Иисус Был на Распятие А Павел А что это Отменяет Те вопросы Которые я Озвучу В ролике Ну кто смотрел Знает Страсти Мордасти Он Женщина Спаривается С лебедем И уже Плоды Их Деятельности Интимной Сразу появляются Видите Он яйцо Внизу Слева И там уже Детеныш Зарождается Ну послушаем Дискорде На пюре Что говорят Удастся ли мне Вклиниться Или нет В ихнюю беседу Ну видите Как Получается Я вдохновляюсь Данной площадкой Надо ее тоже Обязательно Прорекламировать Так Пригласить Людей Копировать То есть Я скинул ссылку Чат Любой человек Может добавиться На пюре И обсуждать Те или иные Вопросы Вот Те или иные Темы Давайте послушаем Что там Говорят Потому что Не всегда Те которые Говорят Они Что то Толковое Скажут А мне не хочется Тратить Драгоценное Время Ваше Добрый Светлый Человек На мысли На мысли Тех или иных Персонажей А кому Интересно Что не говорили Заходите на канал За и против На ютубе По фильтру Отфильтруйте Напишите За и против Фильтр Нажмите Каналы И нашего Уважаемого Виктора Салтыкова Вы увидите Канал Там вы Увидите Услышите То что Вы говорили В этом эфире Оригинальные Оригинальные Темы Некий Наблюдатель Который Смотрит На нас Изнутри Наружу И так же Как Зеркало Снаружи Смотрит Внутри На себя То есть Мы Являемся Такими Некими Зеркалами То есть Соединением Ума И сердца Соединением Гармонии При исполнении Вечного И Мимолетного Да Все любят Кошек Кто Кто же Не любит Но там Пока Будет Философия От Джампана Еще Тему Хочу Расширить Животными Зачастую Животных Завозят Соседних Континентов То есть Официально Вывести Из обычной Кошки Свинца Вы сами Понимаете Это невозможно Абсолютно Разный Типаж Животных Поэтому Их Завезли С соседних Континентов Где-то В 50 И 60 И годы И в мире Только существует Ну Грубо говоря Три Официальных Свинца Это Донской Свинкс Питерский Свинкс Питерболт И Есть еще Украинский Левка Лева Смогилева Лева Иса Львова Вот Украинский Левка Их тут написано Относительно Молодые А 20-30 лет назад Находящиеся Пути становления Непонятно Кто Но не буду Тратить Время На Разбирание Текстов С Официальных Википедийных Вопросов Да Вот видите В 66 Году Появляется Абсолютно Новый Зверь И нам Хотят Втереть Что его Вывели Из Обычных Домашних Кошек Ну Вот Там Я все понимаю Я все могу Объяснить Я могу Даже Не заходить В чат Не Использовать Соцсети Не использовать Гаджеты Да То есть Проводить мир Буквально Через свое Собственное В своем Понимании И Сотворение Так Друзья Ну так как Это живой Эфир Небольшие Накладки Я хотел Продемонстрировать Скептикам Что Сфинкс Это Абсолютно Другое Животное К нашим Кошкам Оно Относится Ну чисто Чисто Так Плюс Минус Относительно Похоже Это я вам Демонстрирую Чтобы у Человеков Было Понимание Что это Не вывели Из наших Пушистиков Домашних И близко Не вывели Даже Несмотря на то Что глазки Голубые Это даже Не Ну как Сиамские Коты Нет Это Совсем Другое Животное Его Завезли Соседних Континентов Кошка Сфинск Подтверждает Правоту Моих Слов Что Рядом С нами Находятся Гигантские Континенты Вот Они Которые Не отображены На наших Картах И там Совсем Другая Флора Фауна Там Другие Скажем Так Жители Некой Сущностной Радостью Для человека Когда Некоторые Уже Понимают Что Находясь В невежести Я становлюсь Так сказать Все Мне Все Дозволено Все Можно Да То есть Человек Направляет Опять же Вектор Вниманием Да Я Подумал Василий Василий Здравия Рекомендует Повторить То же самое И с отовчением Не огорчаться Если я то же самое Скажу Кстати Немножко Не в тему Был у нас Эфир Недавно На Котлярову ФМ И мы В тандеме С Светланкой Кирилюк Вячеслав Котляров И Светлана Кирилюк Разгадали Тайну Бешенства Разгадали Тайну Страшной Болезни Эпилепсия Если вы Будете Изучать Официоз И попытайтесь Понять Причину Бешенства Или Причину Причину Эпилепсии Официоз Вам ничего Внятного Не скажет А вот В ролике На Котлярову ФМ Я его там Назвал Просто Пилепсы Пилепсы Сейчас я посмотрю Как его так Быстренько Найти для вас Там еще Такая Аватарка Назвал Пилепсы Бытия Вот Ссылка На этот ролик Он за 5 июля 21 года Эфир Большой И Что Кто хочет Разобраться Его Конечно Лучше Поглубиться Углубиться В него Основательно Игорек Здравия Всем здравия Которые В супремотиве Являются Некими Вообще Вот Такой формат Мне Позволяет Это Перевести Дух Потому что Видите Дружественная Площадка А тараторить Постоянно Не всегда Получается Вот Причем Я всегда Подчеркиваю Что Вячеслав Котляров Идет На своих Ресурсах Вот Я не знаю Как там Другие Блогеры Чем они Допингуются Но У меня Видите Все Все Вживую Ну Тренировки Вживую Все На своих Ресурсах Ну Разве Что Крепкий Сладкий Чай Это Тоже Допинг Вот И Хотел Тему Прокомментировать Все Таки Что Помогает Дискорд Когда То есть Такая Легенда Когда Изобрели Первый Аудиомонитофон Якобы Он стоил 2000 Долларов Якобы Его Заказал Радиоведущий У него Был комплекс Он в эфире Это Споткнется Заикнется И Он на аудиокассеты Записывал Свой голос И включал В эфире В эфире На Радио А здесь А здесь Я немножко Другой способ Использую Чтобы Не было Провисаний И тишины Я подключаю Дискорд Рекламирую Площадку Пюре Пюре У нас Ассоциируется С картошечкой Пюре Это Светлая Свет Во второй части И продолжим Уже общаться Во второй части Все кто хочет Пожалуйста Большой палец вверх В основном Текстовом чате И можно будет Выступить В голосе Вот Следующая часть У нас будет Дискуссионная Поэтому Будем Без пальцев Уже Но Те кто поставили палец Мы обязательно Предоставим Возможность Выступить А сейчас Я прошу 30 секундочек Тишины Ребята Ой Ну Дискуссионная Это конечно Не Не формат К сожалению Нормальной Подачи Так и не удалось Мне Тем Кто в дискорде Сообщить Те или иные Вещи Связанные С теми Или иными Животными Тема Очень большая И В принципе Важное Что Я сообщил Отвёкся На чат В принципе Что я хотел Важное сообщить Я сообщил Но перед тем Как мы Завершим Эфир В нике Человек Под ником Надо для Ютуба Его вопрос Правильно Прочитать Олеший Есть ли Инфа Про Кретинофикус Ну Смотрите Кретинофикус Его Придумали Для определенных Целей Самой Такой Ну Как бы Как это Сказать Хворобы Её В априори Нету По сути Люди Которые Страдают Вот эти Одинаковые Симптомы Они Где-то Ну Приобретают Каким-то Образом В свой Организм Яд Ну и Сами Почитайте Как Яд На латыни Звучит Википедии Да И тогда Станет Всё понятно То есть Где-то Что-то Может Распыляют Где-то Может В воду Добавляют Яд Ну и Так Далее Так Далее Человек В большей Степени Может Кандидозом Заразиться От Другого В момент Дыхания Это Такое Может Быть Да Чем Несуществующей Халепой Которые Нам Рассказали Для Того Чтобы Местных Жителей Ещё Больше Поработить И сократить Население Сейчас Пролистаю Чат Если вдруг Не увидел Никакие Какие-то Вопросы Приходите На Котлерову ФМ Здесь По всей Видимости Трансляция Будет Уже Завершаться Вот Так Вот 26 Минут Ну Всем Кто Будет Слушать Записи Ну Страдальцы До Этого Момента Всё Равно Не Дойдут Я Делаю Подобные Вещи Только Исключительно Для Добрых Светлых Человеков Которым Эти вещи Интересны Я имею Ввиду Данный Эфир Данный Формат А Статистика К сожалению Показывает Что Среднее Просмотр Ролика 12 Минут Поэтому Сюда Страдальцы Не дойдут В общем Всех Приглашаю На Котлерову Фэм Кто Хочет Продолжение Банкета Значит Ссылка Значит Будет Вот такая Она Немножко Большая Но Рабочая Ну Или пишите На ютубе Котлерову Фэм На Сим Разрешите Откланяться Спасибо Друзья Что Слушаете Что Слышите Меня Как Видите Крайние Ролики Изучите Русские Украшения Русских Царей Довольно Таки Мощные В будущем Планирую Еще Больше Планку Подымать Еще Больше Больше Удивляшек Которых Невозможно Найти На сторонних Каналах В общем Как и Всегда Как обычно Это я уже на второй круг Пошел С вами был Вячеслав Котляров Спасибо Что Слушаете Слышите Меня Всего Вам Доброго Дорогие Друзья И до новых Встреч В прямом Эфире Пока Пока Здравствуйте Уважаемые Слушатели Зрители С вами Вячеслав Котляров Поздравляю Вас Новые Свежие Уникальные Открытия Исследования Будут Вам Сейчас Предоставлены Ролик Получился Огромный Поэтому Он Пойдет В двух Частях Кто Не видел Первую Часть Настоятельно Рекомендую Изучить Предварительно Хотя Ролик Грамотно Сделан Что Можно Начинать И Со Второй Но Все Таки Рекомендую Найти На Ютубе Ролик У которого Такое Почти Название Украшение Русских Царей Первая Часть Второе Под название Ролика Тайна Ломоносова И Екатерины Второй В данном Ролике Настолько Огромное Количество Информации Знаний И данных Что Если Я Сейчас Буду Все Перечислять Получится Полноценный Ролик Минут На Тридцать Выделить Что Особое В ролике Невозможно Все Что Будет В ролике Озвучено Все Особое Ролик Просто Наполнен Шквалом Всевозможных Артефактов Чтобы Полностью Все Понять Конечно Нужно Две Части Изучать В общем Давайте Уже Вместе Будем Изучать Что К чему И почему Приятнейшего Просмотра Приятнейшего Быть Добро Ну Вернемся Давайте К Изобразительному Искусству Тоже Как Вам Купить Бюст Из Мрамора В Киеве Это Что Они Реставрируют Старые Бюсты Я С Трудом Поверю Что Делают В наше Время Вот Такие Произведения Искусства Хотя Может В Киеве И делают Мне кажется Что Они Просто Реставрируют И продают Старые Бюсты Это Серьезное Серьезное Качество Тут Немножко Попроще Варианты Не так Много Мрамора Раз Два Три Здесь Уже Посложнее Техника Выполнена Опять Двойной Подбородок Вот Этот Он Присутствует Как у Римских Правителей Так И У Правителей Эпохи Возрождения И Мы К этому Сейчас Аккуратно Перейдем Как Древние Римляне Официально Связаны С Недревними Екатеринами Вот А тут Либо Мрамора Не было Белого Либо Он Действительно Был Такого Цвета Кожи Может Смотрите Какая Красота Ну Просто Понравилось Произведение Искусства И Скачал Чтобы Вам Показать Трех Изобилия Веточка Веточка Чего Оливок Вот Тоже Да Экзоскелет Голова Вставлена В экзоскелет Может Еще и руки Вставляли Очень удобно Да Торс Полностью Тело Из металла Сделано Сердце Печень А все остальное Как бы Органика И Ноги Руки Оторвало Но Новые Пришили Грубо говоря Да Или механические Сделали Ну Вот В голову Наверное Вот Куда там Не Но там В руть Вбивали Осиновый кол Но Наверное Было В лоб Смотрите Какая красота Надо при монтаже Будет очень Потом Все Немножко Переделать Точнее Картинку Лучше Подавать Монтаж Ну понятно Ну понятно Что Не Из цельного Делали Может Здесь Другие Были Головописи Главы Пришли Новые Цари И Головописи Главы Убрали И Повставляли Свои Ну Вряд ли Наверное Это так И делали Сразу Ну Вот Как вам Красота Сколько Мрамора Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Вот Мрамор Это что Же Вот Зашквар Качество Сейчас Дальше Тоже Будет Как по Мне Удивляшки Такие У нас Да Есть Варианты Вот Тоже Красота Да Мрамор Раз Два Три Повязка Интересно Видим Мрамора Сделано Дерево Стругали Стругацкий Потом Покрасили Антропогенезу Дать бы Маленький Лобзик И Пущай Лепят Из мрамора Красоту Такую А вот И опять Видите Подбородочек Какой Нибудь Марковрелей А здесь Что-то Мне показалось Что действительно В голову Вставили Смотрите Качество Головы И нос Видите По моему Тоже Подкорректировали Он Наверное Был Отбитый Может И была Похожая Голова Но И была Сильно Разрушена Как видите Качество Мрамора Или Что-то Даже На гипс Похоже Не соответствует Качеству Которое Ниже Вот Кстати Отсылка К тому Что я Помните Говорил Что Красили Да Здесь Скорее Все Тоже Покрасили Как и Здесь Но Менее Качественно Тибериус То есть Оно Действительно Был Мрамор Но Сверху Мрамора Видите Наносили Краску Белую Зеленую Синюю Она Даже Вон Потрескалась Эта Краска Здесь Желтую Наносили Ну Сверху Мрамора А тут Уже Видно Что Мрамор Да Какая Красота Красотища Вот Отсылка К тому Либо Мрамора Не было Либо В те Времена Темнокожие Люди Не были Рабами А были Знатью А? Могли Не быть Знатью Или Просто Так Художник Хотел Подчеркнуть Что Все Мы Равны Точнее Что Все Нормально Ну Вот Тоже Да Про Извини Искусство Может При Монтаже В лучшем Разрешении На Вот Ну Зачем Скульптору Наверное Шеста В наше Время Это Чтобы Сделать Вот Такой Это Кучу Денег Стоит А Что Раньше Дешевле Было Если Там Меч Ковали Он Стоил Это Целое Поместь А то Скульптуру Такую Создать Что Там Официально Если С точки Зарения Официоза Сколько Она Стоила Еще Тратили Деньги Ради Ухахаток Чтобы Темнокожих Создать Ну Бюст Римского Императора Ну Что Они Могли Еще Написать Так С Бюстами Разобрались Женских Вариантов Я К сожалению Немного Нашел Может Даже Это Наше Время Так Красиво Делали Из Мрамора Ой Какая Удивительная Тонкая Работа Из Мрамора Женских Вариантов Мало Понаходил Тоже Закладку Делал Ну Вообще Разобрались Помогли Мне Человеки Все Таки Гильберт Ну Никакой Информации Доктор Гильберт В каком То Музее Кто Такой Взял Только Из-за Двойного Подбородка Если Б Не Была Подписана Гильберт Написать Петр Первый То Сказали Ну Да Петр Первый В возрасте Знаете Есть Очень Много Скульптур Петра Первого Здесь Он Как бы Справа Помоложе Где Он Выглядит Приблизительно Вот так Чем Не Петр Брали От балды Ковыряли Вон Внизу Наковыряли Доктор Гильберт Там Вообще Никакой Надписи Немало Избили Золотую Защечку На которой Было Что то Выграв И Хвоздем Процарапали Так Приблизительно Историю Делали Ну Это Уже Будет Отдельная Тема Просто Из-за Скульптуры Показал Да Там Вчера Не Поскидывали В дискорде И Не только Женщины Много Грудей Это Не одежда Местные Исследователи Пребывают В полной Уверенности Что Это Украшение Даже Не хочется По этому Поводу Ёрничать Ну Вот Интересные Люди А Их Последователи Если бы Этот Скриншот Не ставил Хотя Я его Ставлю Напишут В комментариях Это Мужчина Который Носит Украшения Ну Да Конечно Не буду Сейчас Показать Оригинальный Вариант Это Неизвестно Что У Ютуба Какие Бздыки Будут По поводу Изображения Они же Там Ужесточили Потом Пишут Мы Облегчили Они Известно Насколько Облегчили Поэтому Если читать Шримад Пхагавадги То Там Упоминаются Женщины Которые За раз Рожали Сразу Там Двадцать Тридцать Там Девяносто Детей Конечно Детям Нужно Было Молоко Поэтому И грудей Было Мамаш Много Видите От Папки К папке Перемещаюсь Потихонечку А это У меня Небольшая Накладка На самом Деле Здесь Указано Антуан Ку Зивокс Это Скульптор Который Делал Вот это Произведение А По факту Здесь Людовик И мы Сейчас Придем К Людовику Очень Неожиданно Мы К нему Придем Увидим Людовика В новом Цвете Бабах Вот На этой Теме Я Немножко Разрешите Потопчусь То есть Людовик Людовик Король Франции Одет В римское Одеяние Да То есть Если справа Мы видим Императора Трояна Который Там Две тысячи Лет назад Жил То Слева Мы видим Людовика Причем Видите Парик Парик Вот этот Классический Парик Официального Средневековья Точнее Эпохи Возрождения Я уже говорил Возрождали Что они Возрождали Ну то что Разрушили Да Потом решили Возродить Только по другим Соусам Но это же Еще не все Выясняется Что король Англии Яков А почему то Английский Джеймс Тоже Правя Приблизительно В те же Времена Когда и Людовик Носил Такое Одеяние Спешу Предложить Версии Возможно Кто то скажет Что это Были 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 Костюмированные Балы То есть Вот такой Вариант Да В 1903 году В зимнем Дорце Составился Вечер А 13 февраля Это уже года Грандиозный Констюмированный Бал То есть Знать Той эпохи Решила Одеваться В одежду Времен Официального Ивана Грозного Если Современные Исследователи Будут смотреть Эти фотографии Через 100 лет Они могут Тоже сказать Что Вот смотрите Как русские Цари одевались Вот Романов Ходил именно так А по факту Это Костюмированная Тема Много В интернете На самом деле Фотографии Есть Связанные С этим Балом Где Разные Князья Графи От той эпохи Одеваются В Славянские Официальные Национальные Одежды Да Поэтому Кто-то Мне скажет Тоже Костюмированный Бал Но Одно дело Портрет Нарисовать А все Таки Лепить Лепить Целую Статую Из одного Костюма Ну Может быть Ну И Плавно Можем Перейти Опять же Продолжать Переходы Что они Он Или Она Или Оно Кстати Еще Король Англии Вот он В парике Ну и нос Такой Все Как полагается Вот То есть Если бы Еще Парик На эту Статую Одели Точнее Сделали Как тут Вариант Они В принципе Людовик И Яков Были бы Похожи Но здесь Решили Наверное Констюмированный Бал Эпоха Римской Империи А я Думаю Что Все Таки Они Жили Приблизительно В одно Время И Определенная Тема Что История Укороченная Имеет Место Быть Они Скорее Все Были Все Современники Только Прическа Она Как Погоны Скорее Всего Была И Вот Я Наверное Еще Успею Перейти К он Или Она Или Оно Вот Определенная Надпись Меня Как бы Подвела К той Теме Которую Я Всегда Думал И Говорил В некоторых Роликах Вот Допустим Некий Джозеф Франсуа Дюблекс Родился Во Франции Так Генерал Губернатор Индии Это Как бы Присказка Вот Нашел Смотрите Опять Смотрите Проблема С глазами Вот Это А борода Кстати Помогает Спрятать Подбородок Необычный Ну Нос Не спрячешь То есть Нам Внушают Что Император Это Выше Короля А по Факту Император Получается Ниже По Званию То Если В данном Случа Он Был И Королем Императором Император Индии То В случае С предыдущим Персонажем Который Я показывал Он Был Просто Император Хорошо Более Правильный Пример Наверное В данном Случа Император Кто Скажет Царь Цезарь Кесарь Канцлер Возможно Царь Это Тоже Не Верховный Царь А Канцлер Германии А К чему Мы Подходим Ну Губернатор Император Наместник А подходим Мы к тому Что Это два Короля А посередине Император То есть Звание Намного Ниже Получается И следовательно Прическа Другая Кто 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 Поспорит Что Яков Тоже Вроде Как Король А Прическа Не Не Соответствует Имиджу Королю Но Я вам Скажу Парики Действительно Подчеркивали Статус Как Погоны То есть Благодаря Парику Можно Было Определить Граф Король Империя Это Вспомогательная Территория Понимаете Основной Центр Где Разместились Представители Правления Находился На территории Современной Европы И они Создали Империю Себе Помощников Вспомогательные Если хотите Колонии И поставили Там Своих Руководителей И Свои Жеродни Ну Это Равносильно Чтобы Вот Как Всем Известный Гитлер Стал Императором России Но Это Всех Возмущало Но Никого Не Возмущает Что Опять же Специальная История Говорит Что С Прихода Петра Первого И там Далее 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 Народ Уничтожали Спаивали Оглумились Над ним И так Далее Все Таки Хотелось Бы Вернуться Он Она Или Она Вы Иду На Вы Нам Придумали Историю На Вы Называли Врага На Вы Называли Если Мужчина И Женщина В Одном Флаконе Вот Это И Есть Вы Вот Эти Побосенки И Дуна Вы Косвенно Конечно Косвенно Но Вот Этот Вариант Как Официально Называется Низкий Животик Да У Женщин В принципе Может быть Животы Разные Низкий Животик И Он И Высокий И От Солнечного Сплетения Может Начать Так Сказать Быть Животом Но Это Несвойственно Большинства Мужчин У мужчин В принципе Если Лишний Вес То Он Всегда Практически От Солнечного Сплетения Идет Может Есть Исключение Что Мужчины Есть С низким Животом Как Типа Футбольный Мяч Проглотили Да Но Это Как Достигается Вот Эти Качки Которые Применяют Все Возможные Препараты У них Не только Мышцы Начинают Расти Но Еще И Внутренние Кишки Получается Современные Культуристы У них Пресс Как Футбольный Мяч Выпуклый Имеется Ввиду Естественным Путем То есть У мужчин Все таки Если Лишний Вес То От Подзвоночника Растет Живот От Района Солнечного Сплетения А Здесь Что Мы Видим Низкий Животик Вот Я вам Показываю Вариант Низкий Животик У Женщины Лопатил Очень много Гравюр Чтобы Показать Что Большая Вероятность Что Это Она Ну Опять Жж Не Бритые Точнее Наоборот Растительности Нету Усы Приклеили Как бы Подвести К тому Что Вот Эти Бедра Тут же Кругом Цензура Так Эту Не буду Сильно Увеличивать Не знаю А Не Я Цензуру Приклеил Тут Женщина С Копытами Относительно Низкий Животик Просто Той Эпохе Находил Как бы Варианты Мужчин Да Чтобы С Низким Животом Ну Можно Было Найти С Низким Животом Мужчин Но Опять Ж Мужчин Или То Вот Допустим Здесь Вроде Мужчина С Бородой На самом Деле Я Насколько Вижу У нее Женские Груди Вот Слева Мужчина Так Вот Найдите Десять Отличий Вот Бедра Бедра Ну Вот Мужчина Видите Нету Низкого Живота Кстати Голова Там Отрубленная Тоже Низкий Животик Вот Не знаю Вроде Низкий Тут Знаете Вопрос Еще Бывает Геракл Который У них Знаете Половые Органы Не стесняясь Изображают Вот Как Здесь А есть Прикрыто И Прикрыто Скорее Всего Что Это Возможно Не Мальчик А Девочка Поэтому Прикрыто Они Особо Так Не Заморачивались В те Годы С Детородными Органами Вот Вот Эти Бедра Да Именно Вот Эти У Мужчин Все Так Сальца Все Так Не Нарастает Это Больше Свойственно К Женщинам Ну Вот Тоже Ангел Он Или Она Тоже Видите Как У них Животик Ну У них Конечно Еще За счет Роста Возможно Так То Что У них Рост Был Где-то За Два За Три Метра И Вытянутые Торсы Дает Такие Причуды Тоже Вот Искал Такие Бедра Которые Французских Королей Английских Ну Здесь Необычная Картина Здесь Лебедь Не просто Совокупляется Женщиной Тут Мы Слева Можем Увидеть Плоды Деятельности Он Яйцо Уже И В яйце Видите Ребенок А это Наверное Уже Вылупились Из яйца Поэтому Тех Кто тут Жили Тут Я Так Смотрю Они Что Только Не Делали В этом Мире Ну В общем Что Скажете Конечно Теоретически Может Быть Мужчина С Такой Фигурой Да На практике Это Вопрос Вот Тоже Подчеркнуть Большой Рост Тех Персонажей Той Эпохи Ну Здесь Она Конечно На Возвышенности Идет Немножко Ну Сколько На 30 Сантиметров Выше Козы Но Все Равно Мне Кается Видно Что У Женщины Рост Далеко Не Метр Даже 70 И Даже Не 80 Нашел Как бы Вариант Чтобы Для сравнения Наше Время И То Которое Было То есть Рост У них Был За 2 За 3 Метра Поэтому Переходя Из Предположения В Утверждение Склонен Думать Что Все Таки Все Эти Правители Были Гемафродиты И Если Смотреть Ролик Кто Съел Великаном Там Тоже Это По Финалу Ролика Затрагуется Зрители Не Всегда Внимательны Частые Комментарии Так и Не Рассказал Кто Великанов Съел Все Рассказал И Показал Кто Съел Как И Когда Это Было На Финал Специально Оставлено Ну Мало Кто Видит Ну И Вот Еще Императрицы Да Та же Екатерина Вторая Тоже Любила Носить Определенные Шлемы Это Отсылка К Этим Римским Вопросам Ну Нам Говорит Что Она Тоже Как Бы Костюмированная Вариация Передевалась Миневру Да Нерва Минерва Римская Богиня То Типа Под Нее Закашивал Я думаю Никто Под Кого Не Закашивал Это Приблизительно В определенный Период Они Были Все Таким Образ Одеты Насколько Вижу Женщина Что У нас Еще У нас Далеко Не Все Еще Удивляшки Нам Предстоят С вами Посмотреть Одному Исследователю Скинули Фотографию Там Было Близко Приближено Что У него Там Васильки Внизу Нарисованы И Исследователь Закричал Так Это Женщина На Коне А Голову Просто Приклеили Петра Первого Да Ничего Никому Не Приклеивали Это Действительно Он И Она На Коне Как Видите В Ночной Рубашке Ну Ладно Не Не Рубашка Туника В Сандалях Вот Вот Эти Васильки Изображены Женщина На Коне А не Петр Первый Причем За место Седла Я так Понимаю Медвежья Шкура Медвежье Седло Самая Обыкновенная Женщина Она Ж Мужчина Оно Же На Коне Поэтому К ним И на Вы Я сто Раз Уже Говорил Буду Говорить Обращались Лимат Как Видите Был Другой Не В Сапогах В Болотах Ходили В Ботфортах А В Сандалях На Самом Деле Ходили Ну И Я Думаю Фигура Как Раз Показана Действительно Так И Делали Как Оно Выглядело Так Ну Что Более Душесчипательную Тему Как То Надо Перейти Или Немножко Я Сделаю Отступление Все Таки По Поводу Родственников Кто Сказ Да Находить Огромное Количество Бюстов Гравюр Где Джош Вашингтон Будет Копия Екатерины Второй Официально У них Там Разбег В Истории А Вот И Сюрприз Для Тех Зрителей Слушателей Добрых Светлых Человеков Которые Слушали В Онлайне Подобные Исследования Решил Проверить И Немножко Подкорректировал Текст Оказывается Они Жили В Одно То же Время Более Того Умерли В Одном И Том Ж Возрасте Может Они Были Брат И Сестра А Может Быть Вообще Это Было Одно Оно И Моталось Между Ленинградом И Москвой Я Здесь Чужой Я Там Чужой Вот Такие Чудеса Вот Эти Великие Отцы Наверное Подвязывали Вот эти Тряпки Не Чтобы Морщины Прятать А Чтобы Прятать Отсутствие Кадыков У них Кадыков Не Было Это Тоже Были Скорее Всего Женщины Ну Что Ну И нос Тот же Нос Я Это Это Да Да Сказал Так Чтобы Для Захвата Внимания Николай Левашов Был Ростенек Кутузова Но Явно Он Был Николай И Все Таки Как Он Говорил Там Из Этого Рода Очень Похоже Что Он Был Из Этого Рода Поэтому Ему Разрешили И Куратор Ротшильд Рокфеллер Заниматься Определенным Делом А Когда Он Все Таки Славянская Душа Заиграла И Не Пошла На Поводу Определенных Приказов Решили Его Устранить И Вопрос Часто Почему Он Сам Не Мог Себ Помочь Ну Сапожник Без Сапог Это Классика Жанра Чужую Беду Руками Разведу А Свои ладу Не дам Каждому Массажисту Нужен Массажист Правильно Массажист А может Сделать Массаж Другому Человеку По Спине Хорошо Пройтись Пальцами И так Далее А себе Он Может Сделать Но Я Не Оправдую Как Бы В моем Видении У него Была Все Таки Запредельно Аномально Это Дело И В наше Время Можно Находить Сейчас Не Помню Современных Вещателей То ли Актер Вот С Такой Внешностью Даже Гримировать Не Надо И Губки Губки Не Знаю Бантиком Губки Бантиковые Губки Женские Женские Губки Сейчас Пройдемся Проверю Чего Не Забыл Но Это Так Тоже Наблюдашка Качество Гипюр Делали Из Камня Усы Приклеили Парик Адели Вот Эти Женские Панталоны Постоянно У них Были Мужиков Да Так Это Уже Я Показывал Ломоносова То есть И Обилие Похожих Фейсов С двойным Подбородком И носом Вас еще Все таки Не подвело К тому Что Ломоносов Был из Ихнего рода Племени Мишель Брувков Он может Переводил На русский Язык Труды Как бы С латыни Как этот Войной Мир Переводил Толстой Не писал А переводил Французского Так Давайте Все папочки Проверим Чтобы я Ничего не пропустил Если дойдет До основного Канала Будет Это Стенание Ярославны Я Кстати Ничего плохого Не вижу Я вижу Что просто Пушкин Тоже Был Их Родственником Там вроде Он официально Был Родственником Или Там В Африке Персонажа Привезли К Петру Первому У него Родился Племянник Не племянник А крестным Отцом Кого то Там Ну в официозе На самом деле Такие вещи Не принципиально Я думаю Он был Тех же Кровей Тот же нос Тот же Подбородок Те же губы Ну и Гоголь Со своим носом Конечно Подбородки Немножко у Гоголя Отличаются Но вот эти Ямочки на щеках Не ямочки А вот эти Как их правильно Сказать Щечки Вот это Они у многих Императриц присутствуют Эти щечки Щечки Да И кто у нас еще Багратион Да Вообще Я считаю Наш вот этот Славный Светлый Добрый Братский народ Хрузинский Или Не знаю Как правильно сказать Определенный Типаж Кавказцев Это тоже Наверное Действительно Там Царица Тамара Древний народ Я сейчас Не прикалываюсь Возможно Это Спрятанный Спрятанный Древний народ Или просто Как бы Родственники Оставались После Многочисленного Пребывания Здесь Правителей Определенных У меня есть Друг Бачана Может Неудачная Фотография Не знаю Как Бачана Отнесется То что Я его Освещаю Ну вот Как правильно Вот так Завернуть Для Ютуба Чем Чем Не Багратион Да Ну если Бачана Светлый человек Отрастит Бакенбарды То Как по мне Это сейчас Он же Видите Еще молодой Парень У нас С возрастом Будет Вылитый Багратион Поэтому Грузинский Народ Это тоже Интересный Народ Скорее Сего Он Зарождался Возможно Часть Ветка Пошла От этих Правителей Я исключительно Сравнию Из-за Внешнего Типажа Хотя У грузинского Народа Не присутствует В основной Своей массе Вот этого Двойного Подбородка Который В принципе Появляется Из-за Проблем Работы Щитовидной Железы Только Вот нос Сходство Носом Такой Царственный Нос Да Я вот Смотрю На Пушкина Я вижу Вижу Багратиона А когда Я Вижу Багратиона Я почему-то Вижу Всех Вот этих Орловых Потемкинов Голицыных Они же Возможно Медлеры Шлёцеры Понимаете Какая картина Вырисовывается После Моей подачи Или как вам Гёте И Шиллер Специально Такой ракурс Нашел Чтобы Носики Поймать Носики Корносики Опять же Подбородок Парень Видно Помоложе Подбородок Еще из-за Щитовидки Не развился Ну А то Кадыки Прячут Никаких там Морщин Наверное не было Кадыки Прятали Тоже Римские Закосы Императрица С римским Шлемом Вот Такая Математика Вырисовывается Люби Друзи Причем Видите Они даже В детстве Или художник Так представлял Что он Выглядел Павл Первый Дутловатые Щечки Такой уже Определенный Подбородок Маленький Да Для ребенка Еще Ну Так Носик Нормальный И парик Уже Уже ребенку Парик одели Они были Скорее всего Лысые У них Не хватало Чего-то там Волосы Выпадали В этой атмосфере А может После ядерных Взрывов Бомбили Приехали Радиация Кровом Волосы Повыпадали Щитовидка Из-за радиации Увеличилась Им надо Тут править Они же тоже Были Инструмент В руках Определенных Персонажей Ну то есть Верховные Окупанты Их использовали Как инструмент Для управления Местными Жителями Да Не все Конечно Представители Вот То что я Показал Из официальной Стории Были С дутловатыми Щеками С двойным Подбородком Щитовидкой Увеличенной И вот С таким носом Были Как же так Деликатнее Для ютуба Сказать Чахлопины В морочи Ну тоже Нос Вроде Тот же Самый Тонкие Губы Вот эти Это Павел В юношестве Официально Девушка Какая Что то Они Павла Уже Вот так Рисуют Как Французский Бульдог Глаза Да В основном Вот Берем Эпоху Портреты Той эпоху У них Получается Что женщины Мужчины На одно лицо Нижняя часть Лица Копия Носы Копия Глаза Большинства Очень часто На выкате Опять же Возможно Носы Не старались В некоторых Случаях Отображать Как здесь Просто прятали Делали Такие ровненькие Носики Ну Подбородок Вот эти губки Видите Ямки Видите Что У Екатерины Вообще Как бы Если мы Отбросим Глаза Ну Понятно Не должно Быть Полное Сходство Ну Ямочки Щечки Это же Опять Кисть Художника В оригинале Они вообще Наверное Были Как солнечные Дети Друг на друга Все похожи И Насили Наверное Бэйджики Я граф Голицына Я граф Куницын Да Один Один типаж Безусловно Один типаж Одни губки Один нос То есть Берем вообще Любого Музыканта В той эпохе Ученого Поэта Правителя Всегда Одно лицо Всегда Одно лицо Что в римскую Эпоху Что в эпоху Возрождения Одни лица А борода Моглощательно Скрывать Вот этот Подбородок Здесь Кадыка Вроде есть Петр Первый Прячет Кадыка Прячет Видите Ну естественно Естественно Я имею ввиду Отсутствие Кадыка Прячет Всегда у Петра Под горло Что то Что то Забрало Какой нибудь Приклеенные усы А может не приклеенные Есть же женщины С усами А были женщины И с бородами Или с бородами А Слушайте Не все еще Давайте пока Вы все не Не ушли Это мне Света Напомнила Она мне правда Про Крупскую Написала Но я вам забыл Рассказать Про еще одного Поэта Слышу звон Толянки Голос одинокий Он такой любимый Такой далекий Есть определенный Типаж У определенного Такого Направления Жителей Опять же Вот этот Необычный Контур губ Да И Есенин Был Не из бедной Крестьянской Семьи Опять же Это был свой На фотографиях Я показываю вам Елизавету В детстве С мамой Показываю Вот Елизавета Вот такой носик Да Определенная улыбка Ну кто то скажет Притягиваю Ничего не притягиваю Не могли И сейчас Не могут они Из простых Жителей Ставить на Разные Официальные Посады Простых жителей Придумают Легенды Из простой Семьи Являлся ли Этот парень Действительно Хоть он был Из этого Знатного рода Автором Возможно являлся Одаренный Ну может и такое Быть А не знаете Там есть Действительно В поэзии Некоторые Действительно Могут быть Одаренные Но кто то скажет Ну его ж убили Своих не убивают Прошу прощения А Диана по вашему Сама Решила этот мир Покинуть Они и своих Иногда И своих иногда Того Пушкин Ихний был Лермонтов Гоголь И Сенин И уже видите Он как бы Ближе к нашей Эпохе И ближе к нашей Естественно Эпохе Елизавета Может они вообще Там двоюродные Братья были Или двоюродные Сестры Ну вообще там Пойди Разбери Где она Где он И так далее В общем На этом все В плане Этого ролика Но это не значит Уважаемые слушатели Зрители Что в будущем Не будет Еще более Грандиозных Открытий От Вячеслава Котлярова Огромное спасибо Что слушаете меня Слышите меня Всего вам доброго И до новых встреч В прямом эфире Пока Пока Здравствуйте Уважаемые слушатели Зрители С вами Вячеслав Котляров Поздравляю вас Новые Свежие Уникальные Открытия Исследования Будут вам Сейчас Предоставлены Ролик Получился Огромный Поэтому он Пойдет в двух Частях А потом Возможно В одной В данном ролике Настолько Огромное Количество Информации Знаний И данных Что если я Сейчас буду Все перечислять Получится Полноценный Ролик Минут на Тридцать Выделить Что-то Особое В ролике Невозможно Все что будет В ролике Озвучено Все особое Ролик Просто наполнен Шквалом Всевозможных Артефактов Чтобы полностью Все понять Конечно Нужно Нужно Две части Изучать Что будет В ролике Ну Естественно Про Михайло Ломоносова А также Про Екатерину Вторую И Про президента Америки Вспомним Про принцессу Диану Не забудем Семейство Романовых А также Узнаем Кто такие Людовик Французский Король Император Рима Троян А также Английский Король Яков Второй В общем Давайте уже Вместе Будем Изучать Что к чему И почему Приятнейшего Просмотра Приятнейшего Быть добру Здравствуйте Уважаемые Слушатели Зрители С вами Вячеслав Котляров В Харькове 10 часов 14 минут 24 05 2021 Сразу Перейду К удивительным Находкам И открытиям Шикарное Вступление Будет сделать Киперграндиозное Открытие Ультрафантастического Порядка В общем Трудился Несколько Суток Собрал Огромный Арсенал Всевозможных Интересностей И Сейчас Будем Изучать Все вместе Но В эфире На Котлярову ФМ Скорее всего Это будет Длиться Не один час Ну а Если все таки Дойдет До основного Канала Там будет Режиссерская Версия Ну с чего Мы начнем Начнем мы С Некого Мишеля Да Который Нам известен Как Михаил Васильевич Ломоносов Давайте Попробуем Как будет Произносить У нас Правильно Его Имя Робот Михаэль Базилиус Брюхкопф Михаил Базилиус Базилий Кот Василий Кот Базилию Брюхков Ну это так Предположил Что Потом С немецкой Фамилией Появилась Фамилия Бурков А там У нас Бурков Да Ну это Как Предположение На этом Не будем Заострять Нимание Основной Посыл Данного Ролика Будет Заключен В том Что Как обычно Нам все Наврали В официальной Истории И было Все Иначе Здесь Будет Очень Много Тем Переплетаться Разные Затрагиваться Сценария Нету Те Уважаемые Слушатели Зрители Которые Сейчас Вообще В прямом Эфире Слушают Эту Запись Запись Договорки Доклад Лекцию Не знаю Слышат Мои Наблюдения Те Прекрасно Понимают Человеки Что Это Все Без Сценария Начал Я Естественно Отталкиваться От Известных Гравюр Скульптур И Всевозможных Картин И Начал Приходить К Определенным Открытиям В эпоху Несерьезно Несерьезно Одни Одни Немецкие Ученые Ну Давайте Одного Немца Михаила Базилевса Брувкова Назовем Михаила Васильевич Ломоносов Вот Прождали Конечно Кто Скажет Что Из-за Этих Париков Они В принципе Все На одно Лицо Да Ну Я с вами Не соглашусь У этих Всех Лиц Есть Помимо Париков Две Характерные Особенности Это Нос Канал История Пи Юрий Как-то Делал Ролик И по-моему Не один По носам И Очень Интересные Там были Наблюдения Но Меня Всегда Удивлял Вот Этот Так Сказать Двойной Подбородок Явно Проблемы Со Щитовидной Железой Ставка При Монтаже Еще Обращайте Внимание Пожалуйста На Губки Бантиком Не у Всех Но Огромное Количество Именно Идентичных Губей Или губов Губят Причем Этот Двойной Подбородок Он Присутствует Практически У всех Жителей Ну как Жителей Не у всех Жителей А присутствует Практически У всех Венциносных Особ И всевозможных Научных Научных Особ Если Мы Вот Возьмем Известного Орлова Голицына И Потемкина А может Быть Как Версия Может Это Русские Названия Немецких Деятелей На самом Деле К примеру Но это Теория Как Шлетцер Миллер И Готфрид Когда Приехали На территорию Современной России Решили Взять Себе Фамилии Закос Подрусские Орлов Голицын И Потемкин Ну Маловероятно Скорее всего Это Предположительно Три Одних Персонажа Скажем так Из научного Мира Да А это Три Персонажа Из политического Мира Из мира Политики Но Важный момент Эти Потемкины И Орловы Они тоже Были немцами С другими Фамилиями Но Они Опять же Все Похожи Вот этим Двойным Подбородком Я собрал Огромную Коллекцию Всевозможных Вельмож Где-то Двойной Подбородок Просто У всех Правителей Но Здесь Может Не особо Ну Да Потому Что Это Женщина Хотя Мы Ну Не особо Двойной Подбородок Да Выделяется Хотя Мы У женщин Будем Находить Двойной Подбородок Но Тут Еще Знаете Такая Деталь Скульптор Или Портретист Они Могли Немножко Украшать Ставка При Монтаже Также Обращайте Внимание На Ямочки В складках Губ Губей Тоже Практически Всех Присутствует Скульптор Или Портретист Они Могли Немножко Украшать Действительного Персонажа Для Такого Заявления Я изучил По ходу Пьесы Вопросы Связанные С Известной Принцессой Дианой И Скажем так Пришел К таким Открытием Что Она Просила Всегда Художников Портретистов В нос Ее Рисовать Все таки Более Более Красивее Поэтому Справа Мы Видим Вот Такой Нос Царственный Она Как считается Стеснялась Своей Внешности Носа А слева Либо Ее Двойник Либо Это Пластическая Операция Либо Просто Сделали В Фотошопе Коррекцию Носа Ну Я Наверное Все таки Склонен Что Это Была Пластическая Операция О которой Нам Не Сказали Можно Конечно По Годам Попытаться Вычислить Когда у Него Какой Нос Был Ну Мне Мне Не Хочется Сейчас Стратить Время На Поиски Информации Связанной Заявленной Темой Уж Очень Это Временно Затратно И Мы Начинаем Сейчас Детально Искать Сходство Благодаря Портретам Гравюрам Памятникам И Бюстам Ну То Что Как бы Общеизвестный Факт Даже По-моему В официозе Что они Были все Родственники Уже Ни для Кого Не Секрет Возможно Предположительно У Известной Екатерины Второй Справа Я так Понимаю Возможно Елизавета Вы тоже Видите Двойные Подбородки Что Мужчин Что Женщин Какие Там Монгольские Черты Лица Ну Мне Наверное Показалось Так Вот Возможно Известная Екатерина Вторая Алексеевна Тоже Попросила Художника В нос Изменить Как Просила Принцесса Диана Вот Королева Виктория В годы Жизни Указал Королева Великобритании Вы Видите Ее Носик Ну И Кстати Вот Подбородок Видите Там И губы Будут Типичный Нос То есть Вот Этот Треугольничек Они В принципе У всех Персонажей Разных Эпох Схожи А так же Уважаемые Слушатели И зрители Обращайте Внимание На глаза В большом Процентном Соотношении Будут Глаза На выкате Или Слегка На выкате И вот Мне попался В процессе Изучения Скриншот Фотография Я Я Подумал Думаю В наше Время Делают Такие Чудесные Статуи А кажется Нет В русском Музее Реставрировали Бюст Что мы Видим Ну Либо нос Отбился Хотя Мало Вероятно Но мы Часто Видим Отбитые Носы Ну Кто-то Скажет Статуи Падали Носы Самое Такое Извимое Место Отломывались Но я Думаю Этот Бюст Не Падал Нос Скорее Рос Одной Достался Да И решили Все-таки Такой Славянский Носик Сделать Типа Даже Не знаю Как сказать Картошкой Ну Раз Я уже Открыл Эту Папочку Давайте А то Еще Про нее Забуду Как-то В ролике Потрясающая Книга Тартария Страна Обезьян Я показал Какие Чудесные Украшения Носили Правители Той Эпохи Как видите Бриллиантовое Украшение Ну А в середине Распятый Человек Ужасным Образом Подобное Произведение Искусства Мы можем Видеть У самой Екатерины Опять Это двойной Подбородок И Определенный Подбородок Да Он как бы Уже создается И нос И наверное Создали Специально Для Российских Императоров Да Но Мы видим У нее Украшение Вот Распятый Человек Вот Такие Украшения Носили Распятый Человек Такое Же Распятие Есть И у Петра Первого Вот Который Возможно Был Не он А она Или оно А усы Ему Скорее всего Приклеили Ну Это Современного Конечно Уже Образца Это Вариация Скорее всего Вообще Нарисована Или В компьютерной Программе Но Она Скорее всего Снимок Был сделан Фотографически С реального Бюста Видите Человек Распятый Необычно Распятый И Кто смотрел Сериал Игра престолов Прекрасно Помнит Ерб Дома Болденов Там Тоже Было Аналогичное Распятие Правда На этом Распятие У них Считалось Что Кожа Была Снята С человека Вот Значит Игра престолов Какие то Тоже Секреты Хранит Ну И в ролике Тех Кто Смотрел Ролик Кто Съел Великанов Мой Кто не Смотрел Ищите На ютубе Теперь Все Понятно Опять же Все В копилочку Все Пазлы Складываются Каким Образом Кто Съел Связано С такими Чудовищными Украшениями Ну Видите Окна Авертона Для местных Жителей Это Ничего Такого Страшного Ничего Из ряда Вон Выходящего Вот Одну Папочку Я не пропустил И вторую Показал Но еще Не все По ней Сказал Тоже Какие то Монгольские Ханы Ну Сейчас Не про них И Аккуратно Буду Подводить К тому Что Мало То Что Они Были Внешне Все Одинаковые С Определенным Подбородком Да Так они Были Не он Не она Они были Вы Поэтому К ним И на вы Обращались Так что Это у нас Неизвестный Скульптор Как обычно Королева Мария Супруга Супруга Людовика Болезнь Болезнь Базетова Базетова Базетовая Болезнь Вот Справа Большие Глаза Большие Красивые Глаза А вот Слева Как будто Не знаю Мы там Флагшток Прошу прощения Вставили Каждый Страдает По своему Вот У него Глаза Из орбит Повылазили Причем Это же Можно Находить На огромном Количестве Опять же Их родственников Так и не нашел Подробности Об этом Бюсте Ну какой то Наверное Официально Римский Правитель Ну и тоже С глазками Что то не так Так Две тысячи Лет назад Официально И триста Лет назад А Фейс Один и тот же Так А что Я уже сказал Шоусы Скорее всего Приклеили То есть Он как бы Был полуженщина Полумужина Ну не только Он Вообще Почти они Все Те Кто Правили И чтобы Бедра Прятать Женские Да Женские Бедра Скорее всего Вначале Ввели Такие Камзолы С помощью Такого Дианя Очень Хорошо Бедра Женские Прятать Не видно Скажем так Ног В полной Мере Ну а уже С годами Решили Ввести Другой Вид Одежды Чтобы Прятать Скажем так Офицеров Что они Женщины Вели Галифе Ну официально Там есть Грустная История Что какой-то Генерал С фамилией Галифе Было У него Что-то С ногами Не в порядке И Специально Чтобы Спрятать Его Увечья Портной Сделал Такой Стиль Ну как Всегда По брехеньке По босенке Придумают На самом деле Галифе Было Опять же Создан Для того Чтобы Бедра Прятать И Вот Эта Известная Отсылка Что они Путают Постоянно Не могут Понять Где мальчик Где девочка Тоже Означает Что они Были Гемафродиты Но я Вспомнил Только два Произведения Гусарская Баллада Там Где они Не могли Понять Что это Девушка И Также Произведение Двенадцатая Ночь Фильм Клара Лучко Играет Это По трудам Шекспира Она играет Мужчину Здесь Ну там Получается Она и сестру Играет И мужчину И они Тоже Не могут Определить Но Кстати У Клары Тоже Царственны Жену Будулая Играла Эта актриса Кто не помнит Немножко Старше Была Актера Который Будулая Так Идем Дальше И главное Без фальши Какие Еще Закладки Сделал Ну это Так Наблюдашки Удивился Что У принцессы Такие Глаза Думаю Как же Как же Как же Как же Так Природа Интересно Говорит Такую Подачу Принцесса Елизавета А потом Понял Что Там Был Видно Один Род Вот Ее Отец И тогда Я думаю Вам Становится Понятно Почему Дочь Выглядит Так Ну Копия Отец На мать Как видите Не особо Похоже Ну и Получается Вот эти Лупоглазики Там Петры Первые Всякие Причем Лупоглазики В таком Вот ключе Ну нормальные Глаза я Показал Правильно А вот эти Как бы Два брата Из Ларца Да Николай Второй И британский Король Георг Пятый Вот такие Черты лица Имеют Но Носы Видно Со временем Видно Разбавляли кровь Представителями Других Как бы так Деликатистко Для Ютуба Других народностей Скажу Поэтому Носы Наверное Выравнивались А может Пластика Была В те годы На высшем Уровне Если технологии Были высокие Почему бы Пластической Операцией Не убрать То что Они считали Ненужным Да Вот вопрос Кто это Михаил Ломоносов А Не Ноты Держит в руках Хотя Официально Ломоносов Был музыкант И поэт И химик И физик Нет Это у нас Йохан Себастьян Бах Йохан Себастьян Бах Какое Портретное Сходство Да И что у нас Получается Посередине Опечатка У меня Тут Гельберт Просто Неизвестный Доктор Так и не нашел Про него Информацию Справа Петр Слева Ломоносов Что я Постоянно Этими Скульптурами Показываю Что Ломоносов Был Из их Него рода Племени То есть Не могли Поставить Озвучивальщикам Уже давно Известных Трудов Персонажа Из села Даже если Он у него Был отец Там Официально Из знати Это все Тот же Подбородок Все тот же Нос У Ломоносова Да Ну вот вам Ломоносов А здесь Как по мне Женщина Да С накрашенными Губами Ну и опять же Двойной Подбородок Присутствующий Присутствующий У всех Знатных Особ Так Ну это Немножко Не стойперы Просто Понравилось Произведение Искусства Настолько Потрясало То что Из мрамора Чудили Я вам Чуть дальше Покажу А мы это Сейчас покажу Немножко Про носы И подбородки Забудем Важная Подборка Очень долго Собирал Друзья Раньше Сейчас Сегодня И вообще Мы восхищались Бюстом Который Стоит В Исаковском Соборе Монферрана Но я вам скажу Что он скорее всего Отреставрирован Краска Предположительно Да Там был мрамор Сверху Нанесена Белая краска Очень качественная Эмаль Вы дальше поймете Почему я уверен Что Отреставрирован Не Ну там был мрамор Но решили все таки Придать ему Более светлого Светлого света Ну и так же Вот эту мантию Скорее всего Тоже покрасили Краской Но это не означает Что Раньше здесь Не было мрамора Он там есть Просто закрашен Другого цвета И здесь белый мрамор То что я Понаходил На просторах Всемогущего Интернета Намного Круче В моем Видении Чем То что мы Видим Эту статую Давайте рассмотрим Как видите Здесь уже Видно четко Что Настоящий Мрамор Правильно Здесь тоже Скорее всего Он такой был Просто закрасили Под цвет Однотонная краска И мы с вами Видим мрамор Тоже здесь Скорее всего Не подкрашенный Как бы оригинальный А здесь уже Краску нанесли Ну и надо Наверное Это Антропогенез Или как он там Называет Плюс к чашкам Их ним Добавить Уже пускай Статую такую Сделают Смотрите Какая красота Да Сколько тут Видов мрамора Раз Два Три Четыре Пять Ну ладно Здесь будем считать Похоже Как бы на дерево Может деревяшка А может и мрамор Ну Согласитесь Тоже Серьезная работа Или вот Это ж вообще Как по мне Ого Гошеньки Сколько Мрамора Видов Ну и здесь Да Четливо Видно Что Не Закрашивали Возможно И вот Здесь Когда-то Были Вот такие Трещины Да Их Просто Эмалью Покрыли А вот Не стали Ничего Покрывать Не Одежду Как вот Здесь Покрыли Ну Тут Явно Видно Мрамор Не стали Красить По моему Видно Что Не покрашено Разве Что Вот Эту Часть Тоже Наверное И воротничок Закрасили Тут же Как видите Все идеально Вот Да Часть Мрамора Вот Ну Приклеили Кто то скажет С большой Очень большой Вероятностью Ординат Также Приклеены На этот Бюст А может Там были Другие головы Вставляли Эти Это у меня Немножко Скаканул Даже Теория Появилась Что Были Какие То Существа Вот Представьте Внутри Экзоскелет Обтянутый Кожей А сверху Голова Типа Колобка Помните Звездный Ворст Не помнит Посмотрите Или Вот Нечто Такое За Длинными Париками Были Скрыты Руки Из ушей Вот И вот Такая Голова Как Показано В фильме Дом Видите Голова Медуза Звезда Находилась Вот здесь В шлеме Возможно Находилась На вот Таком Экзоскелете Ну Завернутый В человеческую Качественную Кожу Возможно Вот эта Тема С червяками Да Здесь Близка Помните Были ролики Какие-то На ютубе Что там Моллюски Жили Внутри Я думаю Здесь Все-таки Тело погибло И что-то Съело Его изнутри И вылез Этот червяк Но Допустить Что они были Чисто Одна голова Можно Ну Во всяком Случае Такое Такое Существует Здесь Правда Есть и руки Ноги Но есть Чисто Одна голова Поэтому Они Более Бессмертны В отличии От Дункана Маклаута Которому Отсекли Голову И все Он перестал Быть горцем А там Голову Отсекли Голова Отлетела Она Остается Быть живой Вот Да Допустим Экзоскелет Поломанный Валяется Голова Отлетела Ну Покатилась На новый Экзоскелет Поставили И пошла Себе Дальше Гулять Не Ну То Что Такой Вариант Есть Это Однозначно Был ли У нас Вон 300 лет Назад Вот Эти Колобки Следствие Которые Вели Тут Это Вопрос Ну То Что Такие Колобки Есть Это Железобетон Причем Оказывается Это Перья Не Украшение На Шляпе А Это Шляпа Поверх Перьев То есть Есть Существа У которых Крылышки На голове Действительно На голове Не Только На спине Но И На голове Видите Бывает Рога На голове Есть Крылышки На голове Ну Вот Вам Друзья И Ответ Как Эти Колобки Без Ног Перемещались Просто На голове Были Крылья На Кумполе Они Летали С Одного Экзоскелета Перелетали На Другой Как Бжелки Смущает Мне Это На Гравюрах Не Смущает Давно Наблюдаю Из Той Оперы Которые Я В Трех Раз Надо Переслушивать Спокойно Чувствуем Из Расстановки Потому Что Идет Шквал Информации Скачки Одна Тема Вторая Третья И Там Я Говорю В ролике Что Возможно Голова У них Была Такая А Все Остальное Механический Скафандр Ну В Случае С Этими Чудиками Я Сто Процентов Не Знаю Но Я Единственное Что Сто Процентов Знаю Что Такие Во Вселенной Чудики Есть Когда Голова Одна Кумпол И Скафандр Металлический И Вот Эти Же Видно Одноразовые Их Помощники Пытаются Приблизиться К Уровню Хозяина Переселить Мозг Сознание В Железяки Но Это Не Это Не По Уровню Местных Ученых Это По Уровню Верховных Окупантов И Вот Здесь На Этой Гравюры Что я Вывел В Эфир Они Держат Головы Причем Я уверен Что Это Головы Органические Это Не То Что Там Из Дерева Вырубили Из Полена Вот Внизу Держат Два Шута Две Головы Это Часто Встречается Что В руках Шесты На Шести Голова Здесь Вообще Он Голову Держит То Это Органическая Голова Я Работать Вот Я Делал Обзор По Фильму Звездный Ворс Закос Типа Подзвездный Ворс Под названием На самом деле Там Звездные Черви И Там По сюжету Главные герои Попадают На планету Колобков Где Бошки Только Одни Лазят Ну Высокая Цивилизация Эти Бошки Типа Умные Они Обезьян Подчинили Себе Или Хомо Сапиенс Своим Разумом И Обезьян Вымустрировали Они Через Какие-то Поколения Создали Экзоскелеты И В этом Фильме Показано Что Эта Бошка Просто Садится На Механическое Тело Подключается К ним И управляет Руками Ногами Вот Нечто Подобное И у нас Возможно Было Но Если у нас Этого Не было То Это Однозначно Было В других Сотах И есть И в других Ячейках Либо у нас Было Недавно Там Сто тысяч Сто тысяч Лет назад Может Даже Десять Тысяч Ну Что Друзья Сказать В завершении Конечно Чтобы Ощутить И понять В полной Мере Масштабы Проделанной Работы Нам Нужно Дождаться Второй Части Данного Ролика Конечно Же Конечно Же Она Уже Есть И Уже На Подходе Трудился Как говорится Не покладая Рук Не буду Больше Тратить Ваше Драгоценное Время С вами Был Вячеслав Котляров Всего Вам Здравствуйте 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 Я говорю Вам Здравствуйте Здравствуйте Уважаемые Слушатели Зрители Слушатели Зрители С вами Вячеслав Котляров В Харькове 3 часа 0-2 минуты Ночь Или что это Или раннее утро 21 05 21 год Ну то есть Практически Абсолютный Свежак Ну Абсолютный Свежак Будет Все таки Вступление С трудом Нашел Этот ролик Он Когда-то Год назад Был Удален Ютубом Всего Лишь Из-за Одного Слова Всего Лишь Одного Слова И Огромное Спасибо Добрым Светлым Человеком Которые Его Когда-то Скачали Вот И Я Его Нашел И Хочу По-новому Перезалить По-новому Даже Наверное И монтаж Не буду Делать Эти оговорки Очи пятки Пускай Она так Живости Придает Не как Роботы Мы Говорим Там Можно Конечно Дорожку Почистить Так вот Дальше Пойдет Фрагмент Из того Что Когда-то Было Точнее Ролик Пойдет И Там Я Все Таки Сделаю Акцент На Том Фрагменте Из-за Которого Ролик Был Удален Дальше Я Еще Прокомментирую Что К Чему И Почему Приятного Прослушивания Мониторы Будущего Это Голограмма Сквозь них Руку Можно Будет Пропихивать То есть Это Будет Создаваться В Воздухе Мониторы Все Будет На Нем Видно Продолжение следует... Продолжение следует...